Если вы ковид-диссидент, welcome сюда, в президиум, мы сейчас вас будем пытать, стыдить и так далее. Если у вас есть объяснение, откуда ковид-диссиденты берутся, почему они, как вид, не вымирают, то тоже, пожалуйста, руку поднимайте и подключайтесь. Вот единственное, знаете, сейчас я тебе, Леша, отвечу, комнату создавал вроде бы я, а почему-то модераторские права только у Голубева. Голубев, или ты свою комнату создавал? Вот, видишь, как я ничего не создавал, не знаю, нет. Какой феномен. Сделай меня, пожалуйста, модератором, дружок, я понимаю, что это твоя вторая комната. Знаешь, как это делать? А как это делать? Как это делать? Значит, смотри, надо нажать на мою морду, и у тебя мой профайл выкатится, не, профиль, профиль. Мейк и модератор, да? Да, да, да. Yes, please. О, да. О, yeah. Nice, good. Поднимайте руки. Леша, ты видел, да, здесь, как люди работают? Поднимают руки, и у нас потом вот-вот-вот, видишь, отметочка. Вот у нас там Phil Lab, мы его будем сейчас подключать. Да можно уже добавить к нам, пообщаться. Спасибо. Ну вот ты спрашиваешь, на чем основывается моя уверенность в том, что ковид – это не биологическое оружие. Ну, за этот год я послушал, и у нас в эфире, и не у нас в эфире, и почитал огромное количество умных людей. Не просто, знаешь, там умные-умные люди и какой-то вот тоже человек со светлым лицом, но ученых, биологов, эпидемиологов, которые, мне кажется, единым фронтом выступают и говорят, что, конечно же, это никакое не биологическое оружие. И я помню просто в апреле месяце тоже год назад был Константин Северинов, известный, да, который в США работает, здесь в Скоково работал, по-моему, и он говорил, что это просто невозможно, чтобы это было биологическое оружие. Смотри, Лёш, буквально пару тезисов. Во-первых, мы с тобой тогда же весной беседовали просто со светилами нашей науки, медицины, с людьми, которых называли лучшие эпидемиологи вообще планеты, там, русскоязычные точно. И многие, ну ладно, некоторые из них говорили, что это вообще нереально, ребята, чтобы у нас здесь, в России, была эпидемия коронавируса. Там где-то, да, возможно, в неблагополучность, там, может, до Африки дойдет, там начнутся проблемы, но у нас в России, в цивилизованной стране, здесь медицина развита, этого не будет точно, можете даже и не думать. Это просто невозможно в принципе. Всем родителям хорошо известный доктор Евгений Олегович Комаровский в своих видео поначалу очень так иронично, несерьезно, и с большой издевкой говорил о тех, кто что-то там испугался. Помните, все поначалу боялись бананы покупать, потому что якобы их привозили с этой заразой, с коронавирусом. Он демонстративно вывалил эти бананы себе на стол и говорил, что ешьте бананы, нам коронавирус сюда не придет. Слушай, ну потом я просто хочу заступить за Комаровского, Комаровский потом искупил свою вот эту вот... Абсолютно, он стал одним из главных просветителей. Здесь я, в отличие от какого-нибудь доктора Мяснякова, на котором я просто уверен, в жизни тысяч людей... По поводу Мяснякова, наверное, это один из немногих таких публичных врачей, которые, мне кажется, делают все, чтобы люди как раз меньше верили в опасность коронавируса. Я помню, я как-то его в воскресенье включил по каналу Россия 1. Я не знаю, видел ли кто-нибудь или нет. У него, собственно, есть шоу. Помимо медицинских программ ежедневных, у этого Мяснякова, или Мясняков он? Мясняков. У него есть потрясающий формат. Ему дают час времени в федеральном телеэфире, где-то днем, в воскресенье, часа в 2 или часа в 4. И этот Мясняков то ли в студии, то ли у себя на работе в кабинете, то ли у себя в квартире сидит за столом и просто травит какие-то байки, какую-то херню рассказывает. Просто отборный бред про все. Вот представь, это даже не программа Один на Эхе Москвы. Все-таки там и я, и мои коллеги все готовятся. Там обязательно надо иметь план. А у Мяснякова этого включается какой-то режим бреда, генератор бреда. И он час несет, он что-то может собачку пойти погладить, может сказать что-то, по-моему, про американцев. Потом он пытается сделать отжимания и говорит, вот я сейчас буду делать отжимания, смотрите, какие они клевые. И он прям падает на пол, потом он отряхивает, встает и говорит, все, передача закрыта, спасибо. Я к чему? Он в одном из выпусков, я просто несколько раз на него попадал, честно, случайно, я не смотрю, я его не фанат. И он говорит, значит, ну, вот сколько там, месяц назад, да, у нас еще во все это ограничения коронавирусные и ограничения для пенсионеров, а Мясняков говорит, отвечая на вопрос слушательницы, нужно ли ей, несмотря на ее солидный возраст, сидеть дома? Он говорит, да не надо сидеть дома, ходите, ходите, потому что если вы будете дома сидеть, вы умрете от скуки, а это гораздо хуже, чем, типа, умереть от ковида. Блин, ну да, да, да. Ну, да, да, да. Ну, не жмать, а сколько человек слушает, сколько человек попернет потом, да. От желтухи, от краснухи, от кубри, а вот от коронавируса тоже умирает. Ну, в общем, такой бред, это понятно, но я тебе хочу сказать еще одну вещь о том, что, в общем, к чему я говорил, что даже самые крутые врачи, Акомаровские и другие, которых я не буду там перечислять, это действительно уважаемые люди, и они полностью искупили свою вину, если так можно сказать, потому что весь этот год они занимались просветительством очень активно, и вот этому способствовали в том числе и мы, журналисты, давали им слово регулярно. Но есть еще такой момент, как неизвестность, когда какие-то сложные процессы происходят в мире, массам, большинству людей очень хочется это как-то легко себе объяснить самим. И когда происходят, да, там, в старинные древние времена происходила к антиэпидемии, было одно объяснение, это вот кара небес на нас, значит, опустилась на наши головы за наши грехи. Это как-то упрощало картину мира и не давало сходить с ума очень быстро. Потому что так понятно, мы плохие, совершали плохие дела, вот пришла страшная эпидемия. Ну, мне кажется, патриарх Кирилл весь год в таком ключе высказывал. Ну, допустим, а сейчас, да, когда немножко технологии появились, глобализация и так далее, уже другая ситуация. Всем хочется объявить, что это чье-то оружие, всех хотят убить вот таким образом. И не только это касается какого-нибудь пресловутого глубинного народа, да, так называемого, который всего, который очень глупый якобы и всего боится. Нет, есть, например, историк моды, образованнейший человек Александр Васильев, один из самых интересных. Меньших людей современности, которые знают, знаешь, там, 10 языков и так далее. Он уверен, что это вот оружие, с помощью которого убивают людей, причем именно вот пожилых в первую очередь, чтобы их становилось как можно меньше, потому что планета перенаселена. Это по мнению вот такого действительно не глупого человека. Я не смогу смотреть «Модный приговор» теперь. Сергей Бадамшин... «Модный приговор» — это самое такое непритязательное, что он делает, а на самом деле он тоже очень большой просветитель, меценат и так далее, и так далее. Тем не менее, даже такие люди вот склонны к таким версиям. Да, друзья, добрый день, Фил, Сергей и Сергей Бадамшин, подключайтесь к разговору, пожалуйста. Да, ребят, добрый вечер. Добрый вечер. Слушайте, я вот с Алексеем Голубевым, Алексеем Голубевым, добрый вечер. Я вот на нас тоже подписался, я просто зашел, увидел Алексея Голубева. Мы с вами виделись возле спецприемника. Да, 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 я смотрю, я узнаю, я вижу фотографии, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Я думал, мы с вами раньше здесь увидимся. Тут все эхо Москвы. Так, да. Так, ну, подождите, Сергей, это отлично. Место встречи изменить нельзя, по теме. Ну вот даже, слушайте, у вас слушают... Я не по теме, нет, по теме я не по теме. А, так вы просто ради Голубева. Я теперь, да, я теперь только по плоде Голубева хожу. Кстати, вам, Алексей Нарышкин, я там написал предложение, я написал вам в инсту, в директе. Ой, слушайте, я посмотрю, у меня что-то вы не пропустил. Спасибо. Да, смотрите. Слушайте, а насчет того, что верю или не верю, но здесь же разные. На мой взгляд, мне кажется, чем больше появляется у людей информация из различных источников, тем больше у них просто взыгрывает воображение. Но, знаете, как говорят, правда, гораздо удивительнее вымысла. Так что, ну, может быть, все и есть, на самом деле. Может быть, действительно, будет создано... Знаете, говорили раньше, природа дурного не рожает, поэтому, как бы, по теории, если продолжать эту теорию, то, грубо говоря, все, что там природа учудила, да, то в этой природе обязательно найдется какое-то средство, чтобы это победить. Вот, и поэтому была такая теория, ну, версия, что вот эти все болезни, которые, ну, нельзя вылечить, там, типа, натуральными какими-то лекарствами, то есть это все творение рук человека. И, в том числе, нет, ну, это я так, это я, конечно, это, я, как бы, не могу говорить, а что услышит. Нормально, хорошо. Да, Сергей, спасибо большое. Сергей Бадамшин. Добрый вечер. Да, здрасте. Здрасте. Ну, как раз по теме хотел предупредить, тема-то непростая. У нас еще законодатель такую статью коронавирусную придумал, как 207, а со значком 1 у КРФ, который предусматривает ответственность за публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан. Так, Сергей, сворачивается, да? Вы когда будете сейчас обсуждать, ну, старайтесь без утверждений, а как предположения, либо как указывать какой-то источник, по крайней мере, чтобы следователи, которые вас слушают, ну, вернее, как оперативные сотрудники, которые потом передадут обязательно следователям, могли узнать об источнике вашей информированности. Шашмар, слушайте, Сергей. Уже возбуждали в уголовных делах. Кстати, да, да, да. Кстати, самое первое уголовное дело, которое возбуждали в Питере, оно нам досталось, просто защита открытых как раз занимался, его прекратили. Но есть и приговоры у наших коллег. Так что вот так. Ну, все, а как теперь сидеть-то? Пришел Бадамшин, все запорол. Какой ужас. Ну, ведь же возбуждали дела по поводу, вот, публикации, да, там, на, например, в такой-то колонии заболело такое-то количество человек, да, либо в таком-то училище заболело такое-то количество человек, и по этому поводу провели как раз обыски у Воронцова, первые, если вы помните. Воронцов, 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 Воронцов. А, Воронцов, а вот смен, да, 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 да. Слушайте, Сергей, а вот смотрите, я просто помню, как три, что ли, да, три недели назад дошел в Клабхаус, и я единственное видел комнату интересную, по-моему, и с вашим участием, и с участием Калоя Ахильгова и других юристов, адвокатов, которые пытались осмыслить какие-то юридические аспекты нашего участия в Клабхаусе. Сейчас вот как появилась ясность вообще, насколько здесь мы в безопасности или в опасности, пишется ли это нон-стопом, можно ли, на самом деле, кого-то привлечь к ответственности за какие-то всякие там ржигательные вещи? Ну да, два часа мы тогда проговорили, поэтому вкратце, если захотят, то запишут. Насколько я понимаю, что вопрос о передаче и записывании данной информации на серверах пока еще открытый, вроде как внутренняя какая-то инструкция у них есть, они там записывают, но подходит ли это под закон яровой, это еще вопрос. И, ну, слушайте, эшник с диктофоном, рапорт и пошло. Поэтому здесь ничего сложного нет. Практики пока по Клабхаусу, чтобы, вот я слышал, чтобы возбудили какое-то уголовное дело, привлекли кого-то по этому поводу, мне неизвестно. Просто комнаты, комнаты хорошей не было, у нас с Голубевым все получится, я верю. Леша, ты раньше времени только не уходи. Да, да, да. Сергей, спасибо большое. Да, спасибо. Фил, да, пожалуйста, говорите. Спасибо большое. Спасибо за предостанное слово. Вот, при всем уважении к высказанным мнениям, немножко недосказанное осталось все-таки то, что действительно имеет значение. Вот, к примеру, все-таки, не являясь там каким-то поклонником российских властей, у нас все-таки есть возможность привиться кому угодно. Вот, имея там родственников в Европе, там этого нету. И что ты скажешь на это, Иван Маск? Это правда, кстати. У нас действительно вообще уникальная на самом деле ситуация. Можно много ругать прививку, вон Нарышкин привился. Нарышкин, ты же привился второй тоже уже. Да, да. Ну вот, я тут в связи с тем, что говорил еще предыдущий Сергей про природу, про то, что она все придумала, вспомнил почему-то слова Сергея Леонидовича Даренко. Он совсем чуть-чуть не дожил до начала коронавируса. Умер. Сердце его не выдержало. Вот, но он часто пускался в рассуждение о вирусах. У него была такая теория, что венец эволюции — это вирус. И то, что вирус вообще сам придумал человека как идеальное обиталище для себя самого. Поэтому вирусы сделали все для того, чтобы человек создал цивилизацию, которая распространилась на весь мир. И вот эти вирусы живут в людях. И в этот год я почему-то так часто вспоминал эти слова, потому что это каким-то ужасным образом похоже на правду, что действительно этот вирус оказался настолько гениальным. мы распространили с такой скоростью этот проклятый ковид, что просто какой-то кошмар. Ну, в общем, правда. Да, вот такое я вспомнил. Какие еще соображения, Нарышкин? Я хочу людей послушать. Леш, у меня в очередной раз как-то глючит телефон. Сегодня, слава богу. Вот смотри, ты можешь нажать на вот эту вот лапку, где циферка 2 сейчас? И добавить ли Данилев к нам. Будь добр, да. У меня почему-то как-то сбрасывается. Друзья, пожалуйста, да, действительно, руки поднимайте. Кто хочет объяснить, почему ковид-диссидентские различные теории, они сильны, высказывайтесь. У нас свободный доступ сюда, в президиум. Уведомительный порядок. Так, ну чего-чего? Да, я добавляю человека. Человек-то запорол, и ничего не добавляется, да? Либо не лев. Это комната проклятая, друзья. Бегите отсюда. Бадамшин уже все и так подпортил. Люди не добавляются. Я всех предупредил, да. Теперь все отназывают свои руки. Да, да, да. Ну? Алексей, как там возле, кстати, спецприемника-то закончилось? Все нормально у вас? Возле спецприемника все нормально. Не знаю, люди там остались ночевать. Так что я оттуда уехал, потом уже не выдержал. Не, ну на самом деле, хорошо бы услышать общественное мнение, насчет этих ковид-паспортов, потому что, в принципе, ну так-то здравая идея. Ну я по ковид-паспортам, я исключительно за, как человек, который дважды вакцинировался и все-таки чувствует себя в некоторой безопасности, в большей безопасности, чем до прививки. А я начал эту всю историю с вакцинации еще в декабре. Ну то есть вот одним из первых, когда у нас это, ну одним из первых из своих знакомых, когда у нас эта вот массовая вакцинация только началась. Ну и я, знаете, я понимаю, что если вдруг вот я захочу там в ближайшие месяцы куда-то поехать, вот в те страны, которые открыты, я бы не хотел сдавать какие-то вот анализы и подтверждать, что я не баран, да. Я не хочу где-то рисковать и садиться на карантин. То есть я, на самом деле, хочу некую, ну льготу, не льготу, но некий документ, который бы показывал всем, а не только мне и моей жене, что вот человек добропорядочный, он и маску носит, он и вакцинировался. Да, мы знаем эту историю, что ты, вакцинировавшись, все равно можешь на своих слизистых коронавирус носить, и ты можешь быть переносчиком. Но все равно, не знаю, мне кажется, надо как-то эту идею разрабатывать в России. Как-то, вы помните, она у нас вводилась же месяц назад, полтора месяца назад, у нас был даже в эфире, о, что же за регион-то, это Башкирия, по-моему, в Башкирии, да, у нас министр здравоохранения выступал. Они еще, причем, для тех, кто вакцинировался, они обещали им ковид-паспорта, и они обещали еще какие-то бонусы, скидки, чуть ли не в, не в куда-то там тренажерный зал и так далее, на Дальнем Востоке вводили ковидные паспорта. А потом как-то это все заглохло, кто-то там на высоком уровне ряхнул, то ли Матвиенко, то ли Мишустин. По факту ковид-паспорта уже как бы введены, то есть вот эти сертификаты прививочные, которые вам выдали, это уже такой документ, который, вот вопрос, будут они его использовать как ковид-паспорт или нет, это вопрос. А то, что они фактически, де-факто, уже документы выдают о прививках, вот это нужно ответить. И, кстати, обращаю внимание, что Алексей в меньшей степени думает о том, что заболеет или нет, а в большей степени переживает за документы. Это говорит о том, что все-таки прививка работает. Нет, ну это правда. Нет, слушайте, ну опять же, у меня просто по части соблюдения каких-то мер, вот этих санитарно-эпидемиологических, я практически ничего не ослабил. Как у меня до прививки маску носил, ну честно скажу, перчатки я очень редко носил по требованию, не знаю, много ли, правда, уносят людей перчатки. Маски ношу регулярно, метро, общественный транспорт, захожу в редакцию, в лифте обязательно. Слушайте, я вот в 5.30 всю неделю прихожу на утренние эфиры наши, готовиться пораньше. Я знаю, что я в лифте еду один, у меня все равно выработалось, я считаю, абсолютно правильно и здравая вот эта привычка катиться в маске. Кстати, по поводу прививки, работают или не работают, у меня жена болела, я был к этому моменту уже привит, к сожалению, врачи скорые, там несколько врачей, которые приходили. Кстати, самые такие оказались ковид-диссиденты в этом плане, именно такие антипрививочники, почему-то врачи. Они очень скептически слушали моего рассказа, что, мол, типа, вот, я тут с женой сижу, мол, типа, они думают, ну ладно, ты следующий заболеешь. Я говорю, ну, я же привит, они говорят, да, мол, типа, фигня все это, да. Так нет, я фактически ночую в красной зоне, сама ничего не случилось, не заболела, я здоров. Понятно. Давайте послушаем людей. Михаил, вам слово. Да, добрый день. Прежде всего, я хочу сказать, что я совсем не ковид-диссидент, а совершенно точно понимаю, что ковид, конечно, существует. Но при этом я ковид-выпрошатель, скажем так. И могу сказать, почему. Потому это совершенно точно есть причина этому. В ноябре этого года, в 20-х числах ноября, я точно не помню в каком, какое число, новостное агентство Блумерга, которому трудно не верить, потому что это, в общем, довольно серьезная и совсем не желтая пресса, на интернете опубликовал очень интересное сообщение в своем подкасте про ковид, что американский Красный Крест сделал тест на антитела в 7 тысячах пакетах донорской крови, которая была взята в Соединенных Штатах. Они взяли выборочно по разным совершенно штатам, и Восток, и Юг, и Запад был представлен Америке. Вот 7 тысяч проб донорской крови были протестированы на антитела ковидные. Соответственно, эта кровь была взята в декабре 2019 года, до того, как в Ухане началась эпидемия. Из 7 тысяч проб, 106 проб показали антитела на ковид. Это более 1%. Из этого можно сделать вывод, что человек, который сдает донорскую кровь, он проверяется на здоровье. Значит, он абсолютно здоров. Значит, он переболел ковидом в ноябре. Значит, он заразиться мог в октябре. Если не раньше. И вот этот вот факт, он есть факт. Причем, Блумбергское агентство дало точный адрес лаборатории, которая это сделала, и данного PDF-ный файл, по-моему, 24 или 26 страниц PDF-а, заключение лаборатории Гарвардского университета. Поймите правильно, Красный Крест, Гарвард и Блумберг не играют с желтыми делами. Михаил, простите, ради бога, что вас перебиваю. Ну, а что это нам дает? Это опровергает всю концепцию появления ковида. И тот ажиотаж, который до сих пор, вот, например, недавно сообщается, что ВОЗ послал свою делегацию в Ухань, чтобы узнать правду о ковиде, вот я больше в это не верю. Я не верю в то, когда ковид появился, как он распространился. И всю историю вот эту медийную про ковид, это, извините меня, называется булшит. А здоровье, смерть, это вопрос второй. Но вот в медиа истории про ковид я как бы не верю. Я являюсь абсолютным диссидентом в отношении того, что нам рассказывает наш пресс. Ну, то есть, вот, например, мы нашли правильно человека, который полагает... Вы, Михаил, полагаете, что все-таки это оружие, причем американское, если я правильно... Значит, я не полагаю, что это оружие, я не полагаю, что это американское. Я оперирую только фактом, который опубликован уважаемым мной новостным агентством. Ну, а вы-то какие выводы сделали для себя? Я сделал вывод, что все остальные новости, которые по этому поводу публикуются, находятся под очень большим упростительным знаком. Ну, мне, кстати, понравилось... Я сказал, что я не десятилетия, а вопрошающий. А мне очень понравилась эта формулировка, я никогда раньше не слышал, ковид-вопрошающий. Потому что, ну, на самом деле, разумеется, за время ковида появляется масса вопросов. И, например, у меня нет ответа на следующее утверждение. Да, вы наверняка тоже с ними все сталкивались. Наши здесь различные комментаторы, публицисты говорят, ну, коронавирус в России, он пришел давно, он пришел еще в 2019 году. Ну, вспомните, когда-то там в октябре и ноябре по российским регионам прошла волна пневмоний. И это действительно как бы подтверждается новостями. И, насколько я понимаю, это была история беспрецедентная. Вот тоже вопрос. Но при этом, блин... Ну, опять же, нет никаких подтверждений. Наоборот, есть заверения врачей, специалистов, что нельзя просто так вот ковид было синтезировать или взять из тех же пещер, где всякие летучие мыши, и превратить это в биологическое оружие, которое потом внезапно утекло. Но вопросы, конечно, есть. И вопросы надо задавать, получать на них ответы. Ну, вообще, есть такое желание внутреннее, есть, согласись, хочется найти того, кто виноват. Вот того, кто это все языковое... И что ты с ним хочешь сделать? Не знаю. Ну, санкции какие-нибудь, понимаешь, применить. Ну, я не знаю. Зачетвертовать, наверное, да, ты хочешь? Ну, вот, хочется, но это же такое человеческое, нечеловеческое даже, абсолютно вот такое животное желание. Мне не хочется, извини. Не хочется найти виноватого, и понимаешь, и как-то, ну, что-то поставить, какую-то точку. Ну, хотя бы сказать, это он виноват, я не знаю. Но это, мне кажется, естественное желание. Да, ну ладно, слушай. Ну, а что, ну, ты найдешь такого человека. Представь, у тебя есть фамилия этого человека, с которого все началось, он там какую-нибудь пробирку разлил. Я тебе, я скажу тебе совсем грубо. Например, мы выясняем, что виноват Китай, потому что они ввели какие-то разработки. Это первый вариант. Второй. Они не уследили за тем, что жрут их, значит, там крестьяне на этих бесконечных непонятных рынках с летучими мышами и прочими зверями. И вот ввиду того, что, значит, медицина у вас никудышная, науку у вас туда-сюда, и вы все это не углядели, и по вашей вине распространилось. Поэтому будьте, нате, вот, пожалуйста, вам санкции. В следующий раз будете думать. Может, больше внимания уделите этим самым рынкам. Ну, хотя бы так. Хотя бы так. Если действительно они виноваты в этом. Ну, какое-то должно же быть воздействие. А не просто так. Тут у нас вот ситуация, как бы, мы тут поболели, но умерло миллион-другой. Ну, будем ждать следующую такую фигню. Так, что ли? Не знаю, не знаю. Слава, добрый вам вечер. Да, добрый вечер. Я тихо мигаю микрофоном, как раз слушая ваш диалог. А не кажется ли вам, что это не сколько поиск виноватого, сколько попытка попасть в мир, который действует по определенным правилам? Очень тяжело жить в мире, где буквально кому угодно на голову может упасть кирпич просто так. То есть это просто поиск некого порядка. Знать, что произошло. Знать, как произошло. А, то есть... Это чистая история простоного успокаивания. То есть год мы не понимаем, за что нам послал коронавирус, а как только мы получим какой-то конкретного человека, он нам будет назван, как Леша говорит, сразу станет легче. Ну, психологически, не кажется, да. Ну, не знаю, на что, а любви ты все равно не вернешь. Это ничего не изменит, по большому счету. Ну да. Это вообще ничего не меняет. Но мне кажется, что очень многим людям психологически легче, там, извините, не мне, да, но очень многим, когда и мир описан некими правилами. Когда понятно причина и следствие, очень тяжело жить в мире, где ты видишь только следствие, но совершенно ничего не понимаешь про причину. Это просто повышает уровень тревожности. И вот этот бессмысленный, на мой взгляд, поиск нулевого пациента, ну, уже поздно, уже какая разница, давайте разбираться с последствиями, дальше видно будет. Этот поиск, он в основном не про историю, нам нужно найти нулевого пациента для того, чтобы предотвратить эти истории в будущем, да их нельзя предотвратить, коммун. Ну, это в основном только для того, чтобы снять внутреннюю тревожность, вот и все. Да, спасибо. Потом за этот год мы слышали кучу разных мнений специалистов, и немалые из них говорили, что это на самом деле вот такая разминочка только, то, что есть с коронавирусом. Потому что ситуация такая в мире сейчас, что любая другая следующая эпидемия может быть гораздо сильнее, страшнее. И которая, например, представьте себе, вот будет просто затрагивать детей в первую очередь, или наравне со взрослыми. И тогда ситуация будет совсем другая, и хотя бы только поэтому хочется разобраться вообще, что это было. И как бы, как бы этого по возможности предотвратить, вот чтобы не было еще такого, возможно, расследование, да, такое расследование по любому пациенту действительно, и первоначального источника, ну, для этого необходим. Мне кажется, на самом деле немножко нет. Я не знаю, произносили ли сегодня в чате слово супербактерии, например. Но вдруг внезапная концентрация на том, что все обнаружили, что у нас есть коронавирусы, они существуют. И вот эта концентрация на вирусах, она, конечно, прекрасная, ну, потому что вирус — это буквально то, что пугает нас сейчас, сегодня. Но на самом деле, ну, так если уже давайте играть в страшилки, можно переживать о том, что выращены штаммы, штаммы бактерий, которых не берет практически ни один антибиотик. Тем более уже некоторых не берут антибиотики резервом. И это означает, что если так пойдет дальше, лет через 30, мы вернемся в эпоху до изобретения антибиотиков, ну, просто потому что вырастили на свою голову. — Да, спасибо, Слав. А у меня просьба. Если у нас среди слушателей есть психологи, может быть, психотерапевты или психиатры, как, например, вот Дмитрий Головков, я его приглашал выступить, но он пока воздерживается. Расскажите, можно ли как-то ковид-диссидентство осмыслить с точки зрения как раз вашей науки? Поднимайте руки. Вот, вот и Дмитрий. Да, Дмитрий, спасибо, что присоединились. — Дмитрий, говорите, пожалуйста. Да, 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 вы уже в президиуме оказались. Дмитрий. Хорошо, будем считать, что Дмитрий взял паузу на раздумья. Руки тяните пока что. Это очень все хорошо. Давайте послушаем Илью. Илья. Всем добрый вечер. Добрый вечер. Я хотел сказать на тему ковида. Я работаю в сфере медицины и занимался поставками аппаратов ИВЛ в течение прошлого года. Я общался с разными людьми. Специалисты говорят примерно следующее, что ковид теперь будет как грипп, условно говоря, весной и осенью. Ну, говорили много, да, правда, про это. Да, и, скорее всего, вот эти прививки, они войдут, ну, как от гриппа вакцинируются, примерно то же самое будет от ковида. Но вопрос не в этом. Больше всего интересно, да, вот про ковид, про прививки и про возможные, да, какие-то длительные последствия после самого ковида и прививок. Вот. Это, на самом деле, не изучены ни темы. В процессе, там, двух, трех, пяти лет будут какие-то, ну, объективные понимания во всем этом. Слушайте, ну, а вы общаетесь с врачами. Действительно, среди них есть те, кто, помимо того, что они увлечены и поглощены работой, они готовы порассуждать на тему, насколько эта история искусственная, рукотворная, насколько она природная? Я, честно говоря, не спрашивал врачей на эту тему, но хороший вопрос, я обязательно спрошу. Вот. А по поводу рукотворной или нерукотворной, да, тут, наверное, это не очень важно. На самом деле, нужно смотреть на то, что есть сейчас и как все это будет развиваться в дальнейшем. Вот. Взять маски, да. Вот. Я вас слушал, вы сказали о том, что когда идете на работу, у вас уже выработался рефлекс, условно говоря, надевать маску, заходя в общественные места, в лифт и так далее. Вот. Это все будет много. Идет, ну, в этом направлении. Что будет дальше, как бы, ну, посмотрим. Время покажет. Да, спасибо, Илья. Баблоэм, привет. Раду тебя видеть. Привет. Привет. Я увидела, привет. Я увидела тему вашей дискуссии. Я подумала, что такие еще остались. Мы сделали тебя модератором, чтобы у тебя возникли обязательства перед нами, чтобы ты сидела. Черт побери. Да, ну, блин, извини. Все, сиди теперь хотя бы до полуночи. Я не гиктов сейчас. Я абсолютно, да, да. Если он хочет видеть в комнату, он делает себя модератором. А тассины не родятся апельсинами, кажется, вот это вот. Туда же примерно. Так что, здесь есть ковид-диссиденты? Ну, здесь, как у нас был Михаил, да, сочинник. Ковид-вопрошающий. Ковид-вопрошающий. Ирина Баблояна, а ты что думаешь? Ну, мы все вопрошающие, мне кажется. На самом деле, это такое. Слушайте, я извините, что сейчас вернусь к Армении своей, любимой, в которой я только что была. Спасибо большое, Ирина Баблоян. Ну, подожди, там у них вообще никто не носит, вообще никто не носит маски, вообще. А что у них по цифрам? Я не знаю, что у них по цифрам, но когда я разговаривала с вице-спикером парламента и спросила у него, как это вообще возможно, ощущение, что в Армении нет ковида, он сказал, у нас его и нет. Я говорю, в смысле у вас его и нет? Он говорит, у нас все переболели. В смысле? Ну, как это? Ну, есть смертность. Я тебе говорю, ну, это какое-то безумие абсолютно. Я не понимаю, как там вообще никто не носит маски. Я, наверное... Нет, ну, может, это какой-то, не знаю, может быть, это генетические какие-то возможности организма. Особенно если тогда не должно было бы это случиться, но я-то ее ношу, понимаешь, но... Я ношу маску и боюсь заболеть ковидом, и не хочу заболеть ковидом. Ты носишь этот намордник, потому что ты боишься Собянина. Так я тебе скажу. Безумно боюсь Собянина. Чем он меня покарает? Скажи мне, он нас уже покарал, как только мог. Да уж. Так, хорошо. Давайте... Раз, если я монератор, может быть, мы попросим людей, которые действительно ковид-диссиденты, может, они поднимут... Скажут нам свою волшебную точку зрения. Я не издеваю сейчас. Давайте, поднимайте руки, мы хотим внимательно на вас посмотреть, друзья. Так, а пока вы с мыслями собираетесь... Франсуаза, Франсуаза. Добрый вечер. Да, добрый день. Добрый вечер, Франсуаза. Я не ковид-диссидент, и хочу чуть-чуть рассказать, как путешествовать сейчас по разным странам. Вот я с сентября нахожусь... С сентября я поехала в Турцию, потом в Стамбул, потом в Арабские Эмираты, Дубай, и сейчас я нахожусь в Греции. И вот в этих трех странах, в отличие от Москвы, что я заметила, что, во-первых, все носят маски практически поголовно, практически нет людей на улице без масок. Уезжая в Дубай, обязательно сдавали за два дня тест, и в аэропорту по прибытию в Дубай также сдаешь тест на ковид. То же самое по приезду в Грецию. Обязательно за два дня до вылета сдаешь на ковид, и по прибытию в Греции также сдаешь тест на ковид. В Греции локдаун, в Дубае, в принципе, не было локдауна, но потом они начали вводить ограничения. По моему общению на Фейсбуке и на других социальных сетях, в России очень много ковид-диссидентов. Я не знаю, может, мне так не повезло, но вот это отношение, что маски — это намордники, что ковид — это, не знаю, там, Белгейс, чипирование, что угодно, вот я очень сталкиваюсь с таким мнением именно у россиян. Вот с чем это связано, я, к сожалению, не могу предположить. Это желание попротестовать вот хотя бы в этом, хотя бы в этом, простите, поднасрать правительству и государству. Мы здесь сейчас маску не наденем. Можно, можно, давайте просто. Здесь вот мы не привьемся. Можно, да, я еще. И таким образом... Да, просто Голубев, просто Голубев не воспитан, он всегда так всех прерывает, поэтому, да. Я просто хотела добавить, что, например, несмотря на полный локдаун в Греции, здесь проходят митинги. Вот буквально позавчера я шла в магазин, и митинговали студенты, и митинговала, стояла в другой улице колонна. Их не задерживают, их не пакуют, то есть у них есть какое-то право митинговать, несмотря на общий локдаун. Поэтому сказать, что это, знаете, их противовес прям, да, правительству в России, я, наверное, ну, я не знаю, это хорошее мнение, ну, мне тяжело как бы даже понять, действительно так это или нет. Я хотела единственное добавить, Франсуаза, я была в Стамбуле тоже в сентябре, но там очень строго, там полиция ходит по улицам, и они подходят к тебе и говорят, если вы без маски, они прям подходят и говорят, наденьте маску или штраф, наденьте маску или штраф. И в отеле, как только я заходила в отель, они тут же давали тебе маску в руки, вот лишь бы соблюдать все правила. И, честно говоря, мне... Они не подходили, но я подтверждаю, что так и есть. Я не думаю, что в России больше ковид-диссидентов, чем где бы то ни было. У тебя в Штатах, в Европе, огромные движения ковид-диссидентов. Про Штаты я вам могу сказать. Вот я была в декабре в трех Штатах, и в трех Штатах все по-разному, очень. Если в Нью-Йорке люди строго соблюдают, но там, в принципе, очень мало людей сейчас. В Бостоне соблюдают все настолько строго, что я была удивлена, там, извиняюсь, даже бездомные в масках были. А во Флориде там вообще всем плевать было. Там вот эти вот американские знаменитые кафе, где ты сидишь плечом к плечу друг к другу, и сидит толпа, и не знаю, сколько там человек, 80, наверное, на открытой веранде, и все сидят без масок. Ну, ладно, сидят без масок, но они ходят все без масок. Там вообще, конечно, полная вакханалья происходит. Хотите я вам расскажу про Англию? Простите, я не ошибаюсь. Давайте, Илья, да. Здравствуйте. Здравствуйте. Тут, на самом деле, очень интересная штука, потому что Англия, Гриха Британия, это очень-очень сословная страна, как многие знают. И вот у меня удивительный опыт. Мы переехали из Лондона в Кент, в течение локдауна. И я вам хочу сказать, что отношение к ношению масок, вообще к изоляции, к дистанции абсолютно разное. И так получилось, что мне приходится пока еще ездить к врачу обратно в Лондон, и я могу просто сравнивать, как оно есть. И здесь это абсолютно четко сословная вещь. То есть я переехала из плохого района Лондона, плохого в кавычках, понятно, но это бедный район Лондона. И там я сейчас возвращалась, там, в общем-то, вообще никто не носит масок, и к тебе в супермаркете могут подойти очень близко. Это очень неприятно. При этом графство Кент, в которое мы переехали, оно считается довольно престижным, несмотря на то, что это не самое престижное место. И здесь, в общем-то, могут и побить. Да ладно, в смысле? Да, 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 это правда. Да. Да, то есть вот, ну не то, чтобы прям сразу в лицо, но фраза «does it look like too nearer to you» это абсолютно стандартная фраза. То есть здесь действительно люди очень сильно изолированы, очень сильно беспокоятся. То есть, в принципе, это очень интересная штука, потому что по моим наблюдениям, я прекрасно понимаю, что я сейчас обобщаю, и вообще это все звучит очень с намиски. Но ковид-диссиденты это обычно сторонники теории заговора, а сторонники теории заговора обычно принадлежат не очень образованным в социальном теле. Да. Будем говорить прямо, да. Да. И на самом деле, дико интересно, почему так происходит. Нет, до сих пор кажется, что это много происходит, потому что отсутствие знаний заставляет людей искать какие-то варианты, при которых они хоть как-то могут понимать окружающий мир и хоть как-то могут его контролировать. Ну или точнее думают, что они его контролируют. Поэтому теория заговора классная штука, когда ты не понимаешь вообще, как все это работает. Почему внезапно, я не знаю, на фондовом рынке, да, обвалился курс любой валюты. Садятся образованные люди и говорят, ну, слушайте, у нас здесь есть риски, у нас здесь есть политическая нестабильность, поэтому сторонники теории заговора, которые потеряли очень много денег, потому что Билл Гейтс хотел, чтобы потеряли деньги. Юля, а можно вопрос? Я просто сама была в Лондоне в ноябре, и тогда там был, ну, там были открыты рестораны, но полиция разгоняла всех на улице в 9 вечера, если я не ошибаюсь, в 8 или в 9, в 9, по-моему. А у меня семья живет в Шотландии, когда я приехала в Шотландию, в Шотландии все суперстрого, и они очень злились из-за того, что люди приезжают к ним из Лондона и привозят всю заразу, потому что у них сначала была теория, что все из Глазго привезли, потому что все заболевшие были только в Глазго, а потом вот, что такие безответственные как раз-таки лондонцы. Есть ли какое-то вот, я не знаю, понимание, действительно, Шотландия как-то больше, не знаю, цивилизованно к этому относилась? Нет, тут на самом деле очень интересная штука, потому что офигенный вопрос. Я могу ошибаться еще раз, да я в Великобритании всего лишь с января 2016 года, поэтому все мои утверждения на тему местной культуры нужно делить на 10, потому что нужно еще примерно лет 10, чтобы я поняла примерно, как это работает. Но общее ощущение следующее. Во-первых, Британия очень сильно отличается от других стран тем, что здесь есть лондон-центризм, примерно как в России. То есть Лондон это действительно место, где много денег, очень высокие зарплаты по сравнению с остальным островом, и лондонов не любят. Поэтому многое, что идет из Лондона, вызывает раздражение в глубинке. Агрессия сразу. Да, то есть это вот замкад, то есть мкад и замкаде в чистом виде. Плюс к этому есть постоянные терки между Шотландией и Англией. Никуда они не тянутся, они никогда никуда не тянутся, потому что вообще на самом деле я не знаю даже как себе это представить. Представьте себе, что в России существует как минимум четыре этноса, каждый из которых считает себя главным. Я знаю, что в России гораздо больше этносов, но при этом русские, как бы мы их не проверяли, считаются господствующим антасом. А в Британии существует как минимум четыре государства. Они разные. Они говорят на разных языках. Они абсолютно не хотят друг с другом дружить. Больше того, часть из них вообще собственно считает другое это своим врагом. Это дико интересно, потому что один из споров в своей дискуссии, которую я имела, меня спрашивали, Юль, а у вас Россия такая большая, а вот Британия у вас такая маленькая. А как же вы друг друга понимаете? И мне потребовалось некоторое время, чтобы понять, что они имеют в виду акценты. И выражение скучаю за тобой. Да, да, да. То есть я действительно плохо понимаю шотландцев. Ну, такая беда. Мы, в принципе, с шотландцами говорим на разных языках. И британцы абсолютно логично экстраполируют, считают, что у нас на Дальнем Востоке и в Москве говорят на совсем разных языках, потому что если умножить расстояние, то получается, что, в принципе, все, что у нас остается, это примерно письменный язык. В Довобритании это разные этносы, разные люди, разные языки, разные культуры. И понятно, что все сго идет из столицы, а если не из столицы, то и из столицы одного из каунтес. И это ужасно интересно. так, так, возвращаясь к ковид-диссидентству, друзья, у нас прибавилось ковид-диссидентов. Татьяна, может быть, Татьяна, может быть, ковид-диссидент, давайте дадим вам слово. ковид-диссиденту, я не ковид-диссидент, но я очень сомневающийся человек. Здравствуйте. Я не ковид-диссидент, но дело в том, что я немножко сомневающийся, скорее, человек в замешательстве, поскольку у меня был рак и рак иммунной системы, и поэтому мне интересно, я почему-то думала, что я буду в первых редакции страдавших, но прошло уже сколько времени, я несколько раз сдавала тест, несколько раз сдавала тестов на антитела. Вот, сейчас я живу в Нью-Йорке, я ездила, успела уже поездить по штатам, занималась походным туризмом, я успела съездить на день рождения родителей, навещала семью в Москве, я из Москвы родом, и все это время у меня отрицательные антитела, все это время я, естественно, соблюдаю меры предосторожности, но тем не менее я в каком-то таком замешательстве, что меня эта болезнь не догнала, при том, что, еще повторюсь, у меня был рак иммунной системы, и мне казалось, что это дико страшно, и теперь я в замешательстве, делать ли мне например, прививку или не делать, и даже врачи, профессионалы, с которыми я общаюсь, гематологи, говорят, что у них нет на это назначенного ответа, я вот прошла четыре гематолога, два в Нью-Йорке, где я живу, и два в Москве, и мнения разделились пополам, даже у врачей, относительно моей ситуации, поэтому я такой человек, мне кажется, в очень странной серой зоне. Подождите, Татьяна, у вас получается вопрос, связанный с тем, что, в принципе, вы были в группе риска, но вас за год так и не пробрало, и теперь вы сомневаетесь в том, что он вообще есть. Я не сомневаюсь, но меня как-то очень обуревают какие-то, так скажем, тревожные мысли о том, ну, как, в какую себя отнести зону, можно ли мне делать какие-то прививки, как себя защитить, и столь ли ты мне уже себя защищать, или, может быть, я переболела и даже не заметила, и теперь вообще неизвестно, что со мной будет, то есть у меня какое-то такое очень странное побежное состояние. Тут скорее как это был ковид вопрошающий, а тут ковид, наверное, защищенный богом ковидом каким-то, прям даже удивительная история. Скажите, пожалуйста, Татьяна, а врачи в Москве и в Нью-Йорке сказали, что их всего четыре, а как разделились голоса вот по странам и, соответственно, что говорят в Нью-Йорке, что говорят в Москве? Самое забавное, что разделилось ровно поровну. И именно поровну один из гематологов, в которых я была в Нью-Йорке, и это была обычная такая городская поликлиника, ну, точнее, здесь нет поликлиники, это госпиталь был, обычный городской бесплатный госпиталь, там мне сказали, что повременить с вакциной, несмотря на то, что казалось бы, что я в зоне риска. А платный гематолог сказал, что да, окей, делай. когда я навещала родителей, я была у онколога, он не совсем по специальности, потому что у меня все-таки кровь и лимфоузлы задействованы были. Один онколог мне сказал, что нет, ни в коем случае, потому что мы не знаем, как ваша именно система среагирует после лечения. Недавно была, ну, сравнительно недавно была химиотерапия, и поэтому все в таком подвешенном состоянии. А второй гематолог мне в Москве также сказал платный, что, в принципе, надо всем делать, он пропагандирует это. Вот раздел, мы нащупали раздел на самом деле, то есть платный за то, чтобы делать прививку, а бесплатный противник. Да, 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 это удивительно. Вот видите, то есть мы как бы можем определиться в этой ситуации. И вот почему такое разделение происходит, не совсем понимаю, потому что в Москве, насколько я знаю, бесплатно делаются прививки, и в Нью-Йорке в том числе бесплатно можно записаться и простоять в электронную очередь и получить бесплатно. Ну, в Москве и в других российских городах делают бесплатно, причем я слышал, что у нас есть тот же самый спутник, который в частных клиниках колет платно, и где-то я читал, что, в общем, эта история пользуется спросом даже. А поясним, кстати, Алексей, там не берут деньги за саму прививку, там берут деньги за консультацию терапевта и за введение препарата. за саму предку не берут. И здесь очень интересная история. Платные клиники, они сейчас включены к вот этому иомигацию. И у нас целая толпа людей, которые участвовали в исследовании, и они так называемые плацебники. Да, им же нельзя в течение полугода еще делать повиваться. И, соответственно, когда плацебникам брали вот эти согласия на участие, в исследовании сказали, вот, ну, соответственно, полгода действительно оплопированы. А когда они стали уже, ну, соответственно, все, кто шел на это исследование, на риск, каждый со своей идеей, да, в том числе для того, чтобы скорее в гражданский оборот запустить эту вакцину. Когда запустили в гражданский оборот вакцину, люди пошли сдавать свои анализы, есть антитела или нет, получается, что антитела нет и хотят защитить себя. И у них есть право абсолютно выйти из этого исследования. И когда люди выходили из этого исследования, говорят, нет, вы считаетесь не потому, когда вам ввели первый препарат, а потому, когда последним ввели этот препарат. И сидите ровно, опять же. Это же кошмар. Единственное, что можно было сделать в этой ситуации, в платную клинику пойти. Пойти в платную клинику. Свет Рейх об этом как раз очень подробно написал. Так, Алексей, вот вы, насколько я понимаю, психолог, да? Добрый вечер. Да, Алексей, здравствуйте. Я хотел бы начать с того, что я никогда не был диссидентом. Вот становлюсь потихоньку. Сейчас я объясню, почему. Потому что все врачи, которые... В голубях мы дождались этого человека. Алексей, пожалуйста. Да, да. Да, вот все врачи, которых я встречаю, меня отговаривают. Причем, все началось в сентябре, когда я пошел участвовать в исследовании. То есть, вообще, я был самый первый доброволец, мне 48 лет. Я тоже устал бояться, да, и пошел делать. Там взяли ПЦР вначале. Причем, первый врач, который мне сказал, это врач, который брал ПЦР, говорит, типа, «А зачем тебе надо это все?» Я говорю, «Ну как? Ну вот, вот надо». Сдал ПЦР, а тогда еще было, через три дня приходишь уже на прививку, у меня антитела нашли. То есть, я скрытно переболел, вот, сам того не знаю, ничего не почувствовал, и, как бы, такие вот тестовые прививки мне делать не стали. И вот с тех пор я был в неком замешательстве, да, что вообще делать, не делать, антитела, не антитела. И вот, как раз, когда началась всеобщая вакцинация, пошел, ну, тоже решил делать. И вот я вам скажу, ну да, я психолог, да, и, в общем, у меня много врачей в окружении, причем, начиная вот, так сказать, именно и от пироговки до коммерческих клиний, от уролога, до стоматолога, и вы знаете, вот там больше десяти уже было. Вот ни один врач мне все сказал, слушай, ну не надо пока, не надо, подожди, не надо пока, врачи не прививали, не надо пока, не надо. И вот, честно скажу, я уже, я не в ковиде, сомневаюсь, конечно, а вот вакцинацию. Победно нам, привитым, это слышать. Вот, это правда, я серьезно, хотя я подчеркну, я был просто первым, который пошел вот на себе все пробовать. И это действительно факт, и я поспрашивал у людей, вы знаете, вот какая-то такая вот нездоровая волна, причем именно от профессионалов, с чем связано, вот сложно сказать. Все, врачи, приезжающие на скорой, мы точно так же относились, когда мне к привиту, может быть, типа слышно, и было типа оттойненько. Я поэтому соглашусь, да, какая-то фигня. А по поводу психологии, да, это, ну как это называется, механизм психологической защиты, ну там можно посмотреть в интернете, один из моих любимых, да, там да, типа да, это есть, но, знаете, есть нюанс, там, туда-сюда, и я думаю, что так или иначе, причем, тоже вот про Азию уже говорили, мы как раз год назад, 3 марта, прилетели из Вьетнама, и там, вы знаете, тут только сыснули, зеленую ракету дали, сразу все маски надели. Ну, народ привычный, постоянно летом, а на нас постоянно растут. как психология. Ну да, люди просто, не в трейс, люди просто более расслаблены. У нас же, мне кажется, вот эта вот защита, что, нет, я лучше знаю, нет, я в интернете посмотрел, вот, но это оттуда. А так, вот рассадники, на самом деле, антипрививочники, самое главное, мне кажется, это врачи, здесь вот с вашим коллегой Красовским согласен полностью. А как вы думаете насчет вот этих будущих сертификатов или там как-то паспорта, они появятся, не появятся, как вообще с этим дело будет обстоять? Можно я отвечу на этот вопрос? Да, да, я, пожалуйста. Давайте. Я общался на эту тему со знакомыми, которые живут в Израиле, им ставят Pfizer, и после того, как их привьют, на так же вакцинация происходит два этапа. Им выдают COVID-паспорта, которые действительно в течение шести месяцев. Вот. В России также, ну, кто делал прививку, должен знать, что выдают сертификаты, так называемые, COVID, там, где отмечается первый этап прививки и второй. Вот. Что именно мне непонятно на данный момент, будут ли наши сертификаты и вообще, как это будет все взаимодействовать между странами. До этого говорили по поводу локдаунов и так далее. Но, опять же, это мое остаточное суждение, что в следующем году у кого, скорее всего, не будет этих прививок, им могут запретить передвигаться между странами, там, ну, как минимум. А может я скажу секунду? Да, пожалуйста. Я прошу прощения. На самом деле, очень интересная штука, потому что два момента, один связан с, по моей точки зрения, разумными сомнениями, а другой с сертификатами. На самом деле, вот я, живя в Англии, абсолютно не понимаю, действительно не понимаю, как так получается, что у нас прививки даются по очереди, и моя очередь дойдет, ну, где-то в осени, в лучшем случае. И при этом в России эти прививки просто вот из серии «ребята, делайте». То есть, я примерно понимаю технологию, я примерно понимаю, как это произошло, но это ужасно звучит с точки зрения теории заговора, потому что это абсолютно нелогично. и я прекрасно понимаю, как так получилось, я прекрасно понимаю, что в России на самом деле прививки доступны, по сути, в основных городах, а в регионах ситуация «эсхизма франч» очень хреновая, а здесь у нас действительно в Лондоне и в других городах она примерно одинаковая. И плюс к этому с сертификатами я сегодня как раз ехала в больницу по другому поводу и слушала беседу и говорили о том, что Кипр вроде как открывает для британцев въезд, если у них будет сертификат, и при этом этого сертификата сфинтоктизированного нет. И это абсолютно естественно. «Прошу прощения, производство, и у нас есть для всех. При этом темпы для вакцинации очень разные, и в России они очень плохие». так подождите, а какой вывод по-вашему? То есть Россия спутника сделала все-таки хорошей, и может быть он бы начал спасать Европу сейчас, но почему-то по какой-то причине, которую мы не знаем, европейцы не хотят убрать за исключением двух стран. Я уже заявил о том, что они хотят. Венгрия, по-моему, еще кто-то. Я слышал в Сербии, по-моему, и Чехии. А, в Сербии и в Венгрии, по-моему. В Венгрии хочет. Да, да. Ну, партии какие-то опытные. Нет, слушайте, тут смешная история по-моему, вопрос репутации. Я хотел добавить... Илья, прошу прощения, к вопросу репутации мы всю неделю и в утреннем эфире, и не только говорили с коллегами, с нашими гостями про санкции. На самом деле, да, вот вводят санкции против чиновников различных наших высокопоставленных. Вводят, может быть, против нескольких мероприятий. И не первый год я слышу упреки и сам иногда негодую. А какого черта вы эти санкции вводите? Где, блин, результат? Ну, вот, мне кажется, один из результатов это репутация пострадавшей России. После того, как ты травишь Алексея Навального, ты же этими руками, этим же ртом говоришь, а не хотите ли уколоться нашей вакциной? Нет, нет, спасибо, мы лучше что-то никому не мешает пользоваться примерно всем в этой жизни, что произведено в Китае, несмотря на все их репрессии, ужасы, кошмары и так далее, и так далее. Это какие-то вообще несвязанные вещи. Вы травите Навального, значит, мы не будем прививаться вашей вакциной. Это очень связанные вещи. Это очень связанные вещи. Мне тоже нет доверия. Слушайте, когда нет доверия, понятно, что к вакцине нет доверия. Умеется, потому что мы говорим о репутации, не смысле страны как таковой, мы говорим скорее о том, как работают институты, как работают функции. И одна из величайших проблем с моей точки зрения, то, что большинство людей прекрасно понимают, что, как бы сказать, система не работает как совокупность ее частей. То есть так не бывает, чтобы система прогнила, а части ее работают хорошо. У нас все отлично с, я не знаю, условно, с производством вакцин, а и при этом наша судебная система не работает вообще никак. И это, на самом деле, страшная штука, потому что, на самом деле, проблема в том, что все гниет примерно одинаково. То есть коррупция удивительная вещь, которая действительно крат. Вот кто-нибудь меня поправит, может быть, в советское время, по-моему, у нас изобрели вакцину от полиомелита, его успешно покупали у Советского Союза, многие страны, хотя Советский Союз, это было государство по-тотаритарнее, как бы, страшнее, чем нынешняя РФ. С репликой хочет выступить Илья, пожалуйста. Да, спасибо. Хотел добавить по поводу вакцины, вот ранее говорили о том, что врачи отговаривали от того, чтобы, ну, многие, точнее, врачи, знакомые с им говорили, что не стоит прививаться на данный момент. Это было примерно в конце того года. Вот у меня летом мой, теперь же, как мне кажется, хороший знакомый, как раз летом со ссылками своих товарищей, знакомых с ситуацией, говорил, что прививаться не надо. А я был прямо как-то летом в конце, хотя у нас была статистика очень-очень даже ничего, я как-то летом особенно был мотивирован. Потом мне уже он перезвонил в, получается, в конце ноября, что ли, да, в конце ноября и сказал, все, вот теперь можно, теперь она на самом деле нормальная. А тогда летом я спрашивал, надо ли мне пойти на вот эти вот испытания. Он мне говорил, что, во-первых, есть риск нарваться на плацебо и потом ждать вот эти вот полгода, то, о чем Сергей Бадамшин говорил. И были, скажем так, сомнения относительно вакцины. Потом, когда сомнения устранились к декабрю окончательно, тогда вот он мне сказал и мы с ним отправились. У нас тут есть врач Елена, детский аллерголог. Давайте я... Да, да, вот как раз Елена. Здравствуйте. Спасибо большое. Очень интересная комната. Я детский аллерголог из Эстонии. Я хотела несколько моментов прокомментировать, наверное. Во-первых, то, что касается вот вакцинационных сертификатов или паспортов, да, то есть, ну, пока мы не можем рассчитывать, что все страны придут очень быстро к какому-то единогласному решению и пока принимаются такие решения на уровне государства, в Эстонии, например, разрешили по возвращению тем, кто вакцинирован двумя дозами вакцины и тем, кто переболел последние полгода, разрешили по возвращению не сидеть в карантине. И для меня, например, это было огромное преимущество вакцинирования, то есть, несмотря на то, что я переболела... Не надо сдавать по прилету все равно. Нет, не надо сдавать ни теста, то есть, для того, чтобы не улететь из Эстонии, допустим, да, я принимаю, ну, я как бы выполняю рекомендации других стран. И я должна, вот я в Испанию летала неделю назад, я должна была сдавать тест, вне зависимости от того, что я переболела или провакцинирована. Но возвращаясь домой, имея вакцинационный паспорт, у нас это такой же вакцинационный паспорт обыкновенный, как дают всем деткам, которые проходят вакцинацию, то есть, мне было достаточно на паспортном контроле просто показать этот паспорт, я не заполняла никаких деклараций, не сдавала тест и не сижу в карантине. То есть, вот это введено на уровне страны, то есть, ну, пока, несмотря на то, что у нас ситуация с ковидом за последние недели очень усугубилась. Елена, а про ковид вы вообще что думаете? Насколько он все-таки благотворный? Но, понимаете, я честно говорю, я не думаю, понимаете, когда вы работаете в медицине, когда вы сталкиваетесь с такими, но более насущими проблемами, такие, как некуда, в общем-то, пациентов в ближайшие дни скорее всего будет класть и будет вводиться система жесткого триагра, то есть, если вы понимаете, что будут класть пациентов... А у вас в этом не тоже так было, да? У нас так нет, у нас так не было еще, но у нас мы очень к этому близки, и об этом медики говорят, да, что в какой-то момент, ну, то, что на самом деле самое страшное в ковиде, да, это же не то, что там переболеет Петя или Вася, это то, что в какой-то момент мы должны будем выбирать, кого мы возьмем в больницу. Да, конечно, это вот это, вот мы, мне кажется, мы хорошо помним из итальянских событий, как раз там в апреле. То есть, вот это действительно, и мы, в общем-то, на пороге этого, по-моему, сейчас, потому что места полные. Вторая проблема, актуальная, это то, что закрывается для того, чтобы открыть дополнительное ковидное отделение, закрывается плановое отделение, и люди, которые действительно каких-то плановых операций ждали там по несколько месяцев, они должны еще ждать, непонятно сколько. И, понимаете, когда сталкиваешься с такими, ну, реальными проблемами, ну, просто нет ни сил, ни желания рассуждать о том, там, это рукотворно, нерукотворно, всемирный заговор или нет. То есть, ну, мы пытаемся делать в нашей повседневной жизни то, чтобы хоть как-то облегчить жизнь, жизнь людей. Я не работаю в ковидном отделении, может быть, меня непосредственно так сильно эти перемены не коснулись, но все равно, то есть, у нас весной работа практически, ну, как бы, было очень мало пациентов, мы стали консультировать дистанционно, сами понимаете, аллергию по телефону лечить, это все еще удовольствие. То есть, в общем-то, как бы, я говорю, что существуют более насущие проблемы такие, поэтому я просто, ну, даже не рассуждаю о том, там, это рукотворный или не рукотворный, не знаю, да, было бы интересно, наверное, узнать, но это простое такое любопытство, в общем-то, сейчас есть другие проблемы. Я еще хотела прокомментировать насчет спутника, да, и насчет отношения, ну, тоже, по крайней мере, эстонии официального, несмотря на то, что нам ничего российское не нравится многим представителям власти. Про спутник говорят так, что как только будет получена европейская, ну, аккредитация европейской комиссии, да, то есть, ничего против спутника не имеет, начнем закупать и начнем вакцинировать. Просто, ну, в Европе есть определенные требования, понимаете, нельзя сказать, что вот один человек сказал, вот эта вакцина хорошая, я своему ребенку вколол, вот она действует, давайте все вакцинироваться, да, то есть, должен быть, ну, вводя на определенные этапы, то есть, эти исследования должны быть соответствовать определенным критериям, и они должны быть прозрачные, и недавно, как бы, ну, было опубликовано в Бланцете прекрасно, ну, как бы, обзор, да, я понимаю, что, ну, как бы, вакцины, это все идут, и сейчас они подали на какой-то очередной там сертификат, не очень хорошо знают, да, но, то есть, вот, ну, как бы проблема, никто не говорит о том, что она плохая или хорошая, проблема в том, что она пока, вот эти исследования, которые по ее безопасности и эффективности, они не совсем соответствуют европейским критериям, и когда эти критерии будут выполнены, тогда страны, конечно, будут, ну, закупать, ну, по крайней мере, это позиция Эстонии, к которой, я говорю, что не очень доброжелательные к нашим соседям относятся, поэтому, ну, вот так вот. Игорь Негода, спасибо большое, Владимир, вот я подключил его, в Барселоне вы живете, расскажите по ситуации сейчас у вас с ковидом и по ковид-диссидентам в вашем окружении, много ли их? Добрый вечер. Добрый вечер всем, да, я живу в Барселоне, и у нас ситуация такая, что вообще испанцы достаточно, как и европейцы, законопослушные, и все, в принципе, носят маски, соблюдают режим карантинной дистанции социальной, но в целом, знаете, всех уже, ситуация-то настолько застала, что огромное количество противников прививки, и я вам могу сказать, что я никогда вообще прививок не ставил, и считаю, что нечего влазить в организм с какой-то, любой вакциной, если вы просто аналитику проведете, минимальную хотя бы, вспомните, сколько было свиные гриппы, птичьи гриппы, рыбьи, и просто на самом деле, те, кто имеет доступ к государственному управлению, знают, что на этом просто зарабатываются серьезные деньги, поэтому все люди, это как батарейки, которые сначала идут, ставят вакцины принудительно, а государство на это выделяет деньги, а потом идут, значит, все остальное покупают, маски, там, вот сейчас гиби, вот эти, на которых зарабатывают безумные деньги, понимаете, и сразу пропадает вирус, поэтому сейчас все вылечили, вдруг онкология вообще перестала быть, инфаркты, инсульты, все, теперь умирают люди только от ковида, поэтому я к этому всегда, в общем-то, отношусь кискептически, и считаю, что в организме человеческом, чем меньше доступа к врачам, тем здоровее ты будешь, вот, с другой стороны, сейчас умирают все только от ковида, просто, ну, подождите, о штатных операциях, об онкологии, если они не переносятся, если они планово выполняются, ну, они их просто не пишут в новостях, и они, также, наверное, учитываются в статистике нашего Росстата, какого-нибудь барселонского стата, и так далее. Ну, я, потому что приехал неделю назад в России, провел пару недель в России, и у меня мой близкий товарищ, он мэр третьего города в России, поэтому я посмотрел, какие данные даются, и что не дается, для того, чтобы не было... какой у нас третий город в России, сейчас вычислим. Ну, это его все знают, Новосибирск, поэтому никакого секрета в этом нет, вы понимаете, дело в том, что в Испании, например, 6 февраля была огромная манифестация против продления карантинных мер, и устроили ее, кстати, сами полицейские, которые работают в системе государства, государственного управления. Понимаете? Вы были полицейские организаторы были? Да, полицейские спровоцировали. Полицейские были как организаторы, понимаете? То есть, полицейские стали менеджировать и обеспечивать порядок? Да, абсолютно нет. С одной стороны, они обеспечили порядок, но другая, те, которые не были в этот день на службе, они как раз устроили все эти манифестации, понимаете? Здесь страна свободы, поэтому здесь высказывается мнение, как за, как так и против, поэтому в Испании это все допустимо. Другое дело, что люди сейчас просто уже достали настолько этих людей всех, что уже все против, потому что экономики заблокированы, сейчас вводят, там пытаются ввести ковидные паспорта. Я уже вчера вот разговаривал с москвичами, которые говорят, что мы уже договорились о том, чтобы поставить прививки в подушку, такая услуга есть, то есть ты приезжаешь, тебе все... Что это такое? Ну понятно, и паспорты купить можно, это все понятно. что это все будет, здесь по госуслугам проведено, что ты вакцинирован, но по факту прививку поставят реально в подушку. Люди как бы просто, ну, на этом зарабатывают. Я, я тоже хочу кричать, но я вот можно про врачей скажу, потому что я, на самом деле, врачей очень люблю, это не значит, что я к ним хожу по каждому элементарному поводу, но мне кажется, что как раз таки обследоваться, извините, надо ходить, и благодаря прививке, которую я сделала, я вывела свои слабые стороны, как раз когда иммунитет был на нуле, фактически, я вывела свои слабые стороны. Возможно, естественно, если бы я не сделала прививку, иммунитет у меня был бы такой, как он был прежде, и эти бы слабые стороны никогда бы не вылезли, а, возможно, вылезли бы сильно позже, и чем раньше я это вывела, мне кажется, даже тем лучше. Нет, это мое частное мнение, я ему никому не навязываю, я готова даже свою прививку отдать кому-то, если она нужна, понимаете, я просто знаю, что... Владимир, Владимир, простите, сладья Бога, понимаете, в чем дело, вы не можете отдать, к сожалению, свою прививку, потому что, как мы уже говорили, у нас есть удивительный дисбаланс между тем, между странами, в которых прививки есть доступные, и их нет. Но дело даже не в этом. Дело в том, что вообще сама концепция поиска теории заговора, она классная, но она игнорирует определенные факты. Есть некое заболевание, оно существует, от него умирают люди, и я думаю, может быть, я ошибаюсь, но если в этой группе есть люди, у которых пострадали, или у которых семьи пострадали, не могут об этом рассказать, Юля, дело не в том, что искать какое-то... Да, кстати, пожалуйста, друзья, кто у нас в комнате есть, кто сам переболел, может быть, тяжело, и у кого родственники болели, и даже ушли, руки поднимаются. Я вас не перебивала, пожалуйста, если можно, я закончу. Есть адское заболевание, оно на самом деле абсолютно адское, потому что, знаете, как проверка человечества, оно действует в основном на определенные группы населения. И это в какой-то степени, знаете, я не религиозна вообще никак, но это какая-то проверка нас на всех, на нравственность. Это классная штука, она действует только на уязвимых, в основном. Она убивает тех, с кем мы, в принципе, уже почти попрощались. и я не знаю, как во всем мире, в УК есть абсолютно четкая дискуссия, довольно фашистская, с моей точки зрения. А вот мы спасаем старых, а молодые умирают. Это проверка нашего гуманизма, это проверка, это проверка того, насколько мы на самом деле гуманисты или мы притворяемся ними, насколько каждая жизнь имеет значение. Это ужасное заболевание. Оно, в принципе, убивает в основном слабых. И, в принципе, можно сказать, давайте, оно убьет всех слабых, а все сильные выживут. И, кстати, я не левак, я очень правый. Юлия, извините, можно я добавлю к вашему разговору? Давайте, С того, что, скажем так, это остаточное ваше суждение по всему этому поводу. Но хочу сказать примерно следующее, что люди изначально говорили о том, что больше всего подвержены люди с хроническими заболеваниями и с лишним весом. Так вот, летом примерно во всем мире люди поняли, что аппараты ИВЛ, которые так массово закупались по всему миру, при подключении пациента с большим весом, с излишним, из 10 пациентов порядка 7-8 уходили на тот свет. И изначально думали, что это вот так вот. Потом вирус, я уж не знаю, начал мутировать или как-то по-другому начал проявлять себя. Стали болеть люди младшим возрастом. Изначально же говорили, что дети вообще как будто бы не болеют. Но на самом деле они являлись также носителями вируса. Но это, в общем, отдельная история. просто суть заключается в чем? В том, что я знаю человека, одного врача из Татарстана, вот, которому не было 40 лет, и он заболел. И у него было изначально, брать не буду, но процентов где-то 30, поражение легких пневмоний. Его забрали оттуда в Москву, привезли в одну из лучших больниц, лечили и так подключили к аппарату ЭКМО, но не смогли выходить. То есть суть в чем заключается? В том, что вирус, он, скажем так, развивается, тоже мутирует, и на сегодняшний день нет гарантии от того, что дети могут заболеть, в том числе и животные. Да, можно добавить, год назад начался карантин, я находился в то время в Испании, и у нас, понимаете, закрыли все, запретили выходить, мы реально сидели три месяца на жестком карантине, и говорили, пропаганда включилась на полную, говорили, госпитали переполнены, люди умирают. На самом деле статистика открыта, она в доступе в гугле есть. Я зашел в статистику, посмотрел, когда была Испанка сто лет назад, когда была пандемия, когда десятками тысяч человек умирали каждую неделю. и трупы валяли прямо буквально на дорогах, потому что их никто не убирал. Понимаете, я живу в центре Барселоны, на большой улице, и у нас, если в статистику, если в обычное время до пандемии скорая проезжала с включенными маяками примерно каждые 4-5 минут, то когда началась жуткая пандемия, о которой говорят, что столько умерших, не выходите из дома, мы все умрем, то скорая начала проезжать с интервалом, я засекал, 12-14 минут, понимаете, и на самом деле потом люди просто начали думать о том, что все вот эти применяемые меры это просто способ управления не просто целыми такой, а просто целыми народами, понимаете, потому что... Вам действительно нужно объяснить, почему скорая стала проезжать реже? Я просто знаю, я послушаю... Нет, вы не знаете, простите, я объясню вам, как это работает. Послушайте, я работал с системой государственного управления 20 лет, понимаете? Владимир, подождите, пожалуйста, я... Поэтому я знаю, как строится система. Так вот, секундочку. Дело в том, что в связи с пандемией изменились критерии вызова скорой, точнее, отправки скорой. Это очень просто. Раньше скорая отправлялась по определенному списку критериев, да? В связи с пандемией, когда ресурсы стали дико ограничены, скорая стала выезжать только по сильно уменьшенному списку критериев. То есть, если человек умрет примерно через 5 минут. Вот и все. Ваше наблюдение, к сожалению, это... Подождите секундочку. Ваше наблюдение, к сожалению, это пустое, значит, следствие. Это неправильно. Это значит, исключительно то, что вы наблюдали, связано с тем, что система здравоохранения в каждой стране менялась и подстраивалась по тому, что происходит. А происходит очень простая вещь. Смертность растет. А больницы переполнены. Госпитали переполнены. А система МЧС в Британии, простите, я за все другие страны не скажу, настолько в тяжелом состоянии, что, в принципе, люди работают сутками. И да, действительно, перестали выезжать на диабетическую кому. Пока не было, раньше выезжали, а сейчас перестали. Когда люди включат мозги и перестанут слушать пропаганду и меньше обращаться начнут к врачам, понимаете, тогда люди просто станут здоровее, понимаете? Так, Владимир, да, 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 да. Смотрите, дорогие друзья, во-первых, подпишитесь на Голубева, ну и на меня заодно, на Баблоян и Бадамшина, который ушел. Тоже был модератором, но не выдержал. Вот, вам спасибо. Начало действует. Да, 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 вам спасибо за участие. Так, пожалуйста, сейчас Мария выступит, а потом Никита Смагин, который журналист агентства ТАСС в Иране, вот как раз по обстановке, Никита, если можно, несколько слов. Мария, сначала вы активно мигаете. Добрый вечер. Добрый вечер. Намигала я, как протест. Изначально поднимала руку рассказать про спутник, и что происходит в Европе. Буквально сегодня Атлантик Канцел тоже делал комнату в Клабхаусе в 6 вечера как раз на тему вакцинации, того, что происходит в Европе и США. И по спутнику очень интересная ситуация, потому что большинство стран Европы, даже не так, но большинство, скажем, центральной Европы и восточной Европы воспринимают спутник исключительно как средство политической игры Путина. И вот прям просто дословно, вплоть до того, что ту ситуацию, которая сложилась в Словакии, она, наверное, все в курсе, абсолютно абсурдная, когда премьер-министр делает одно совершенно странное заявление, а потом начинается политический кризис, сейчас разваливается коалиция, но виноват в этом Владимир Владимирович, потому что это его тонкая игра. Вот это самая большая проблема, которая будет разрешена только тогда, когда европейский регулятор полностью отрубит спутник. С точки зрения вообще вакцинации есть большая проблема, что в Европе, как уже видно, очень сильно идет антипрею движения против вакцинации, все вот эти вот адепты 5G-чипирования Билл Гейтса, потому что к нам это добралось все оттуда, и это в катастрофических совершенно масштабах. И те врачи, которые спасают нам жизни, оказываются такими парьями, которых никто не верит, и затыкают. И, соответственно, государство сейчас находится в сложном состоянии, вообще как институт по всему миру, потому что ему не верят, люди не верят в то, что вакцины нужны, они абсолютно захлоплены в мозге абсолютно недостоверной информации, потому что люди вообще потеряли какую-то способность критически мыслить, анализировать. Вот эти аналогии с испанкой, это, конечно, все замечательно, но только проблема в том, что когда была испанка, у нас не было того громадного количества антибиотиков, которые у нас есть сейчас, была совершенно другая санитарно-патологическая ситуация, и как бы совершенно неизвестно, если бы был тот же самый штамм, какой был в испанке сейчас, картина была бы совершенно другая. При этом я переболела, я уже год сижу дома, я переболела в 2013 году МЕРСом, это близне-восточно-респираторный синдром, это тоже коронавирус из той же самой группы вирусов, и я не пожелала этому никому. И у меня, то есть повреждены легкие, и мне приходится очень за собой беречь, потому что, то есть какой-то любой другой вирус, аля нынешний хорон, я не просто не переживу. А у меня есть друзья, которые молодые, которые пережили коронавирус и теперь находятся в тяжелой ситуации, потому что у многих хоббл, это хроническая структивная болезнь легких, огромное количество последствий, которые многие выявляются только спустя определенное время после перенесения заболеваний, что является абсолютно уникальным случаем с точки зрения последствий, потому что другие вирусы и элементарный грипп так не проявляются. К сожалению, у коронавируса является очень серьезный спектр побочных эффектов. Вот. Вот такая ситуация, вот такая картина. Вот. Это, наверное, все, что я пока могу сказать. Мария, спасибо, да, держитесь. Спасибо вам, спасибо. Да, Голубев проснулся, это приятно. Добрый вечер, Алеш. Никита Смагин, корреспондент агентства ТАСОВА РАНИ. Никита, я тебя представляю, чувствую себя, как в радиоэфире. Хотя еще рано. Да, Никита, добрый вечер. Всем здравствуйте. Я, честно говоря, вот как-то так увидел название ковид-диссидента, что-то это все обсуждается в России. И я просто, понимаете, я где-то больше уже года в России не был из-за ковида того самого, да, и меня периодически это задевает. Думаю, а что все обсуждают каких-то ковид-диссидентов, что такое? Я вам расскажу историю недавно со мной, ну не со мной, с другом со мной произошло. У меня есть иранский друг, он полжизни в США, прожил полжизни в Иране, и он где-то большую часть пандемии в Иране пробовал, а потом пару месяцев назад, месяца два назад, поехал в США, он в Миннесоте вообще, из Миннесоты, и мне говорит, я вас попросил, что он как с пандемией, он говорит, ты представляешь, здесь приблизительно каждый десятый не верит вообще, что существует пандемия, не носит маски, и вообще с ним невозможно об этом говорить. Примерно каждый десятый говорит. Так вот, недавно у меня был случай, вот буквально неделю назад, коллега из РИА Новости, тут работал, сейчас наехал обратно, и он мне пишет, что я, говорит, захожу в метро в Москве и представляю, сколько здесь мудаков, извините, которые без масок, ну, я имею цитату, что называется, вот, и у меня как бы на этом фоне действительно как бы какой-то вот диссонанс, потому что все обсуждают какие-то ковид-диссидентов, а я в Иране их вообще не вижу, то есть сейчас зайдешь, ну, как не вижу вообще, то есть, наверное, есть, но вот зайдешь сейчас, уже, я не знаю, сколько времени есть пандемия, она одна из первых стран где пандемия была, сегодня зайдешь в автобус в Иране, из 50 человек без маски будут два, сегодня зайдешь в метро в Иране, из всех, скорее всего, не будет ни одного в вагоне, кто бы без маски сидел, нет никаких ограничений а-ля Китай, то чтобы когда ты без маски, то тебя там бьют почему-нибудь, вот, то есть, как бы формально они есть, но они не работают, то есть, никто не бегает с тобой, не проверяет и так далее, вот, у меня, конечно, есть некоторое предположение, почему так в Иране это работает, почему в другом, но, в принципе, на мой взгляд, это любопытная история, что, я не знаю, может, свобода информации так работает, может, еще какие-то вещи, может, кто-то прокомментирует то, что я сказал, вот, но, в принципе, история во многом в том, что зачастую страны более развитые, в них похоже, мне так кажется, что в них и подобные вещи по поводу ковид-диссидентства, они вот происходят, потому что, я говорю, опять же, пока я был, как бы, сварился более-менее в себе, в иранской проблематике и так далее, я вообще ковид-диссидентства не видел, тут их как бы, как движение, как явление, нет, не существует. Спасибо. Спасибо большое. Маша, пожалуйста. Да, спасибо. Это, на самом деле, происходит из-за того, что волна антиприи, вообще всего это диссидентство, оно еще не дошло до Ближнего Востока в том масштабе, в котором оно процветает на Западе. это то, чего еще пока них не доходит, это сейчас есть только в Дубае и в Катаре, то есть наиболее, скажем так, интегрированных в международное интернет-пространство странах. А чем меньше идет интеграция вот это вот западное пространство, тем, как бы, люди больше придерживаются доказательной медицины и, соответственно... Ну да, я, в принципе, согласен, но вообще вопрос в том, что интеграция какой части западного пространства, мне кажется. Потому что, опять же, про Иран, если брать, то вот если брать информационную повестку, а как люди информацию берут? Где-то, наверное, половина населения их берет из государственных СМИ. Государственные СМИ, разумеется, говорят о том, что Иран все справляется хорошо и, разумеется, никакого ковид-диссидентства там нет и быть не может. Потому что с самого начала там была позиция, что это угроза коронавируса и так далее. Там у них пару недель на первых порах там айитолы рассуждали о том, надо ли, не надо ли, а потом неделю за две они поняли, что надо, и все, и как бы это все уходит. А другая часть людей черпают информацию, наверное, где-то тоже половина населения, может, даже больше половины, из западных как раз СМИ, но это западные СМИ, а-ля BBC, Голос Америки, Радио Свобода, ну, там немножко по-другому называется, и т.д. И я, насколько понимаю, там тоже ковид-диссидентства особо нет, насколько я понял. Надежные источники информации, скажем, официальные, да? Ну, да, 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 да. И вот мне кажется, причина-то в этом, но, опять же, я не уверен, что у меня нет ни опросов, у меня нет ни какой-то более верифицированной информации, вот. Но, опять же, мне как раз было бы интересно, а что, вот эта как бы иранская удивительная, уникальная история такая, что здесь сами люди носят маски, и сами друг на друга орут, когда ты не носишь маски, или все-таки это вот как-то в странах третьего мира или развивающих странах это вот как-то иначе работает? Сор, Никита, спасибо тебе огромное, потому что подвел меня к мысли о том, что надо было, чтобы, как только мы с Голубевым создали комнату про ковид-диссидентов, немножко кодифицировать, кто такие ковид-диссиденты, потому что с каким-то первым своим словом здесь я понял, что я в теме-то плаваю, потому что ты говоришь о том, что люди без маски это ковид-диссиденты, а мне-то кажется, что это люди, которые, ну, просто такие равнодушные к вирусу, это скорее пофигисты. Мне, ну, наверное, в первую очередь, если возвращаться к названию комнаты, ковид-диссиденты, это вот люди, такие вот идейные, которые думают про то, что это вот как раз там Билл Гейтс, это какая-то там лаборатория... Война лаборатория в Китае. Я вот показательную женщину встретил в Арбате. Да-да-да, я сейчас два слова. Женщину отправился на опрос недавно, по-моему, в одну из комнат рассказывал. Она уличная, для радио, и спрашивал по поводу смягчения мер у нас в Москве очередных. И я встретил женщину, которая просто, как будто бы она отработала конспирологический темник. То есть я ей сунул в микрофон, сунул микрофон в рот, и она мне сказала все вот, вот самый шлак какой-то конспирологический по поводу коронавируса, она мне все воспроизвела. Она началась с того, что она озировалась по сторонам, она... То есть у нее было реально ощущение, что кто-то может за нами следить, кто-то за нами наверняка подсматривает, и она со мной делится секретной информацией. Она мне сказала, что, конечно, коронавирус это вещь искусственная. Его придумали, чтобы делать людей глупыми. Потом придумал его чуть ли не Билл Гейтс. Потом тот же Билл Гейтс придумал вакцину, чтобы чипировать людей. Потом эта женщина мне показала на вышке 5G, которая почему-то где-то в стороне Кремля находится. И вот, в общем, блин, это такой ужас, когда ты рядом с этими людьми стоишь. Я отходил от нее, дальше шел уже в редакцию, просто ощущение, что меня облили каким-то жутким, жутким, вонючим дерьмищем. Это ужасно. Алексей, простите ради бога, в какой редакции вы работаете? Я работаю на Эхо Москвы. А. Вы знаете, я работала на выборах в Нью-Йорке президентские два дня. И мне тоже, так скажем, в кавычках посчастливилось работать с таким человеком, который полдня меня пытался разубедить в существовании ковида и приводил различные доводы в Fox News и так далее, в том, что люди с обычными симптомами, он сравнивал с симптомами обычных респираторных заболеваний ковида и говорил, что с этими симптомами попадают в больницы и как раз в больницах, когда у них берут анализы крови и различные другие процедуры с ними проводят. Тогда-то их как раз заражают и подумай, девушка, получше. Вообще, зачем тебе вакцины, зачем тебе маска, сними ее сейчас же. Мы работали на выборах, напомню, там очень много людей приходит и рабочий день с 5 утра до 10 вечера. И вот с 5 где-то до 8, слава богу, потому как-то раньше ушел, я слушала промывание мозгов по поводу того, как они существуют и многочисленные, я не знаю, откуда он их берет, многочисленные доводы и, видимо, ему тоже промыли мозги местные пропагандистские каналы, но это было просто невероятно слушать, потому что, казалось бы, человек живет в Нью-Йорке, у человека активная позиция, он переводчик на выборах, так же, как я была переводчиком. Ну, вот очень странно, я боюсь, что он много людей мог бы заразить своей позицией такой странной. А давайте у меня предложение по Польшу послушаем, у нас есть Наталья и Зуб, насколько я понимаю, из их описания, вы как раз в Польше работаете сейчас. Наталья, может, вы тогда начнете? Добрый вечер. Да, здрасте, здрасте. Да, добрый вечер, Наталья. Да, ну, смотрите, вот насчет ковид-диссидентства, я думаю, что здесь эта проблема пока не актуальна, потому что все обсуждают вокруг, вот то, что я могу смотреть по СМИ, это как бы нехватку прививок, тут идет страшный срач, вот нам обещала Астрозенека, вот они задерживают, какой ужас, скандал, давайте не отправим прививку из Италии в Австралию, так нельзя, сначала надо потребности ЕС, в общем, отчитываются там каждый день по вот сколько пришло, сколько ввели, сколько осталось, то есть фактически не остается, говорят, что вот давайте сейчас будем, мы тут поговорили с медиками, будем вводить вторую дозу позже, это тоже допустимо, зато мы больше вакцинируем, в общем, то есть, наверное, может они потом с этим столкнутся, но пока им просто тупо не до этого, у них просто не хватает, то есть не слышала о том, чтобы вот записались, не пришли, там не хотим, надо компанию организовывать, может потом, когда уже всех вакцинируют там по максимуму и когда уже будет, там будут добивать какие-то цифры там от 60 до 80, может к этому подойдет, но пока настолько далеко, что вот просто это вообще не обсуждается, ну как вы, я не могу сказать, что я слежу, я все-таки не все могу отследить, не настолько владею польским, но как это я сейчас вижу. Так, Зуб, скажите, пожалуйста, а вот по, тоже вы из Польши, да, по маскам, насколько все это соблюдает сейчас поляки, но... Здравствуйте, ну я хотя бы высказаться, немного поправлюсь, да, находился в Польше, но карантин, как бы все эти события уже наблюдаю в Чехии, поэтому в принципе могу... Ну это еще лучше, хорошо, да, спасибо. У нас такая... Никита, Никита Смагин, у нас филиал дорожной карты тут получается, я не хотел, честно скажу, но... Ну, ситуация очень тяжелая на самом деле, потому что на данный момент мы имеем почти миллион двести случаев заболевания, подтвержденных, при 11-12 миллионах населения, то есть фактически каждый десятый в стране либо переболел, либо болеет сейчас. Сейчас очень тяжелая ситуация в больницах, как бы, ну, мои данные там, то есть, естественно, какие-то новости, которые я читаю, плюс очень здесь очень большая диаспора СНГ, очень тесно все общаются, то есть у всех есть там друзья в больницах, есть, ну, разные сферы, по которым можно так сказать, то есть ситуация действительно тяжелая из разных источников, и сейчас мы уже доходим до точки, когда правительство сейчас ввело супердраконовские меры, но оно признается, мы не знаем, что будет через три недели. То есть, краткая справка, в карантине мы находимся уже с октября, то есть не работает ничего, то есть, грубо говоря, продукты и минимальный общественный транспорт. Не трогали производство, то есть, как бы, офисы, все, что платят налоги, это не трогали. Вся сфера услуг, туризма, перевозки, то есть, порезалось практически все. Есть поддержка предпринимателей, но она крайне низкая, то есть, грубо говоря, для многих этих мер недостаточно очень, ну, как бы, сейчас это просто отложенная бомба. Очень многих поддерживают предпринимателей, но когда закончится... а можно в цифрах, если не сложно? Ну, грубо говоря, сейчас поддержка была 500 крон в день, а сейчас хотят увеличить... Не заставляйте нас идти... Ну, я вам переведу в более простых, то есть, грубо говоря, какое-нибудь туристическое кафе в центре может в день делать полмиллиона крон. Поддержка 500 в день. То есть, грубо говоря, ну, это в центре, ладно, если мы берем какую-то маленькую пиццерию на окраине, ну, в любом случае, это порядка, там, ну, минимум 20 тысяч. То есть, это примерно, не знаю, дай бог, 10 процентов от вот того, что раньше могло делать предприятие. И, грубо говоря, этих денег, ну, я не знаю, на что их должно хватить. То есть, ну, поддержка присутствует, скажи там, но мне больше всего интересно именно вот ковид-диссидентство, как это называется, комната, да, здесь все ходят в масках, это обязательно. Сейчас ввели повышенные респираторы, то есть, в общественном транспорте, в магазинах практически на улицах, ну, на улицах, ладно, опустим, то есть, все общественные такие пространства, все очень жестко регулируется, очень большие штрафы, но при этом все, мы сейчас имеем самую худшую статистику в Европе, а возможно даже и в мире, на миллион человек. Я, кстати, зуб, прошу прощения, вас не перебью, я пребывал в полной какой-то уверенности, что, при том, что, да, там по новостям периодически какие-то нехорошие приходят сообщения из Чехии, и у нас отдельный корреспондент даже работает, Катя Конакова, я пребывал в полной уверенности, что в Чехии сейчас супер, потому что я, наверное, как и на части здесь слушателей подписан в фейсбуке Над Агамова, а он публикует периодически очень красивые картинки из Прагли, и я, когда на это смотрю, думаю, господи, вот мы здесь в Москве сидим, у нас вот эти реагенты, то снег, то дождь, грязно, холодно, вот куда надо ехать, вот там рай, настоящий коронавирусный рай, ну, видите, немножко привели, по крайней мере, меня в чувство. Сейчас то, что я вижу, это коронавирусный ад. Можно я покричу еще раз? Спасибо. Ну, можно я уже закончу? Совсем маленькая ставка. Собственно, о том, почему мы пришли в такую ситуацию, как бы была первая волна, которая прошла очень, точнее, ее не было, то есть очень быстро Чехия одной из первых закрыла границы, закрыла все пограничные перелеты, уже тогда это вызывало огромную волну критики, потому что на туризме, ну, очень много денег, то есть это небольшой процент экономики, но в сумме денежной это очень большое, как бы, ну, это еда для очень многих людей, то есть это конкретно их способ выживания, ничего другого, они уже не умеют делать там за долгую историю, и скажем так, первой волны не было, летом отменили абсолютно все, но можно сказать, меры отменялись постепенно, ну, грубо говоря, с приходом там уже июля, то есть в июле уже работало все, все ходили, все заражались, все было классно, начались первые отпуска, в основном открылась Хорватия, и очень много чехов поехали именно в Хорватию, насколько мы знаем, очень близко к Италии, которая была, можно сказать, звездой коронавируса в первых времен, и мы получили к осени начало респираторных заболеваний, огромный прирост, его немного удалось сбить локдауном, как раз таки в октябре, перед Новым годом все открылось, ровно на неделю, мне кажется, чисто продавили, именно коммерция продавила, потому что некоторые там за один месяц новогодних делают всю прибыль, то есть конкретно, чтобы не убить уже до конца весь бизнес, открыли на неделю, и сейчас получили то, что люди сидят в карантине уже практически год, все устали от ограничений, правительство не знает, что делать, вакцин нет, слава богу, недавно Земан договорился насчет спутника, то есть Евросоюз особо не спешит на помощь, особо никто не спешит на помощь, при всем, вот, европейской интеграции, грубо говоря, и, собственно, заявление от министра Словакии было насчет Закарпатии и спутника, это как раз вот из той же серии, это как раз было после того, как Земан попросил, что у нас действительно ситуация уже патовая. А то есть вакцины вообще никакой нету? Они есть, но вакцинация идет настолько медленно, то есть в рамках там 10 миллионов человек, ну извините, Израиль привился за месяц, почти целиком там, то есть тут идет конкретно, кто больше денег даст. Чехия не самая богатая страна в этом плане, поэтому как бы каких-то обходных путей, как для Великобритании, никогда не поставляли через Ирландию, которая как бы... Поэтому мы вышли из Ирландии союза. Ну все равно вакцины поставлялись и собственно была комиссия на завод Астрозенки, насколько я знаю, в Швеции, что собственно как раз с этим вопросом, почему план поставок в Великобританию соблюдается, в остальные страны нет. Плюс опять-таки не забываем, все вакцины, которые поступаем, мы делим примерно там на 30 стран, то есть как бы и сейчас в данной ситуации, что будет дальше абсолютно не понимаю. Простите, там с закупками была абсолютно безумная история, простите, я немножко знаю. Это мы узнаем лет через 10 при всех вот даже знаниях. Да что там узнавать? Евросоюз создал общую комиссию по закупкам на весь Евросоюз. Британия при всей моей нелюбии к Презиту совершила офигительный абсолютно поступок. Она вышла из Евросоюза и сказала, ребята, мы будем закупать напрямую. Юлия, извините ради бога, чтобы вообще просто понимать, а вы в какой сфере вообще работаете и чем занимаетесь? Просто такие вещи рассказывать мне интересно. Я... Черт. Два способа ответить на этот вопрос. Первый скучный, я бухгалтер. Второй, более интересный, я форензик аккаунтент, я занимаюсь боем с финансовым мошенничеством. Можно договорить? Последняя часть маленькая. То есть нынешнюю ситуацию конспектируем. Мы получаем, что ситуация действительно ужасная. Уже место в больницах осталось буквально по пальцам. Германия и Швейцария возможно выделят какие-то места, но опять-таки неизвестно, что будет у них через две недели. И насчет ковид-диссидентства очень много молодых людей, в том числе из мигрантской среды, в общем, ну, в целом, то есть молодое население можно сказать поголовно практически в это все не верит. Очень многие переболели, переболели легко. Опять-таки к вопросу о отдаленных последствиях, скажем так. И даже те люди, у которых есть возможность например, съездить там в Россию провакцинироваться, вернуться обратно, этого не делают. То есть недоверие к властям сыграло, мне кажется, очень злую шутку сейчас. И мне действительно страшно, куда это будет развиваться. Спасибо. Да, спасибо большое. Макс, вот вы путешествуете, организуете путешествие на яхте по Италии, не только. Расскажите, пожалуйста, что видите, как такая обстановка. Добрый вечер. Да, доброй ночи. Ну, по Италии такой апдейт, страна становится все более и более красной, всего там несколько зон, белая, желтая, оранжевая, красная. Белая только Сардиния, остальное желто-красно-оранжевая. И центральная Италия, Милан, сейчас регион за регионом становится закрытыми. Запрещены сейчас перемещения между регионами и как только число случаев превысит более чем 400 тысяч в день, будет объявлен полный национальный локдаун. И, скорее всего, по заявлению Драги последнему, локдаун будет введен на Пасху, чтобы люди сидели тихо дома. Идет вакцина. Так же, как было сделано на Рождество, правильно я понимаю? Да, периодически, то есть полностью-полностью национально закроют Сицилию, остров, чтобы никто не ездил, закроют Италию. Она и так закрыта, сейчас пускают только по ВНЖ и по каким-то очень таким необходимым причинам. Но, к сожалению, количество случаев увеличивается, идет третья волна. Вакцинация только людей, которые, ну, собственно, вакцин мало. Это учителя, пожарные. у меня, я не хочу сейчас спалить своего доброго друга, у меня одноклассник врач. И он, мы с ним долго говорили о том, что вот я вакцинировался, я ему говорил, ты тоже сходи, потому что ты в группе риска, через тебя огромное количество людей проходит вот в, ну, рядом, рядом с тобой. Он стоматолог, он в пасть глядит постоянно. А у него есть вид на жительство в Италии. То есть он отучился здесь, он в Италии работал, вид на жительство у него есть. Так он сейчас съездил туда, как раз в Италию, укололся Пфайзером. Так и есть. Вот. Это просто вот к разговору про то, что вакцин мало, еще едут всякие из России, которые не верят Путину, не верят спутнику, не верят даже своим друзьям-одноклассникам, которые вакцинировались оба раза и живы остались. Да, по поводу вакцины Спутник, к сожалению, есть очень важная часть, которая поддерживает ковид этих диссидентов. Дело в том, что если разобраться, то есть определенные тезисы, которые не позволяют людям верить этой вакцине. Она, к сожалению, не получила лицензию в Европе, никто ее не покупает. Максим, можно вас попрошу, дорогие друзья, если врачи среди нас есть, если вы, Максим, можете компетентно по поводу доказанности, недоказанности, эффективности, неэффективности спутника ответить, пожалуйста, руку поднимите, я вас добавлю к разговору нашему. Я, собственно, просто хотел сказать, что есть определенные очень важные моменты, которые не позволяют этой вакцине встать в один ряд с вакцинами, которые есть в Европе и в Америке модерна. Извините, а можно как-то более конкретно выберите, есть некие какие-то показатели. Я, в частности, общался тоже с врачами, и многие сомневались в этой вакцине до тех пор, пока журнал Lancet не опубликовал свое, скажем так, видение этой вакцины. И после этого врачи мои знакомые мне говорили, что прививаться как минимум можно. И как бы... Вот, смотрите, кроме Lancet ничего нет. Чтобы получить лицензию европейскую, были несколько запросов. Извините, вы не ответили на мой вопрос. Вы говорите про конкретные данные, что кто-то там не согласен с тем или иным. Хотелось бы как-то поподробнее есть информация. Конкретные данные это отсутствие лицензии на использование этой вакцины в Европе. ей пользоваться нельзя. Знаете, вот я слышала, что в Дубае, простите, что перебиваю, я слышала, что в Дубае, допустим, может быть, Майрия меня поправит, люди очень хорошо обеспеченные колют себе спутник Ви, а остальным людям менее по успешным и обеспеченным раздают Пфайзер. Нет, разве вас не вызывают некий вопрос? Не могу прокомментировать, к сожалению, не знаю. Не могу прокомментировать, Дубае. Скажу. Юля, давайте, давайте. Простите, радио. Разве можно мы вас лишить слова? Сарказм? Показалось. Очень интересная штука, просто дело в том, что моя работа немножко связана с оценкой бизнесов. И у меня был кейс с оценкой фармацевтической компании. И дело в том, что когда мы говорим об оценке бизнеса, мы говорим о том, сколько денег бизнес заработает в течение нескольких лет предстоящих. И мы его как бы правильно сказать дискаунт, ну то есть мы делаем скидку на то, что с большой долей вероятности бизнес этот день не заработает. И в случае фармацевтики мы говорим о том, в какой стадии испытаний находится та или иное лекарство. Так вот, дело в том, что спутник не прошел нужное количество испытаний. Это не значит, что спутник плохой. Извините, что вы подразумеваете под этим словом определенное количество испытаний? Ну там есть первая, вторая, третья стадия. Если я сейчас не ошибусь, то первая стадия определяет действительно ли лекарство борется с болезнью, вторая стадия определяет на средней популяции действительно ли мы можем сравнивать с плацебо и действительно ли это работает. А третья стадия это как раз long term, то есть долгосрочные эффекты на большую популяцию. А какой промежуток времени вы знаете точно я просто самому интересно. Я вам честно не скажу, потому что я бухгалтер, а не... Я тоже хочу за спутник заступиться, хотя ни хрена не понимаю и тем самым снимаю с себя ответственность. Спутник разрабатывался вместе с Pfizer, с AstraZeneca и со всеми остальными вакцинами. О долгосрочных последствиях никто не может говорить. То, что спутники вместо 40 тысяч в итоге было добровольцев 30 тысяч, так по-моему было объяснение вполне официальное. Сказали, у нас мы с 30 тысячами добровольцев, которым кололи и плацебо и вакцину, мы вышли на стабильный результат. У нас картина ясна, поэтому мы сворачиваем. При этом, конечно же, мне знакомые говорили о том, что наши российские власти они серьезно покапнулись с этой историей с испытаниями, потому что они сначала начали медиков заламывать, они им говорили давайте будем вакцинироваться, сейчас будете участвовать в тестировании и медики наши российские не все захотели быть под опытами ослами и некоторые начали выдумывать например, что они планируют семью, они планируют родить ребенка в ближайшем зачать, не родить, зачать, поэтому им сейчас вот эта вакцина совсем не нужна. Вы давали абсолютно липовые справки на этот счет. Можно вопрос спросить, Алексей, извините, можно секундочку, вы абсолютно верно подметили этот момент, я с вами полностью согласен, то, о чем говорили, что есть несколько этапов испытания вакцин, так вот, в частности, для меня непонятно, как эта вакцина, ну, не дай бог, конечно, будут ли какие-то побочные действия, в частности, допустим, в репродуктивной системе, ну, по размножению, вот, ну, и какие вообще, то есть, в дальнейшем будут последствия. По репродуктивной системе, прошу прощения, Юль, извините. Вот это справедливо, это справедливо, мы не по долгосрочной послушаем. еще раз, да, они все равны. Проблема со спутником, проблема со спутником. Я мешаюсь немножко, мы, понимаете, ну, я, простите, я как бы пытаюсь мигать туда, но мы путаем, во-первых, два момента. Первый момент, это эффективность и безопасность вакцины. Никто не может сказать еще что, то есть, мы, по тех исследованиям, которые были проведены, достаточно, чтобы сказать, что да, эта вакцина эффективна. Ни по какой вакцине мы не можем сейчас сказать, насколько долго она будет, эта эффективность длится, к сожалению, да. То есть, мы обсуждаем, что мы обсуждаем? Мы обсуждаем эффективность спутника, да, как никто не спорит, что она не хуже, скорее всего, чем какая-то другая вакцина. Или мы обсуждаем, почему ее не принимает Запад, так, простите, я не помню, кто это сказал, он очень точно отметил, что нет лицензии у европейского, ну, как бы, лекарственного департамента, я не знаю, как это в широком смысле, назвать, из определенных критерий, которые спутник не соответствуют, не потому, что она не эффективна, а потому, что... Это эффективность, это нормально. Простите, можно... Маш, давайте, Маша, Маша. В настоящее время идет как раз европейская комиссия приняла спутник рассмотрения. Сейчас идет процессуальная процедура, в итоге которой спутник может пройти, может не пройти, но у нас есть статья в журнале Lancet, в самом уважаемом медицинском журнале в мире, которая указывает о том, что спутник является очень эффективной вакциной и абсолютно безопасной, а это уже очень много. Можно закручить свои поиски? Я согласна с Машей. Слава, не говорите всех вместе. Подождите, я всех сейчас выпровожу отсюда. Елена, ответьте, пожалуйста, Марии и Владимир потом. Согласна, я тоже об этом упоминала. То есть, когда была опубликована статья в Lancet, отношение, ну, я могу пристойнее сказать, отношение к спутнику изменилось. И сейчас речь идет только о том, что когда будут все процессуальные какие-то моменты выполнены, то мы будем закупать спутник, если будет такая возможность, конечно, потому что вакцин не хватает. То есть, я говорю, что здесь мы немножко пытаемся, ну, как бы эффективность и безопасность. Насчет долгосрочных, ну, побольше действий вакцин, да, то есть, ну, тут не так все, как бы, не ясно. То есть, ну, надо понимать, что, как бы, есть новые механизмы относительно, да, вакцины, но все-таки это не то, что придумали вчера. И это, в общем-то, вакцинация проводит много-много десятков лет, и, ну, насчет потомства, там, и всего остального, то есть, можно сказать, что, ну, не будет никаких побочных действий. Единственное, что мы не можем сейчас оценить, мы не можем оценить, насколько она будет эффективна, то есть, как долго будет длиться защита. А это во многом зависит от того, какая часть популяции будет привита. Понимаете, то же самое, как с, ну, мы, допустим, говорим, чтобы избавиться от полиомелита, понадобилось, чтобы 97% популяции было привито, да. То же самое здесь. Будет привит 20%, вирус будет мутировать быстрее, поэтому, ну, вот я думаю, что когда, ну, мне говорят, вот там, вот страшно, вакцины или еще что-то, единственное, чего стоит бояться, ну, двух вещей, это что вакцины не хватит на всех желающих, а вторая, все остальное спекуляция, ну, антипли, то есть по поводу, там, внедрения в геном, действия на потомков и, в общем-то, все остальное. Ну, то есть, мы тушим пожар, мы тушим пожар, мы выпускаем огнетушители, и нам говорят, слушайте, а вы уверены, что эти огнетушители не сработают на наших правдуках? Мы говорим, знаете, не уверены, но пожар сейчас и здесь. Еще один момент, я очень хотела прокомментировать, простите, я пока не забыла. Владимир после вас, Владимир после вас, потом Илья, да, добавил. Вот, знаете, тут мы говорили о том, что вот врачи не рекомендуют, вот там у трех врачей, там у пяти врачей спросил, там два сказали так, три сказали так, да, но не будем забывать, что если мы спросим мнение врачей про вакцинацию, которая в национальном календаре, да, и от которой мы действительно те болезни, от которых мы десятки лет вакцинируем, и, в общем-то, они доказали свою эффективность и безопасность, да, то вам точно так же два врача скажут так, а три врача скажут по-другому. То есть, отношение людей к вакцинации, отношение медиков к вакцинации, это очень-очень субъективно. То есть, поэтому здесь, абсолютно верно, абсолютно верно. В первую очередь, надо, ну, пытаться, ну, как бы, для себя решить. И, я вот по своей работе, по своей личной жизни, я понимаю, что здесь очень личный фактор имеет значение. То есть, я, например, в университете видела ребенка, который умирает от гемофилуса инфлуэнса, да, на меня это произвело нескладимое впечатление. Это вакцины через два года ввели в календарь вакцинации только, да. Второй момент, у меня ребенок переболел гриппом очень сильно. Я вакцинирую всех своих детей. Я знаю, что вот я веду блог в социальных сетях, я могу сколько угодно писать там ссылки на статьи или еще, что когда я выкладываю свой вакцинационный паспорт, что, знаете, я каждый год вакцинируюсь, я знаю, что люди мне верят и люди, как бы, ну, поэтому здесь пытаться каким-то, ну, как сказать, какую-то достоверную информацию, вот, ну, что врач, каждый врач дает вам рекомендацию, основывается на каких-то исследованиях, нет, к сожалению, нет. На личных каких-то факторах в основном, к сожалению, основывается. Поэтому просто сами думайте, читайте хорошие источники, анализируйте, да, и каждый для себя сам решает, что с этой вакциной делать. Владимир, вы там мигали, хотели дополнить, возразите, пожалуйста. Можно заключить пари о том, что с Путином не будет лицензирован в Европе. С кем вы хотите? Пари. Кто хочет. Кто хочет. И Владимир. Вот вы все, заключаете пари, друг с другом за полевти. А, вот отлично, с Юлей, вот мы и договорились. Видите, польза от Clubhouse какая есть. Илья, пожалуйста, вы тоже хотели добавить? Да, спасибо. Я хотел добавить о том, что говорила Елена. Илья, после вас и вам давайте выступить только что пришедший нейрохирург. Спасибо. Отлично. Я согласен с Еленой о том, что сколько людей, сколько врачей, столько и мнений. Не согласен с тем, что спутник не пройдет документы, точнее, регистрацию, в Евросоюзе. Я не помню, кто об этом говорил, что якобы не соответствует. На самом деле это не так. Спутник не соответствует, он лишь проходит на данный момент этапы регистрации, что подтверждает, о чем говорила Елена, журнал «Ланцет». Спасибо. Спасибо, да. Иван, доброй вам ночи. Да, добрый вечер, здравствуйте. Я хотел просто пару слов по поводу спутника сказать. Да, я врач, нарихирург, не иммунолог, но в принципе сталкиваюсь с этим и читал исследования. Но спутник достаточно надежная вакцина и разработана вообще-то на довольно проверенном методе, векторном, то есть, грубо говоря, часть коронавируса, который неактивный, сидит на аденовирусе, который безобидный и таким образом как бы доставляется в тело по сравнению, скажем, с Pfizer, который достаточно экспериментальная вакцина на базе РНК. С точки зрения безопасности, я думаю, что здесь все достаточно надежно. С точки зрения эффективности тоже он, в принципе, не хуже, мне кажется, чем остальные вакцины по данным исследований, по крайней мере, по тому, что опубликовано в Ланцете. Но сложно говорить, конечно, насколько это все проводилось, правильно и точно и все такое, собирались данные, обанализировались, опубликовались, но это будет видно. По поводу регистрации, я думаю, что будет зависеть от, насколько это беспристрастно будет рассмотрено, на какие там правила и все такое, наверное, политический момент тоже имеет место быть, но также имеет место быть необходимость вакцине и недостаток ее в Европейском Союзе. То есть увидим. А вы сами укололись, Иван? Я укололся AstraZeneca. У нас, как бы, в Англии, я так понимаю, сейчас вакцинирует в основном медицинский персонал и все, кто старше 70 лет, последующая группа будет 50-60 и постепенно планируется к лету вакцинировать как бы всю взрослую часть населения. Ну, в принципе, сейчас идет уже до 30% вакцинированного населения, достаточно большая часть и как бы довольно скоростно, что происходит. Так вот, зуб мигал, зуб хотели добавить, да? И Никита потом смогил. Да, да, да. Насчет регистрации, то, что в Евросоюзе сейчас уже, по-моему, вот пару часов назад была новость о том, что Евросоюз подтвердил право других стран закупать вакцину у других производителей, скажем так. То есть, естественно, они снимают себе вопрос страховок и дальнейших последствий, но как бы вопрос в том, закупать или нет, каждая страна уже сейчас может решать. Мне кажется, это огромный как бы прорыв вообще в целом, потому что я считаю, что вопрос сугубо политический. Все прекрасно понимают, какие это риски брать сейчас подарки от России. Ну, так или иначе, в любом случае, это является политическим ходом. Это тоже нельзя как бы отбрасывать. То есть, когда идет всеобщая политика противостояния России и так далее, то есть, тут мы получаем, что все-таки что-то можно брать или нельзя. И как вообще нам поступать в этой ситуации. То есть, дальнейшее развитие мне будет показывать как раз-таки вот этот вектор европейского политики, скажем так, и так далее, потому что очень много решается в Брюсселе именно сейчас. Что важнее у нас жизни наших граждан, наше открытие границ или опять-таки какие-то политические шаги. Мне кажется, это будет большим вопросом для будущих правительств. Спасибо. Хватит ли Европе за Карпатскую Украину? Простите, я опять орую. Ну, простите, ради Бога, но объясните мне. Вот просто, я правда не понимаю. Вот есть Pfizer. Pfizer, была вакцина, которую, в общем, все знали, что она, скорее всего, будет эффективна. На нее оформили предзаказом, на нее дали огромные деньги, чтобы она появилась и на то, чтобы, в общем-то, получить первую дозу. была Модерна. Были очень серьезные подозрения, что это будет хорошая вакцина, и на нее, в общем-то, тоже записались. Пол спутник. Вообще, никто не понимал, как будет работать спутник, но давайте предположим, что на него тоже записались и дать денег вперед. у нас есть три вакцины. Все три сейчас, кажется, работают. На первые две, скорее всего, дали больше денег. И страны, которые, собственно, связаны с первыми двумя, говорят, что нам не хватает вакцины. Я живу в Британии, мне 30 с небольшим лет, я не могу получить вакцину, не получу ее до сентября, минимум. Когда мне говорят, что есть какие-то козни против спутника, я вас прошу, откуда, черт возьми, производственные мощности. Объясните мне, пожалуйста. Вот, вот. Я, простите, вмешаюсь. Проблема лицензирования в Европе не в том, что вакцина эффективна, неэффективна, а в том, что нету доступа к заводам, условно говоря, нету понимания, как ее масштабируют и где ее разливают. Это первое. А второе, почему в России запрещены все остальные вакцины? Никого не настораживает? Почему нельзя другими вакцинами уколоться в Синен? Они же в разработке. Еще они не запрещены не в разработке. Нет, я имею в виду Pfizer, Moderna и остальные. Так их никто не продаст. А кто нам их пришлет? Их нельзя прислать даже по почте, грубо говоря. Как вы Pfizer пришлете по почте, если его надо хранить при температуре минус 8? Вот, вот. Moderna можно. Moderna можно прислать. Извиняюсь, по Чехии вакцины сейчас переезжают с грузовиком и сопровождением военных и полиции. То есть настолько высок спрос, настолько высок дефицит вакцин сейчас. Понимаете, вы европейцев трудно убедить ездить на Жигулях, если они ездят на Мерседесах. Вы как не можете этого понять? Так, дело-то не в том, на Мерседесе они ездят или на Жигулях. То есть ситуация немного в другом заключается. Насколько вакцина хороша и насколько она соответствует стандартам тем или иным. Я вам привел специальный пример. В Жигуле тоже 4 колеса и тоже есть рули, тоже машина. Понимаете? Но никто не будет. Советская вакцина от полиомелита спасла миллиарды жизней на данный момент. О чем вы говорите? Причем здесь по поводу информации Слушайте, извините, я так пользуюсь случаем, если можно. Хотел рассказать, в Новосибирске был один врач, если мне не изменяет память, это где-то наверное 2008-2009 год, который придумал средства отмечения ишемического инсульта, аневризма и милиформации. И пришел в местный Минздрав в Новосибирске и сказал, что я в общем придумал такую штуку, которую можно использовать в бедренной артерии и путем рентгеноваскулярных, ну рентгенов, скажем так, отслеживать прохождение этого проводника и убирать тромбы, закрывать соответственно милиформации и так далее. Ему сказали, молодой человек, ну вообще соображайте, о чем вы говорите, какие инструменты, куда лезть. В общем, этот человек ходил-ходил, искал, общался и пытался найти варианты решения этого вопроса. В конечном итоге он уехал в Америку и через два или три года американцы заявили о том, что появился новый метод лечения инсультов, аневризма и милиформации, которые назвали эндоваскулярной нейрохирургией. Тут, по-моему, хирурги были, нейрохирурги были, должны знать добавить. Вот Иван, да, у нас. Вот. И как бы, ну, о чем речь? О том, что у нас на самом деле очень много умных, светлых умов, да, но зачастую не находя поддержки той или иной, они, ну, начинают мигрировать. Спасибо. Илья, вы путаете мягкое с круглым, понимаете? Вы говорите по конкретному человеку, а мы говорим про то, что вакцина была придумана через две недели, как только ее анонсировали, понимаете, впереди планеты всей. И сразу сказали, все испытания уже прошли, все хорошо, покупайте ее у нас. Поэтому это всегда напрягает людей, понимаете? Поэтому, потому что многие просто боятся вместо вакцины получить новичок. Это еще вторая часть. подождите, Владимир, вы не путайте херовый пиар вакцины имени Владимира Пуцина от нормальной вакцины, которую делают нормальные врачи, специалисты, у которых остались компетенции. Но вакцину-то сделал вектор, который находится... Слушай, мне, еще раз, вот смотрите, да, опять же, да, вот у меня за последние полгода появились знакомые в этой сфере. Медики. Медики говорят, я не буду говорить, что хором, медики мои знакомые, они говорят, Владимир Путин сделал очень нехорошо, когда вышел и сказал, что у нас мы сделали вакцину, смотрите, мы самые крутые, все остальные лузеры. Вот очень-очень сильно подмочил репутацию. Я согласен с вами. Можно по поводу производства? Мария, после вас, знаете, давайте, Лия будет, и вот Юлия присоединилась, Лия будет про, раз уж мы, да, про разные страны, про Литву. Лия будет про Литву. Да, 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 сейчас, здрасте, попозже чуть-чуть, и Юля про Францию. Да, Мария? Просто очень интересная специфика в случае с нашей вакциной, это разница подходов. Если все западные фармкомпании, фармгиганты, они настаивают на собственном производстве и они никому не отдают эту формулу, то Россия делится своими партнерами, формулой открывает, соответственно, дает возможность странам, в том числе Индии, по-моему, открывает, идет переговоры в Германии, не знаю, сейчас они согласились или нет, о том, что открыть производство российской вакцины на их мощностях. Вот это то большое отличие, которое отличает российскую вакцину от, соответственно, аналогов европейских, это совершенно разные подходы к фарминдустрии и к реализации проектов. Поэтому в этом плане реализация российского проекта оказывается проще, чем, к примеру, только исходя из именно этого аспекта. Да, спасибо. Можно прям маленькую добавочку насчет сертификации и так далее. Извините, мы даже машину из Америки в Европу, ее, чтобы привезти, нужно очень много пройти изменений света и так далее. Но очень много нюансов, да, что уж говорить про вакцину. Просто вопрос в том, мы рассматриваем эффективность конкретного препарата или рассматриваем политические шаги и как это будет играть для нас политически. Спасибо. Это кому вопрос? Зуб. Ну, в целом, данные ситуации, да. Мы действительно там рассматриваем препарат или мы рассматриваем политические действия? Давайте, кто самый смелый, кто ответит на зубы? Я просто повторюсь, мы рассматриваем не только препарат, а мы рассматриваем возможность его лицензирования, что подразумевает в том числе и производство его в больших масштабах и вообще просто производство. Вот для этого нужна инспекция и нужна лицензия. Пока не будет в комплексе это проверено, не будет лицензии. Вот и все. То есть вакцина может быть хоть 100% эффективна, а если нет нормального производства, значит нет лицензии. Я вам скажу больше, что страны европейские, западные, они даже если она будет лицензирована, они не будут ее ставить. Люди сами не будут ставить. Понимаете? Будет ставить Сербия, будет ставить, наверное, какие-то, может, Болгария. И французы не будут, немцы не будут, вот швейцарцы не будут, испанцы даже не будут. Понимаете? Владимир, извините, почему вы так решили? На основании чего вы вот такой делаете? Вот мне, допустим, непонятно. Подождите, хором не надо говорить. Потому что мы обсуждали этот вопрос, например, с испанцами. Понимаете? Они говорят, нет, мы не будем ставить. Мы обсуждали вопрос о лицензировании. Они говорят, нам как бы не нужна вакцина российская. Я буду. Вот будет лицензия, я буду. Вопрос как раз-таки в этом. Мы не смотрим на препарат, мы просто смотрим на свои отношения. То есть, ну извините, человека в космос, как бы СССР отправил первым в мире. Почему мы не можем сделать вакцину хорошую? Почему? Сможем, но одну. Сделайте мне нормальные тесты. Ребята, простите, это очень просто. Есть определенные протоколы качества. Они европейские. Да, так получилось. Я знаю, что UK вышла из Евросоюза, но есть европейские протоколы качества. Докажите мне по этим протоколам, что вакцина эффективна и безопасна, и я первую побегу ей ставиться. Вот завтра. Совершенно согласен. К вашим словам можно добавить следующее, что публикация в журнале Lancet является первой ступенькой. Спасибо. Можно я ваш, в общем-то, очень серьезный разговор вставлю тут историю, которая... Кто здесь? Никита, Никита Шмагников. Да, да, да. Конечно. Да, да. И знаете, это уже, знаете, как наша дискуссия немножко меня начинает напоминать этот телепродачу. Время покажет, когда что вы сказать, нужно перебить. Свальный грех в Калабхаусе, да. Вот. Я скажу честно, грех на душу брал. На время покажут, пока же часа года четыре назад один раз ходил, в итоге ни слова не сказал, потому что не смог никого перебить, и больше я как бы с первым каналом не дружусь с тех пор. Так вот, по поводу истории по коронавирусу, вот буквально два дня назад с девушкой иранской общался, она мне рассказала, по-моему, любопытную такую версию, она говорит, что типа, вот Иран вообще начал 9 февраля, если не ошибаюсь, начал вакцинировать страну и вакцинировать именно со спутника, потому что других вакцинок до этого не было. Сейчас еще китайская, но тем не менее, в основном пока в спутник. И она мне сказала любопытную версию, говорит, что очевидно же, все известно, я видел эту информацию врачи, говорят в социальных сетях, что спутник, который нам дают русские, он очевидно не тот, который русские сами используют. То есть, и она там даже объяснила эту историю, говорит, что вообще в России якобы в вирусе, мне просто эта логика очень понравилась, она говорит, вирус там мертвый используется, и поэтому русские все выживают после этого, и всем лучше становится. А в Иран, когда приводится, там еще вирус немножечко жив, и поэтому он иранцев скорее убивает, или там будет плохо к ним действовать. То есть, вот в этой логике мне понравилась история достаточно чумовая, я не знаю, что на этом у нас так закончилось дело. Простите, а я неоднократно говорила, что я хочу поорать, потому что еще раз хочется. Юля, а давайте, пожалуйста, раз уж вы много раз орали, мы сейчас послушаем тех, кто еще не орал, не выступал. Само собой, я вообще не против, извините, что меня нет. Спасибо. Лия, Лия, добрый вечер еще раз. Да, добрый вечер. Вы из Литвы, да? Я из Литвы, да. Ну, как у вас там? Я здесь живу, сама из России. Сейчас, слава Богу, ничего, порядка 250 людей заболевают в день, ну, то есть выявлены, выявлены анализом. Это хорошо, потому что накануне, так сказать, всю зиму мы просидели порядка 2000, 2500, 3000 максимум было человек зараженных, выявленных в день. Это очень много для Литвы, учитывая, что население 2,5 миллиона. Вот тогда действительно мы были первые по миру, то есть мы первое место. Офигеть. Антирейтинг такой, да, занимали, при том, что страна очень маленькая. Значит, вообще мы в карантине сидим с 16 марта, когда заболевших еще было только 1,3, 1,3, вот так вот, то есть весной доходило до 70, то есть, ну, совсем как бы небольшие цифры по сравнению с тем, что потом было. Но при этом сразу закрыли весь, то есть все школы перешли на удаленку, у меня трое детей, поэтому я могу об этом рассказывать и фильм уже снять. Это отдельная опера. Значит, весь спорт закрыли, все торговые центры оставили только аптеки и продуктовые магазины, но маленькие почему-то тоже закрыли. Вот, например, у нас в пешей доступности были ряд магазинов, их тоже закрыли. Непонятно, из каких соображений. То есть и так мы просидели все лето. Все лето просидели, торговые центры так и не открыли, кинотеатры и все это уже давно все забыли. В сентябре пошли в школу. В школу ходили ровно месяц вживую, потом перешли на удаленку. Сначала перешли на гибридное обучение, то есть часть детей сидела дома, часть сидела в классе и так они менялись. Это было буквально пару недель, дети сидели в масках внутри. У меня у старших детей сразу началась такая по типу потнички под масками. Но пацаны бегают, так сказать, интенсивно туда-сюда. Ну, да. В этом смысле я диссидент, потому что я как бы выявила для себя такую формулу. Мы стали гулять с детьми только после 9 вечера, чтобы гулять без масок в полной темноте, когда на улице никого нет, ни полиции, ни людей, и дети могут спокойно побегать. Вот мы весь карантин гуляли после 9 вечера. Весь, вплоть до... Вот, ну, и сейчас так же делаем. На улице никого. То есть, в Вильнюсе, например, после 8 часов не встретишь на улице никого. А у вас комендантский час или просто вот такие создатели? Нет, его не было. Это просто. Это просто литовцы, в принципе, это всегда так было. Литовцы, в принципе, ну, домоседы. И если собираются компаниями, так сказать, диссидентские действия какие-то, то это по домам, по квартирам. В этом смысле я диссидент, потому что мне просто жалко детей, которые бегают в масках, и потом это потничка, внутри это все потеет. Ну, это издевает. Мне кажется, вот это не должно быть. А по маскам, в принципе, насколько у вас сознательно? По маскам было все очень строго до вот сегодняшнего, так сказать, понедельника. С понедельника отменили маски на улице. Все это время в масках нужно было присутствовать везде. Без маски 250 евро штраф. Это действительно все выполнялось. Да, это все выполнялось. Так сказать, диссидентов, которые носили на подбородке вплоть до, так сказать, срока реального. Да ладно. Есть такое, реально. Реальный срок в тюрьму отправили от Угрии. Там, наверное, предыдущие, если заразил и летальный исход. Да, если заразил, Нет, нет, нет. Это да, это по законодательству. Но есть у нас просто конкретно сейчас, кто из Литвы знает этого человека, который принципиально, увидев бывшего президента Литвы, который на конференции сидел с опущенной на подбородок маски, он позвонил в полицию и сказал, ребята, давайте вы вот штрафуете нас за 250 евро, если мы по улице идем, опустив с носа, так давайте вы сейчас поедете в правительственный вот этот вот зал и оштрафуете вот этого бывшего президента, который сидит на конференции в прямом эфире вот таким образом. Так вот, к этому человеку привязались, который сказал, я буду ходить только как он, вот он сидел, вы его не оштрафовали, буду ходить как он. Ему реальный срок 10 месяцев менили. Афигеть. А у этого президента без маски в итоге что там? Ничего. Все равны, но некоторые равнее. Как было, 10 месяцев. Ну класс. Давайте уже есть случаи 6 лет. Пожалуйста. Мне очень интересно, давайте послушаем Юлию из Франции. Я, насколько помню, в начале, когда начали вакцинировать людей во Франции, там были большие проблемы с этим. И говорят, что там вообще только какие-то десятки человек за неделю привили. Да, здравствуйте. Спасибо, что подняли спикеры. Слушайте, ну во Франции, конечно, ситуация совершенно плачевная в том плане, что и по ощущениям, когда ты там живешь, и в принципе по отношению к вакцинам как таковым, да, то есть Франция изначально занимала одну из таких самых диссидентских позиций в отношении к вакцинам. До 70% французов были против вакцины, говорили, что они их ставить не будут, причем неважно какие. На сегодняшний день, насколько я помню, эта цифра уже подопустилась, там, вроде 60% или 55%, то есть люди начинают чуть побольше в это все верить. Но вы знаете, я сегодня отношусь к конкретным диссидентам, в то время, как я в начале пандемии 17 марта нас посадили на карантин в первый раз, я тогда была очень-очень соблюдающим человеком, да, то есть мне 25 лет на тот момент было, сейчас уже 26, вот, и, вы знаете, в моего возраста люди реагировали на это довольно так халатно, то есть все мои друзья в принципе и виделись дальше между собой организовывать всяческие вечеринки, собрания, и т.д. и т.п. И так продолжалось с марта по август-сентябрь, я за это время, например, очень соблюдала максимально все, может быть, вышла пару раз с друзьями погулять, и то я, знаете, возвращалась домой из серии, ну, может быть, не надо было там сильно перемешиваться, вечно какие-то к себе самой претензии, было психологически в этом плане тяжело, потому что я действительно соблюдала больше всех из всех своих друзей, отменила некоторые поездки и так далее. Затем в октябре я устраиваюсь на работу, тогда мы могли ходить на работу, но в масках, разумеется, и так далее. В тот момент нам также где-то в августе, когда люди поехали отдыхать, нам сказали, все, вы одевайте маски везде, вот, даже на улице, то есть как только ты выходишь за порог, на тебе должна быть маска, иначе штраф 135 евро, да, что как бы довольно неплохо, соответственно, люди стали все носить, скорее даже, потому что не хотели заработать себе штраф. На самом деле, я, наверное, начала только-только становиться диссидентом с того момента, вот как нас заставили носить маски даже на улице, несмотря на то, что там около тебя пробежит какая-нибудь несчастная вшивая кошка, да. Такая шерсть, Юль, я упустил диссидентство, ваше лично, оно в чем заключается? Оно заключается в том, что я начала в своей голове в тот момент, где-то вот сентябрь-октябрь, не соглашаться с теми, так скажем, ну, решениями, которые были приняты, а конкретно началось это с маски на улице, вот, то есть когда маску говорили носить там в помещении, в транспорте, я, в принципе, понимала в своей голове зачем, да, вот, а когда сказали даже на улице, допустим, в моем конкретно районе, я когда иду домой, там нет совершенно никого, вот, и тем не менее, если вдруг кто-то вывернет из-за угла какой-нибудь полицейский, то меня должны штрафовать, я с этим была категорически не согласна, потому что я думаю, что надо смотреть на количество популяции в конкретной точке, да, а не на просто общее правило, вот, диссидентство началось с того момента, значит, затем в октябре мы отходили на работу, и 31 октября, по-моему, нам сказали, вы садитесь на второй карантин, то есть тот карантин, который мы пережили с марта по май, такой очень-очень строгий, нам сказали, в общем, садитесь на второй такой же, только по факту, конечно, так как людей уже выпустили разок, уже никто сидеть не хотел, как прежде, люди все равно, людей было гораздо больше и на улицах, там, кто-то делал там аттестации фальшивые, скажем так, что мне надо либо на работу, либо куда-то, то есть люди придумывали максимально способы выйти, а у меня, знаете, в тот момент, если честно, уже пошел какой-то депрессняк, то есть я, у меня было из серии «День прошел и хорошо», вот, потому что я очень много раз говорила своим товарищам, друзьям, что я бы предпочла прожить этот период либо будучи очень маленьким человеком, лет до 10, которым можно не носить маску, да, либо очень уже взрослым человеком, который на пенсии, потому что мне кажется, что у этих двух популяций в принципе так-то по жизни не особо что-то поменялось, в то время как у нас, у молодежи, которая хочет тусить, куда-то ходить и так далее, ну, все, в принципе, вся жизнь кончилась, она заключалась только в работе, и на этом все, соответственно. Вот, что я сделала, наступает декабрь, мы празднули Рождество, конечно же, всех выпустили, чтобы люди закупили подарочки на Рождество, да, то есть, понимаете, еще, мне кажется, недоверие общее и у французов, и у русских, неважно у кого, еще от того, что, ну, какой бы ни был человек, если он хоть чуть-чуть умеет как-то анализировать информацию, да, ну, мы все прекрасно понимаем, что столько было нестыковок, столько было нестыковок с самого начала, элементарно, когда Франция говорит в начале пандемии, в марте, что маски вообще не нужны, а потом, спустя буквально пару месяцев, они напрямую заявляют, что да, действительно, мы так сказали, но потому что масок было мало, то есть, ну, это означает что? Что государство при всех расписывается в своем вранье, да, которое произошло пару месяцев назад, ну, как можно потом что-то верить? То есть, я могу понять много-много людей, которые затем реагируют подобным образом, и, ну, значит, наступает декабрь, людей выпускают, купить, конечно же, подарочков быстренько, чтобы хоть как-то экономику приподнять, я в тот момент просто психанула и уехала в Петербург, и я тут до сих пор, дорогие друзья, работаю на удаленке, жизнь совершенно в России нормальная, ну, по крайней мере, по сравнению с Францией так точно. Так может, и спутником уже укололись? Нет, совершенно нет, я ничем не укололась, я скорее, ну, у меня была некоторая болезнь в начале января, 21-го, считайте, уже года, и мы подозреваем, что это была корона, но вы знаете, я переболела, ну, я, у нас в семье так принято, я знаю, что многие не верят, ну, допустим, я принимаю противовирусный, вот, в таких случаях, да, не про корону говоря, а вообще про болезни, вот, и у меня прошло довольно более-менее гладко, скажем так. Извините, я мог не воспользоваться моментом, вот вы принимаете противовирусный, да, подожди, Илья вот начал первый, да, Илья, Юлия, вы читали вообще, что там в составе написано, мне просто интересно. Слушайте, а мы говорим про ингаверин, и как вы там пару еще, вот про это? Противовирусный, Арбидол в том числе, Арбидол, да. Отвечу вам, скажу честно, я в этом плане немножечко лох, но у меня, у мамы своя аптека в течение уже 10-12 лет, она управляющая аптекой, там уже сеть намечается на данный момент, то есть, я скажу честно, в этом плане я слушаюсь маму, вот, и всю жизнь, в принципе, так было, что я принимала, да, я принимала противовирусный, я прекрасно знаю, что многие люди не верят, либо говорят, что это вредно, и т.д. и т.п. Я все это знаю, все это слышала, я говорю, что сочистый опыт. Что вам мешает? Вы говорите, в январе вы переболели, возможно, это ковид, что мешает вам сдать тест? А, не-не-не, ничего совершенно не мешает, просто я этим не занялась, я говорю просто про свой опыт, да, что я переболела, это длилось там дней 5-7, у меня... Вы даже не знаете, чем вы переболели. Честно, я даже не хочу знать, в том плане, что, вы знаете, я просто устала бояться, я устала в этом жить, и, в принципе, в этом плане я... Поэтому в том числе я уехала в Россию, да, я просто психанула, мне надоело, и мне хотелось просто вздохнуть нормальную жизнь, понимаете? И здесь вы без маски... Ну, так что, укалитесь спутникам, перестаньте бояться. Простите, просто... Я еще раз прошу... А те, кто после 30, вам как, умирать, или как? Вы... Я не понимаю, вы задаете вопрос в общем и целом? Я тоже не понял вопрос. Да, не совсем понятно, о чем речь. Ну, вы просто сказали, что мне до 30, я отлично переношу, поэтому я вообще особо не беспокоюсь. Мне вообще интересно, что делать тем, кому после 30. Слушайте, ну, вы знаете, я скажу так, я, прожив опыт во Франции, и сейчас проживаю опыт в России, да, у меня мнение такое сложилось, что в какой-то момент надо людям дать право решать, да, то есть конкретно кто-то будет решать за себя одного, да, кто-то будет решать на уровне своей семьи, то есть, например, я готов, либо не готов рисковать тем-то, либо тем-то, да, кто-то будет думать более глобально, вот тут уже зависит от, так сказать, развития человека, да, как он смотрит на вещи и так далее, вот. То есть я думаю, что сегодня, чем то, чем занимается Франция, в начале, в марте, апреле, мае 2020 года, я смотрела на все меры с восхищением и с согласием, да, сегодня я смотрю на это с каким-то, ну, уже недоумением, потому что я думаю, что превращать всю популяцию, всех взрослых людей, которых прожили жизнь, уже что-то видели, просто каких-то детей, которым здесь ты снял масочку, ать тебе по рукам, здесь ты там прошел туда, куда не нужно, время, там, после шести вечера, потому что, напоминаю, сегодня комендантский час начинается в шесть вечера во Франции, да, если ты в семь вечера на улице по той либо иной причине, ать тебе опять по рукам, мне это уже кажется просто абсурдом чистой воды. И к вам в Африку надо ехать куда-то, где ни лекарств не будет, ничего, ни вакцин, никаких правил, правда? На примере Каталонии добавлю, в Каталонии живет восемь миллионов человек, представляете, и данные такие, что в день заболевает примерно четыреста человек, это пять тысячных процента от всего населения, то есть, друг говоря, пять полных автобусов, а восемь миллионов сидят по домам, понимаете, и то, о чем сказала Юля, мы все взрослые ребята, поэтому, если горит красный свет, и я не хочу идти попасть под машину, я буду сидеть дома, если я чувствую, что мне это опасно или к членам моим семьи, но если я хочу быть свободным, то не нужно меня ограничивать, у меня есть страховка платная и бесплатная, понимаете, и если я заболею, то я обращусь к врачам, я за это плачу, или не обращусь. Блин, подождите, Владимир, вы говорите о том, что если вы хотите как раз в эти наши пандемические времена ходить без маски, вы ходите без маски, я правильно понимаю? Я говорю о том, что не надо людей держать по домам, понимаете, это мы живем, в принципе, в свободной стране. Нет, вы говорите, если ты хочешь сдохнуть, ты должен иметь что-то сдохнуть. Да, отлично, хорошо, так вы хотите сдохнуть, Владимир, подождите, сейчас, секунду, Владимир, если вы хотите сдохнуть, это ваш выбор. Это мое право, да, это мое право. Да, конечно, только пока вы идете с коронавирусом вашим носом, сопливом по городу, вы заражаете еще людей. Вы понимаете, что это просто, это нонсенс носить на улице маску. Я хочу дышать свежим воздухом и не углекислым газом. еще раз. И что это за эгоизм? Подожди, сейчас, секунду, разные усы. Можно, пожалуйста, можно, Алексей? Все, я сдаюсь, да, хорошо. Зуб, Мария, кто там хотел? Можно еще? Так, давайте зуб, да. Извините, можно прямо секундочку? Нет, нет, Илья, сейчас зуб давайте. А, раз мне, я просто хотел женщинам спить. Ладно, прежде всего, хотел сказать всем огромное спасибо спикерам, когда я слышу такие действительно умных людей, которые действительно заботятся о себе и в первую очередь заботятся о других людях. Я понимаю, что не все потеряно. Я понимаю, я уважаю право на свободу, ходить без маски, встречаться с друзьями, не знаю, развлекаться с детьми и так далее. То есть, я уважаю права людей на обычную жизнь, понимаете, но условия поменялись. Мы живем сейчас на войне и каждый должен понимать, что твое неосторожное действие, твое удовольствие, то я там, я хочу вот с друзьями выпить пиво, да, хорошо, это все окей, вы там встретились, потусили, естественно, ну в масках же никто пиво не пьет, ну извините, да, естественно, вы потусили без масок, все потом пошли к себе по домам, к своим родителям возраста 50-60+, да, и вопрос, что дальше происходит, понимаете, то есть, как бы я уважаю права людей, но нужно понимать, что сейчас мы живем в время, где человеческая жизнь, во-первых, стала очень дорого стоить, во-вторых, сознательность тоже должна подняться, то есть, не нужно своим неосторожным поведением в буквальном случае других людей подвергать опасности. Моя свобода закачивается там, где начинается свобода другого человека. Я не хочу никого убивать, я не хочу никого заражать, поэтому я сижу дома, соблюдаю карантин, я считаю, что как бы вакцинация нас всех спасет, спасибо вам, я просто рад, что такие действительно мыслящие и умные люди остались, мне кажется, только благодаря нам, в принципе, все это не скатилось к временам испанки, когда, давайте не будем забывать, трупы лежали на улице, сжигали там негров, потому что они из ада пришли и так далее, то есть теории конспирологии и так далее, это все длится со средних веков. Я очень рад, что сейчас я не живу в среднего века, есть такие люди. Спасибо большое. Зуб, спасибо вам, отлили просто в граните, Алену у нас есть из Краматорска, Украина. Извините, а можно? Да, 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 кто это говорил? Извините, это Юля Гранит. Юля, давайте. Да, вы знаете, товарищ Зуб сейчас высказался, и вы знаете, мне очень отозвалось, потому что я как раз таки так, ровно вот одинаково мыслила, да, до, не знаю, какого-нибудь ноября, абстрактный месяц. Теперь вам стало стыдно, да? За что он мне дал? Нет, совершенно нет. Я просто хотела высказать некоторые мысли, ну, просто на раздумья всем. Смотрите, я мыслила ровно так же. Я совершенно не стыжусь ни за те мысли, ни за сегодняшние. Но смотрите, совершенно прав он был в каком плане, что он сказал, мы находимся на войне, и даже, когда, я помню, нас посадили на карантин, Макрон нам так и сказал по телевизору, ну, Сон Зон Гер, он сказал, мы на войне, хорошо, прекрасно, мы на войне. В таком случае у меня вопрос. Вспомните, март, апрель, май месяц, да? И вспомните потом октябрь, ноябрь, когда пришла вторая луна. А теперь вопрос. Если мы были на войне, почему никак не увеличили количество коек за это время? Вспомните элементарно, что... какие-то... Где, простите, не увеличили койки? Я говорю про Францию. А, вы извините, извините, в России-то увеличили все. Ну, хорошо, если даже увеличили, я скажу так, этого было явно недостаточно, это было явно не так, не в том масштабе, да, чтобы предугадать свою волну. То есть я конкретно что имею в виду? Элементарно. Смотрите, вспомним, вспомним про войны, которые состоялись, да, там, вторая мировая война, элементарно, что делали люди? Они из музеев, из зданий музеев, из зданий бывших, там, административных каких-то зданий, они делали что? Они делали госпиталь, правильно? У меня вопрос, почему подобного не было сделано в эту, так сказать, Юля, если можно, если можно, я вам отвечу на ваш вопрос. Да, Ален, пожалуйста. Да, почему из музеев не делали госпиталя? Во-первых, когда пришла вторая волна, самая большая проблема, я могу сказать, по Украине, самая большая проблема, это стал кислород, вот, и просто сделать госпиталь в палатке, или в музее, или еще где-то, кроватям должен быть подведен кислород, вот, и вот эти госпитали, они просто ничего бы не решили, но вот у нас конкретно, потому что, когда пришла вторая волна, я сама переболела, вот, вот, когда пришла вторая волна, заболевания уже не были бессимптомными в октябре и в ноябре, вот, и заболевания были средней тяжести в основном, и уже не выезжали скорые, я просто по себе знаю, у меня когда сатурация упала до 91, и мне уже нужен был кислород, и нужна была больница, вот, это было воскресенье, я в скорую просто не дозвонилась, потому что скорые носились по Киеву, в том числе и частные, никого нельзя было вызвать. А вы в Киеве были, да, тогда? Да, 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 да. Я хочу добавить, что вот, допустим, в Нью-Йорке... Алена, простите, можно Алена умолить? Подождите, пусть Алена договорит. Алена, можно я спрошу вас просто, как человек, который живет на Украине, и у вас теоретически, как бы, при иных политических, в иной политической ситуации, запросто мог бы быть спутник, да, но его нету, и, очевидно, не будет. Вот к этому какое отношение у вас и ваших земляков? Ну, знаете, к этому отношение... Украинцы, они, знаете, такие люди, которые всегда всем недовольны, понимаете? И они хотят лучшее. Вот у нас сейчас Астрозенеку привезли, которая, фармацевтическая компания, выпускают из Индии. Вот. И люди недовольны Астрозенекой, потому что они хотят Pfizer. Понимаете? Поэтому о спутнике вообще никто не говорит. Ну, спутник у нас здесь больше политика, об этом говорят политики. Вот. А, как бы, люди, люди хотят, люди, конечно, тоже боятся. У нас только началась вакцинация, вот она началась там, с понедельника, по-моему. Я вообще... Как раз оголив свой торт, укололся Астрозенек, это индийский. Ну, да, да, вот ее привезли, да, она называется COVID-Shell. Вот. Да, сейчас у нас это. Но я хотела вообще, я долго ждала всех, вот, я хотела рассказать, мы только вот вернулись с первого марта, мы два с половиной месяца были в Катаре. Вот. И я хотела немножко рассказать вот о Катаре, и немножко хотела рассказать о, ну, вот как вы говорите, эти COVID-19 паспорта, вернее, эти паспорта вакцинации. Значит, в Катаре вообще все очень строго. Ну, страна, понятно, маленькая, там, ну, с приезжими, там где-то около 4 миллионов людей всего. Вот. На сегодняшний день у них вакцинация началась 1 января, наверное, ну, может, 1-2. Вот. Начали вакцинировать сначала, в первую очередь, медиков, аэрофлот, ой, аэрофлот, аэропорт и эту авиакомпанию. Вот. Потом стали вакцинировать людей, которые, группа риска. Вот. Потом начали, вот это по годам, которые там 80, 70, 60, вот. Сейчас вакцинируют плюс педагогов. Вот. У меня муж работает в Катаре, он работает тренером по плаванию, ему вот уже сделали первую вакцинацию неделю назад. Вот. С вакциной вообще, как бы, проблем никаких нет, и я так думаю, что они, ну, эту вакцинацию закончат к лету. Ой, они, этот, вакцинируют файзером, вот, и сейчас у них привезли еще модерну зарегистрировать. Вот. Но в Катаре у них очень все строго. То есть по сравнению с Украиной, вот как мы приехали, мы, кстати, вот, девушка говорит, 25 лет, Юля, вот, что где-то вот ковид ходит, почему он меня еще не нашел. Вот. Мы заболели, когда в октябре, у меня дочери 17 лет, мы заболели с ней вместе. Вот. И у нас была ковидная пневмония, у меня было поражение 40 процентов, вот, у нее было поражение 25. Вот. Это совсем не грипп, это очень тяжело, когда это не просто у тебя нюх пропал, и просто вкус у тебя пропал, а вот у тебя конкретно ковидная пневмония, мы болели месяц, ну, в общем, это очень тяжело. И когда мы приехали в Катар, ну, мы поехали к папе на реабилитацию в теплую страну, мы два месяца там были, вот. Ален, в Катаре... Извините, ради бога, можно, ну, просто, чтобы понимание, я чуть теряю нить, да, вы, в частности, про ковид-диссидентов, что думаете вообще по поводу того, чтобы прививаться или не прививаться, вот, исходя из того, что вы ранее рассказали? Я к ковид-диссидентам, естественно, не отношусь, потому что после того, как мы переболели, вот, мы, нам сейчас еще, конечно, рано делать вакцинацию, но мы ее будем делать. Вот. Ну, тоже мы, конечно, хотим сделать в Катаре Pfizer, мы летом поедем. Хорошо. А у меня такой вопрос, скажите, пожалуйста, почему Pfizer? Вот, что говорят Pfizer, Pfizer, да, американская вакцина, вот, ну, просто, чтобы всем было понятно. И подождите, можно я закончу вопрос? Что вы, вообще вы знаете о Pfizer? Вот просто, ну, чтобы не было понятно, вот вы говорите, хочу привиться Pfizer, что, в частности, вам известно о вакцине Pfizer, чтобы понятно всем было. Спасибо. Что мне известно о вакцине Pfizer? Ну, почему, как бы, выбор на нее? Потому что у нее эффективность, как бы, на сегодняшний день больше 95%. 70%. Ту, которую AstraZeneca привезли в Украину, они говорят, что эффективность 70-80%. вот, вот, наверное, поэтому, как бы, ну, вот, из-за этого только. Послушайте, вот, можно я втратце скажу, вот, на сегодняшний день, да, вот, была публикация в журнале Lancet о том, что первые испытания пройдены. Первые испытания, я не хочу вводить в заблуждение, я точно не помню, какие цифры, но они весьма незначительные, скажем так, не очень большие. Вот, вторая фаза, она уже подразумевает большее количество, там, по-моему, ну, сотни тысяч, если я не ошибаюсь. Если кто-то точно знает, поправьте. Вот. И говорить о том, что, ну, Pfizer, в частности, там, лучше или спутник хуже, как бы, не разбираясь вообще в технологии той самой вакцины, да, если взять Pfizer, ну, опять же, это не то, что я там особо разбираюсь в этом, исходя из того, что я слышал от врачей, кто читает иностранные публикации о той или иной вакцине и собирает мнения различных людей, скажем так. Вот. Они говорят примерно следующее, что, в частности, Pfizer, как я понял, исходя вкратце из того, о чем я слышал, что Pfizer встраивает некие какие-то нити в ДНК и в последующем противодействует коронавирусу. Вот. В частности, наша вакцина, она по-другому устроена. Вот. Если у кого-то есть понимание... Вот Иван, да, нейрохирург... Илья, вы знаете, я вам хочу сказать... Да-да-да, что, Ален, можно я закончу и все? Дело в том, что спутник, как бы, мы вообще не рассматриваем, потому что в Украине это на правительственном уровне принято, что у нас спутника не будет. Вот. Поэтому как бы мы его вообще не рассматриваем. Нет, но подождите, Ален, вы его не рассматриваете... Это вы говорите о законе, о справедливости, по совести. Вот если есть выбор, был, да, на камере месяц... Хороший вопрос. Медведчук привозит спутник, договорившись с Путиным из Гамалеи, тем более он ездил на переговоры, или мы сидим, ждем? Алексей, вы знаете, я все же за выбор. Я за то, чтобы были все вакцины, и люди кололи то, что хотели бы себе. Я себе конкретно спутник бы не уколола. Ну, потому что его Медведчук привез, или почему? Какие у вас? Нет. Хороший вопрос. Нет, не потому что Медведчук привез, а потому что я из Краматорска. А пояснице? Потому что, да, потому что я в свое время была переселенцем, вот, потому что мы уехали из дома, и как бы... Потому что мы были... Наш дом сейчас на территории вот этих вот ДНР и ЛНР, да? Нет, нет. Наш дом освободили. Наш дом освободили в середине лета 2014 года. Ну вот, да. Извините, а как это с вакциной связано? С вакциной как связано? Ну, связано на подсознательном уровне, будем говорить так. Я еще хотела сказать, что... Извините, я просто... Я не могу, Ален, простите, не могу от вас остаться. То есть у вас на условный русский мир аллергия до конца жизни? И все, что... Ну, Алексей, я не могу сказать, что это до конца жизни, но пока у меня это не прошло. Мы под обстрелами были, мы как бы это... У меня пока это не прошло. И что, совершенно нормально. Вот. Я хочу сказать еще за паспорта вакцинации. Значит, паспорта вакцинации, я так думаю, что не будет общих каких-то между странами, пока каждая страна, во-первых, не закончит вакцинацию, во-вторых, ну, они как бы для себя там что-то не выяснят. В Катаре очень строго, когда ты влетаешь в страну, у тебя обязательно должен быть проплаченный на неделю отель для карантина. Вот. Ну, отели, понятно, стоят недешево. Вот. Сидишь ты там в запертии, в общем-то, никуда не выходишь. Вот. И поэтому, ну, люди, которые там работают, они улетают, прилетают в отпуск, прилетают обратно. Вот это неделя. Вот. Это как бы, ну, и накладно, и, в общем-то, это. И сейчас, когда началась вакцинация, вот, значит, в Катаре издали указ, что люди, которые, у которых есть вакцинация, две вакцины, вернее, две вакцинации, два укола, вот, они влетают без карантина. Вот. Но это только на три месяца. Ален, скажите, пожалуйста, или вообще, все, кто слышит, у кого-то есть информация, особенно те, кто живут за границей, да, вот, допустим, у меня есть данные от моих, прям, близких знакомых о том, что в Израиле прививают Пфайзером и им выдают паспорт о том, что период действия вакцины шесть месяцев. Вот. По другим странам есть какая-то такая информация? Мне вот просто интересно. В Катаре, в Катаре, у них тоже шесть месяцев, в Катаре тоже шесть месяцев, но Катар Аэрвиз, авиакомпания, они говорят, что они будут вот только перевозить без вот этих документов на отель, на карантин, только три месяца пока. Потому что... То есть информации у вас нету какой-то конкретной такой, чтобы понимать? Я правильно понимаю? Вы понимаете, чтобы... Полгода, шесть месяцев, прививка шесть месяцев. Но вот то, что касается карантина, прививка, Я вас понял, я вас понял. Спасибо большое. А вот, ребята, вот остальные, если есть, то из других стран может быть. И реально интересно, если кто-то сделал прививку, и насколько у нее срок действия, вот прям, если есть... Я из Израиля, если хотите, я могу рассказать. Вот, Игорь, Ланя, простите, Михаил, да, добрый вечер, добрый ночи. Давайте, конечно. Да, добрый вечер. Да, меня зовут Михаил, я живу в Израиле, я могу рассказать в целом, как здесь обстоят дела, могу ответить просто на вопросы. Да, действительно. А вы укололись уже, да, в чем-то? Ну, У нас... А у вас выбора не было, я так понял. Слушайте, ну, у нас не то, что выбора не было, у нас очереди стоят, и у нас... Ну, в смысле, зачем? У нас нет, вот, это и даже, этого дискурса нет. Нет того, что там, среди всех моих знакомых, Михаил, извините, пожалуйста, а чем вас прививают? Вы чем прививаете? Файзером. Нас прививает Файзер, Модерна, ну, в основном Файзер, есть и Модерна, да, но я не знаю, как ее колят, но в основном Файзер. Здесь, конечно, если интересно, то я могу рассказать, как это все происходило. Ну, то есть, понятно, что Израиль такая страна, которая очень быстро мобилизуется, и она сложнее демобилизуется, но то, как здесь было все организовано, конечно, у меня, я снимаю шляпу и совершенно впечатлен тем, как Израиль, собственно, справился. Я думаю, что там в ближайшие месяцы мы уже забудем вообще о короне, да, и вообще о том, что это было. Извините, Михаил, это кто говорит? Это говорят по вашим каналам, ну, по телевизионным каналам, или откуда эта информация? Как бы вам ответить? Смотрите. Расскажи, пожалуйста, как есть, если не сложно. Спасибо. Да, я расскажу, как есть. Значит, началась. Давайте так. Я из России переехал в Израиль. Мой старший сын жил и преподавал в Китае. Мы узнали про эту историю в раннем январе, и, собственно, сын там в 12 февраля он вылетал из Китая, из совершенно пустынного, уже из замерзшего Питая. Он 12 февраля вылетел там на Филиппины, потом прожил год на Бали, потом вернулся в Россию, поскольку некуда сейчас там, собственно, где-то жить. И сейчас, вот позавчера, он сделал вторую прививку спутника. Мы всей семьей сделали Pfizer. Не только мы, а вообще все семьи. И, извините, чтобы правильно понимать, а спутник, где он живет, вот они все прививали с Pfizer. Вы спрашивали почему он выбрал спутник ВИИ, есть ли какие-то... Еще раз я объясняю, он в России. Значит, сейчас нет возможности привиться той прививкой, которую человек хочет. Сейчас все прививки в мире распространяются на уровне государств. Государства принимают решение, какой прививкой прививает всех населения. у населения России нет возможности привиться другой прививкой, кроме спутника, у населения Израиля нет возможности привиться другой прививкой, кроме Pfizer. Это все решается и распределяется на государственном уровне. Я предполагаю, вернее, практически знаю, что в других странах примерно та же самая история. То есть, сейчас распространение прививки вакцины организовано на полувоенном уровне. То есть, это, собственно, контракты примерно военного времени. Михаил, а расскажите, пожалуйста, про диссидентство в Израиле. Я, насколько помню, очень активно у вас там были ортодоксы и у них там чуть ли не очаги там были как раз. Да, вот во время карантинов мы прошли три карантина, достаточно серьезных и жестких карантина и с ортодоксами просто велась нормальная работа. Я могу сказать, что в ортодоксальном секторе сейчас количество привитых выше, чем в светском. Почему? Потому что в ортодоксальном секторе Раф сказал, еврей сделал, да, Раф сказал, голосовать, голосует там на 146%. Раф сказал, делать прививку, прививка от Бога, все, все пошли и сделали прививку. Сейчас проблемы с ортодоксальным сектором практически не существует, а действительно, ну, то есть здесь работала система светофор, когда каждому городу присваивали цвет, красный, желтый, зеленый, оранжевый и, собственно, права... тоже есть, и, кстати, если можно, после вас Таня выступит, врач с Украины. Да, конечно, я прошу прощения, что я в лес, просто спросили про файзер. Я... Извините, можно? Извините, Михаил, к вам вопрос? Ильяна, пожалуйста, ну, давайте не будем в допрос превращать. Все, все, хорошо, мне просто интересно было. Ну, мне тоже интересно, просто хочется дослушаться, хоть... Ну, да, я расскажу, собственно, вот была эта система светофор, когда, собственно, делили города, то есть мы, например, не имели возможности, у нас, ну, все дамбы были, эти, как-то, съезды на межгородские дороги, они были перекрыты полицией, мы внутри города могли перемещаться свободно, а между городами нам надо было специальные разрешения иметь, и понятно, что если город зеленый, то у него там больше там система образования может работать, магазины могут быть более-менее открыты, если город желтый, там оранжевый, тем более красный, там все закрыто. Эта система, и каждые две недели тебе городу присваивают определенный цвет. Вот. Вот дальше, дальше получается, что вот эта концепция, вы знаете, когда пришла вакцина, ну, понятно, что Нитаньяху, как только пришла вакцина, Нитаньяху воткнула ее первым под камерой, да, и слава богу, и сейчас он делает все для того, чтобы Израиль первым, у него, это называется операция «Возвращаемся к жизни», Израиль первым открыл и начал нормально жить внутри страны. У нас открылись рестораны, у нас открываются там спортивные мероприятия и так далее. После того, как ты делаешь вторую вакцину, это все, логистика просто поражает, она фантастична, да, то есть все торговые центры, все переделаны по центру вакцинации, у меня там уходят, между, как я запарковал, вот на этой огромной парковке около торгового центра, запарковал свободную машину, и, собственно, сижу уже со сделанным уколом, у меня проходит 10 минут. То есть ты заходишь, там тебе по ID, тут же выдают номерочек, тут же там 12 кабинок, заходишь тут же, на телефоне он отмечает себе, что вам сделали вакцину, там в какое плечо он отмечает, в правое, в левое, и после этого вам надо 15 минут здесь же организованы места сидения, где ты сидишь, отдыхаешь, после этого поехал. Через неделю после второй вакцины тебе автоматически прилетает зеленый паспорт, так называемый, который привязан к твоему заграничному паспорту, то есть у тебя там автоматически номер заграничного паспорта, ну и все, и теперь для всех, собственно, это вот называется такая позитивная дискриминация, для обладателей зеленых паспортов открылись рестораны, для обладателей зеленых, если у тебя нет, а, да, еще одна важная вещь, что если ты переболел короной, то тебе тоже прилетает зеленый паспорт, но он называется зеленый паспорт переболевшего, вакцинированный, там стоят две отметки, когда вам сделана вакцина, и он действительно на 6 месяцев, а переболевшего это на 5 месяцев после окончания болезни, и там не стоит, вопрос вам для того, чтобы выровнять информацию и чтобы правильное понимание было. Скажите, пожалуйста, вот если, допустим, человек имеет гражданство Израиля и России, и, к примеру, он делает вакцинацию в России спутником, и возвращается в Израиль с нашим сертификатом о том, что он сделает вакцинацию спутником, как-то будет это влиять на его медицинскую страховку, вот очень такой интересный вопрос. Нет, вы знаете, тут страховка на это пока не влияет, я предполагаю, что это будет дальнейшим образом влиять, но пока на это не влияет, и все другие вакцины, которые сделаны за пределами Израиля, они пока тоже не принимаются, но понятно, что этот зеленый паспорт сделан для того, чтобы сейчас идет дискриминация внутри Израиля, антипрививочников, а потом она будет распространена, то есть с этим зеленым паспортом мы будем летать в Европу, и это сейчас уже Кипр и Греция для нас открыты при наличии зеленого паспорта. Я просто поднял руку не для того, чтобы рассказать про Израиль, хотя я готов отвечать на вопросы, а для того, чтобы меня Владимир здесь немножко поразил своей любовью к свободе, и я просто таким образом нам надо сделать 70% такая простая математика, нам нужно сделать, чтобы население на 70% имело прививку, 70% населения для того, чтобы вот этот показатель Р, заражаемость снизился ниже единицы, и мы перестали друг друга заражать. нужно 70%, из них 20% мы сделать не можем, потому что это дети до 16 лет, а их нельзя прививать, 10% это беременные, хотя беременных можно уже, беременные, медотводы и так далее, это люди, которым нельзя просто по медицинским показателям, и остается, что 70% это все люди, которые должны, которые могут быть привиты, они должны быть все привиты, и государство исходит из этой логики, оно говорит, что, ребята, вот для тех, кто привился, будет все, вы начнете жить нормальной жизнью, вас будут пускать в торговые центры, вас будут пускать в рестораны, для вас откроются театры, все сотрудники ресторанов и торговых центров все будут зелеными паспортами, вы будете жить, а те, кто без зеленых паспортов, для них начинается дискриминация, то есть вы можете сидеть дома, вы можете никуда не выходить, и у вас может быть своя такая травоядная растительная жизнь, и вот меня лично, почему я прям поднял руку, потому что вот Владимир, он сейчас ушел, насколько я понимаю, вот у меня к нему вопрос, к антипрививочникам, вы можете гарантировать, что вы можете держать свой вирус при себе, вот мне кажется, что все наши вот эта либеральная идея, приверженцем которой я являюсь ярким приверженцем, права человека и так далее, они разработаны для того, чтобы регулировать отношения человека и общества, но сейчас ворвался в эти отношения, ворвался третий субъект, третий объект, это вирус, которому плевать, мы не можем, мы можем контролировать какие-то свои действия, то есть там не кричать, не орать, ну как-то там, не ругаться, не убивать друг друга, это мы можем контролировать, но мы не можем контролировать тот вирус, который сидит внутри нас и заражает других людей, вот у меня сыну 14 лет, да, я сейчас, я просто закончу, я вот закончу просто 5 секунд, у меня сыну 14 лет, и он не может прививаться, его не прививают, я очень не хочу, чтобы он заболел короной, потому что какой-то человек просто не захотел этого сделать по каким-то своим соображениям, Pfizer, отвечая на ваш вопрос по поводу сколько людей привито Pfizer, это уже сотни миллионов кейсов и нет ни смертельных случаев, ни там каких-то серьезных Павел, извините, я вас прямо вот сразу перепью, если есть смертельные смертельные случаи, Илья, Илья, давайте какие-то да, Михаил, просто вы математику сейчас все правильно, у меня такой вопрос, насколько я понимаю, палестинцев же не прививают, правильно? То есть в Израиле палестину массово, так же, ровно так же, массово, там же были... Но очень, очень, действительно, очень мало, там по 25 тысяч доз им дают, это действительно очень... Ну это ничто, это ничто, да, я просто к тому, что получается в этой математике, вот вы 70% насчитали, но это 70% без палестинцев, да, и ведь просто тут даже не вопрос в том, что в отношении и так далее, вот с точки зрения получается того же, как бы просто здоровья людей, если мы считаем, что нам надо 70% населения, то есть нужно, что если палестинцев не прививают, то получается этих людей либо вообще больше не пускать никак, вот там еще, еще больше стену построить, не только с газой, но и со всем остальным, либо как-то не получается 70%, вот как-то так, есть такая проблема, вообще это обсуждается? Ну, слушайте, давайте так, здесь правая идея, правая идея, это так, это, собственно, левая идея потерпела катастрофу в 90-х и в начале 2000-х годов, левая, это мир с Палестиной, да, это, это тема другого разговора, но тем не менее, в двух словах, она потерпела катастрофу, потому что здесь взрывались, то есть как только мы пытались там организовать мир с Палестиной, здесь автобусы взрывались на остановках, сейчас в Израиле правая идея, правая идея, это что такое, давайте выстроим стену, давайте поставим границы и давайте держать там, вот палестинцы, вам дали все для того, чтобы построить свое государство, у вас должен быть свой парламент, своя валюта, свой аэродром, своя медицина, своя полиция, своя армия, у вас все это должно быть уже построено, вы сидите там 30 лет и только просите и говорите о том, что вот Израиль, уходи Израиль, Израиля здесь быть не должно, мы не готовы на мир, когда Израиля не будет, тогда будет тут Палестина, все, вот если вы не хотите этим заниматься, то Палестин, вот тут у Израиля, ну вот 25 тысяч доз вам, пожалуйста, но если вы, сектор газа, сами не можете организовать вакцинацию на своей территории, там, Хамас не может организовать, это, собственно, не проблема Израиля. понимаете, сектор газа не может организовать, потому что он был в блокаде, так что, я сейчас даже не хотел, вы политику начали говорить, опосновывать, почему это, я про другое немножко, просто я тут с вами был очень сильно поспорил, но дело не в этом, скажите, в принципе, в прессе эта проблема появляется, что вот как бы, надо ли нам палестинцев, или обсуждается, или не надо, или как бы консенсус, все, что не надо, и все, или там вот 25 тысяч, почему не надо, ну почему не надо, то пожалуйста, пускай палестинцы закупают, это отдельное государство, да, это государство там для двух народов. Не, 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 Михаил, вопрос не в праве, а тема существует вообще? Обсуждается ли это? Есть ли какие-то полярные мнения в прессе, не знаю, в фейсбуках, в каких-то других? Ну, я бы, я бы сказал, что в той новостной ленте, которую я читаю, она не, не, не фигурирует. То есть я знаю, да, действительно, вот я знаю про, эту проблему, я знаю, я при этом приверженец не радикально правой идеи, а я приверженец идеи того, что с Палестиной нужно договариваться, и пока мы тут не договоримся, тут ничего не решится. Поэтому я отслеживаю эту тематику, но при этом я понимаю, что да, действительно, это, ну такая история, ребят, вы сами за себя отвечаете. Извините, Михаил, скажите, вот кратенько, если подытожить, вы приверженец, чего, прививаться-то или нет? Ну, разумеется, я повторяю, что вот когда мой сын, который год пожил в разных странах, он вернулся и увидел какой-то поражающий, просто убивающий все, фатализм людей в России, да, что да, мы все равно все переболеем, ну, там умрут, так умрут, это просто, это феноменальное какое-то вот такое отношение, что ну, ну, откуда деваться, ну, что делать? И все, то есть уже все там переболели, да, там кто-то переболел, кто-то там, ну все, надоело бояться, да, и давайте уже будем, все, вот он пошел, это он прилетел в Январе, фатализм на уровне государства. да, я понимаю, я понимаю, когда первое, первое лицо там скрывается и не вакцинируется, и не дает, ну, то есть я повторяю, я первым привился и сказал, что ребят, давайте, он на каждом шагу сейчас говорит, идите прививайтесь, идите прививайтесь. Ну, а у вас на вопрос про вакцину президента какие-то ухмылочки постоянно? Конечно, конечно, это, это идет, это вот, это вот, а президент не хочет прививаться до тех пор, пока как минимум хотя бы вторая стадия не будет там по истечении нескольких лет. Илья, вот я не помню, кто нас выступал в эфире Эхо, точно не Соловей, но объяснили очень хорошо, политическое именно объяснение, почему Путин не хочет прививаться, почему Путин не носит маску, потому что Путин, который носит маску, это значит, что Путин ставит себя на один уровень с россиянами, значит, он оказывается такой же смертный, как и все его избиратели. Ну так это же очень плохо, так нельзя, так это, я не знаю, ну ладно. Путин не человек, Путин не человек, Путин сакральная фигура, Путин, собственно, вот некий рыцарь, который охраняет Россию, не может быть таким же. как мы большой путь проделали от темы заданной до... Да, да, да. Извините, я... Очень долго шли. Юля, простите, пожалуйста, если можно, да, вот сейчас вы выступите, потом Таня, все-таки я обещала... Я буквально быстренько вы скажете. Потом просто я удалюсь уже, оставлю вас, вот тут много модераторов, сами решайте, что с комнатой делать. Хорошо. Пожалуйста, да. Ради баб... Нет, я просто быстренько уже очень хочется спать, поэтому... Всем хочется спать. У меня вопрос... У меня вопрос и к диссидентам, и к недиссидентам. Я ко всем одинаково хорошо отношусь. Смотрите, мне правда интересно, кто-нибудь может ли мне объяснить, как так получается, что Франция с Россией сегодня, да, вот я рассказала свою историю, что они как будто на разных планетах. Вот как? Вот правильно сказали Михаил, да, вы говорили про фатализм России, кто-то говорит, да, про супер-супер-супер контроль в европейских странах, как таковых. Просто как это можно объяснить? Как вообще так получается, что приезжаешь сюда, вот в Россию, и... Я не понимаю, честно. Не может же такого быть, что... Извините, можно? Можно я отвечу на ваш вопрос? Да. Можно, Илья, пожалуйста, можно вот Илья, скромная девушка из... Да, да, пожалуйста. Да. Я давно жду, и я сейчас просто поражена словами Михаила из Израиля, сижу, просто, так сказать, кричу, как говорила девушка, тут у нас одна. Дальше не говори. Да, да, да. У нас тема паспортов затихла, сначала она была ярко поставлена, но я расскажу потом, что у нас, по сути, они существуют давно, эти паспорта, но сейчас под сомнение ставится, так сказать, эффективность, вообще возможность выдачи этих паспортов, с которыми ты можешь здесь заходить, потому что у нас уже подтверждены много случаев, когда люди заболели ковидом после двух стадий прививки. И как бы, вот буквально... Первое, у нас малое количество пришло Pfizer, и привились, так сказать, врачи высоких рангов, потом пришла Moderna, привили медсестер, медперсонал привили, а потом пришла AstraZeneca, который сейчас прививает всех. А вы говорите, много случаев это сколько? То есть просто... Ну, например, на прошлой неделе... Интересный кто, и я ее не слышал здесь... А вот смотрите, а, например, на прошлой неделе, это даже несложно, можно по-русски, на русских порталах найти, литовских. 15 стариков заболело в доме престарелых, привитых уже два раза, AstraZeneca. Вот. И как бы поэтому возникают вопросы, насколько этично все-таки людям, которые два раза привиты, давать этот паспорт, потому что они также могут заболеть, они также могут распространять. И мне лично, мой врач, семейный наш, сказал, что привитка ставится для того, чтобы не уметь умереть после болезни. Ну, как бы она облегчает. Простите, можно я добавлю? Я сделаю, что привитка делается не для того, чтобы не заразиться, а прививка делается любая, для того, чтобы сама болезнь проходила как можно легче. Если врачи меня поправят, то... Да, ты можешь? Да, поэтому мне очень странно было от Михаила слышать, что, так сказать, привитые люди, это зеленый свет везде. Они же также могут быть устранителями и также заразить ваше возможности. Извините, можно я вкратце просто скажу? Нет, Илья, пожалуйста. Пожалуйста, давайте вам, Михаил, коротко ответить сейчас, потом танец в Украину и делайте, что хотите. Да, я могу ответить. Думаю, что 95%, то есть когда вы ставите там 100 тысячам населения, то 5000 могут заболеть и это считается нормальным. 95% эффективности прививки. Второе, этот уйдет вирус тогда, это не означает, что нельзя давать паспорт. Вирус уйдет тогда, когда вот этот показатель заражаемости станет ниже единицы. Сейчас в Израиле 0,99 при 4,5 миллионах привитых людей. Вот, поэтому и дальше этот паспорт не является паспортом. Это как бы некое свидетельство о том, что ты прошел эти две прививки. Ну, кстати, сейчас, он выдается через 10 дней после второй. Это означает, что в течение 10 дней вы еще можете заболеть после второй прививки и это нормально. И, кстати, вторая прививка, она очень и очень болезненная. То есть я, ну, практически у всех, с кем мы разговаривали, вторая прививка, это фактически легкая форма ковида. Я, например, сутки лежал, у меня ощущение было, что какой-то песок насыпали вместо крови. Вот, это действительно такая, и совершенно нет желания болеть настоящим вирусом после того, как ты почувствовал даже этот вирус. Это правда, это правда. У меня бабушка, слушайте, у меня бабушка за 80 лет, и у нее вообще без симптомов. Тут была Ира Баблояна, она жаловалась после первой вакцины, после второй вакцины, вот на этой неделе она как раз укололась на боли в плече, да, это часто описывают в качестве таких побочных действий. Я, уколовшись в в декабре оба раза, ну, я не могу сказать, что я чуть не сдох, но меня оба раза эта история сильно измотала. Я думал, блин, если это так действительно все мощно, ну, вот. Я просто аллергик, если я на стадии прививки так это все переношу, я с ужасом представляю, как бы я ковид перенес. То есть я бы точно, наверное, лежал бы в коммунарке на ВЛ стопудово. Да, совершенно верно. Это совершенно неприятно. Это никакой не грипп, это совершенно неприятные ощущения. И если есть возможность этого избежать, а здесь она действительно есть, вот здесь нет фатализма того, который там я наблюдаю в Новосибирске, да, среди всех моих друзей. Если она есть, то люди ей, люди этой возможности с удовольствием... Извините, Михаил, а можно спросить вас по поводу Новосибирска, да, вот там получается, а вакцинация каким образом происходит? Вот я, допустим, сегодня тоже сделал первый этап вакцинации. Вот мне... Ну, что из себя это представляло? Я просто подал заявку. А это я вот такой активный сегодня. Я. Да, я могу рассказать. Мой сын... Можно и так сказать. Мой сын приехал в поликлинику по месту прописки. Это было начало февраля. И вакцин, конечно, никаких не было. И ему сказали, что первые там больше тысячи человек очередь. Извините, в начале февраля этого года, да? Да, 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 конечно, да. Вот это вот. Он вернулся 17 января, и вот в начале февраля он приехал делать, узнать, можно ли сделать прививку. И ему повезло, потому что он приехал к концу дня, оказалась скрытая одна там вакцина, человек не пришел, ему поставили тут же. Но очередь была на конец марта. И вот, по-моему, 3 марта ему сделали вторую прививку. То есть ему повезло просто потому, что вот случайно не пришел тот человек, который был записан в очереди. Никого больше знакомых из Новосибирска, кто бы сделал прививку. А нет, еще одного я знаю. Он директор медицинского центра, который, собственно, сделал прививку. Все остальные просто переболели. Мне кажется, что там вот этот коллективный... Нет, 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 Илья, пожалуйста, я умоляю, умоляю. Все, молча. Таня, 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 которая онколог. Доброго ночи. Доброй ночи, добрый вечер. Меня зовут Татьяна, спасибо, что вы меня подключили. Я немножечко представлюсь, чтобы было сразу понятно, в каком ключе я буду говорить. Я онколог, гематолог, сама я из Украины, но сейчас я проживаю в Италии, так как я здесь пишу свою диссертацию, и, в общем-то, знаю все и об Италии в плане COVID, и, конечно же, о стране, где я родилась, об Украине. Вот. Если у вас какие-то... Извините, а диссертацию, если не сложно, на какую тему пишете? Я пишу диссертацию на тему периферические токлеточные лимфомы. Я занимаюсь онкогематологией, у меня очень большой проект, который собрал, на самом деле, пять континентов, больше 50 центров, это очень большая датабейс по токлеточным лимфомам. Вот у Татьяны у вашей тетки вопрос. Таня, пожалуйста. Да, Таня, здравствуйте. Я вот как раз онковыздоровевшая, у меня была лимфома Хочкина, и вы будете пятым врачом, у кого я спрошу, стоит ли делать вакцину, это безопасно для человека, который прошел через химиотерапию, лучевую терапию, гормональную терапию, сейчас в ремиссии. Спасибо большое. Я начну немножечко издалека. На самом деле, то, о чем говорил вообще Михаил, это называется коллективный иммунитет, когда 70-80% населения должны быть вакцинированы. Я очень плотно занимаюсь темой вакцинации, так как особенно у пациентов с онкологическими заболеваниями на сегодняшний момент есть огромные доказательные данные, что эти пациенты подвержены риску смерти от тех заболеваний, которые можно предотвратить с помощью вакцинации. То есть наука, медицина продвинулась настолько вперед, что мы сегодня прекрасно лечим онкологических пациентов, но, к сожалению, учитывая, что они достаточно длительное время могут находиться в сниженном иммунитете, они восприимчивы к различным вирусам, инфекциям и они у них протекают достаточно тяжелее. Вот. И ко всему же прочему касательно коллективного иммунитета, то есть почему мы сейчас наблюдаем различные мутации вируса, это негерийский тип, английский тип и так далее. В общем-то потому что наша популяция в мире, мы все очень разные, даже в середине своей страны, так сказать, мы как бы все достаточно индивидуальные и этот вирус, он так или иначе мутирует. Поэтому, конечно же, я выступаю за вакцинацию для того, чтобы всю эту историю можно было как можно быстрее предотвратить. К сожалению, это не быстрый процесс и я думаю, что еще ну минимум год-два мы со всей этой историей будем жить. Конечно, будем жить проще, лучше, но как бы послевкусие останется. Отвечая на вопрос, простите, девушка, я не помню, не взяла этот вопрос. Вам вакцинироваться необходимо. Во всем мире сейчас людей разделяют на приоритетные группы, то есть кому эта вакцинация более необходима. да, то есть ну конечно по разным странам это разные приоритетные группы, но онкологические пациенты, люди, которые имеют различные хронические заболевания, например, сердечно-сосудистые, да, сахарный диабет, какие-то эндокринологические патологии, это заболевания хронические легких, дыхательных путей, они входят в одну из первых приоритетных групп вакцинации. Если я ответила верно на этот вопрос, неверно, а тот ответ, который от меня ожидали. В общем-то, я думаю, что я его обосновала. Спасибо большое. Пожалуйста, к Тане, которая онколог, есть у спикеров вопросы, обращайтесь. Можно по онкологии тут же поговорить. Я, кстати, сделала вакцину, я сделала Pfizer, вторую дозу я ввела 29 января, и по поводу реакции я еще очень хочу вам сказать, которые все описывают. Это совершенно нормальная реакция организма, кто будет делать вакцинацию небольшой лайфхак, выпейте парацетамол 500 грамм за пару часов до введения вакцины, и если вы себя будете чувствовать после вакцины сломотой тела, будете чувствовать, что поднимается температура, выпейте еще раз парацетамол. Антигистаминный рекомендовали мне. Можно и антигистаминный. Вообще, на самом деле, нужно всегда пить как минимум 2 литра воды в день. В принципе, любому человеку. это тоже хорошо. Дорогие друзья, я удаляю эти комнаты. Спасибо вам большое. Подпишитесь на модераторов. Мне было со всеми очень интересно. У нас такой интересный получился срез по разным странам. Мы, мне кажется, в меньшей степени говорили про ковид-диссидентов. Такой получился облет разных практик. Мне было интересно. Еще раз повторюсь, спасибо Гологову, с которым мы комнату организовали. Спасибо большое. Активным собеседником разным. Всем здоровья желаю. И что еще? Алексей. Да. Секундочку. Я просто пользуюсь случаем. Напомню, что на Эхе Москвы, где я работаю, у меня есть специальная программа, которая называется «Изнанка». И там можно рассказать даже анонимно о своей профессии. Если у вас желание есть, пожалуйста, посмотрите в описании в моем профиле инструкции, куда мне писать. Если есть у вас такое желание, мы с вами по Zoom связываемся или по Skype, вы рассказываете про то, как вы работаете шахтером, может быть, онкологом, может быть, мы, кстати, с Татьяной свяжемся, он согласится рассказать. Алексей, можно я добавлю? Алексей, я вам на почту на вашу, которая указана у вас в профиле, отправил письмо. Посмотрите, пожалуйста. Спасибо. Спасибо. я ухожу. Спасибо огромное. Всем здоровья. не хворайте, обнимайся. Спасибо, Алексей. Спасибо. Я тоже откланяюсь, к сожалению, никто не ответил на мой вопрос про то, как так может быть, что у нас диаметрально разные вообще практики в стране А или в стране Б и так далее. А что за вопрос у вас был? У меня, грубо говоря, был вопрос, как так может быть, что в европейских странах, конкретно во Франции, я могу за нее говорить, такие очень-очень строгие меры и в то же время это и привело к ожидаемым результатам, то есть по-прежнему очень много заболевших поступает каждый день. Мне не совсем понятно, меры в чем, по поводу чего меры. Сейчас объясню, ну, дело в том, что все закрыто, люди в основном сидят дома на удаленке, да, и в 6 часов вечера наступает комендантский час. Вот смотрите, можно я попробую вам ответить на этот вопрос? Дело в том, что вот эти цифры по заболевшим, они очень сильно влияют от проведенных тестов каждый день. Вот, например, у нас в Украине две недели назад было даже где-то там 3 тысячи заболевших, а сегодня у нас 10 тысяч. Тогда, когда было 3 тысячи заболевших, у нас ПЦР-тестов в сутки было сделано 17 тысяч. Вот, сегодня, когда у нас 10 тысяч заболевших, вот, на вчера было сделано 40 тысяч ПЦР-тестов. Вот. В принципе, вот я слушала, я как бы... Извините, можно вопрос? Скажите, пожалуйста, вот, насколько ваши больницы, да, ну, конкретно в вашем городе, в котором вы живете, они, ну, коечный фонд, насколько мы запомним? Вот, если брать Москву, да, то те организации, да, и лечебно-профилактические учреждения, которые оказывают подобного рода действия, да, их коечный фонд не уменьшили, то есть, как он формировался? Исходя из того, что есть, да, на сегодняшний день в больницах крупных, Москвы, в них, там, допустим, пятиэтажное здание, его полностью под ковид закрывали. Прошел, получается, год, да, с небольшим уже, ну, почти год, в феврале, в конце февраля того года объявили ковид. Вот. И те больницы, их не освобождают от лечения ковид. Помимо всего прочего, в различных регионах России, ну, за других ничего не могу говорить, строят госпиталя специально для лечения ковид. То есть, о чем это говорит? Это говорит о том, что сейчас, вот, весной, исходя из того, что я общаюсь с врачами, и они говорят, что ковид, он теперь есть на сегодняшний день, и он никуда не исчезнет, так же, как и грипп, условно говоря. Вот. И строятся ли у вас какие-то ковидные госпитали, и закрываются ли отделения, которые были под ковид предназначены? Спасибо. Да, вот смотрите, у нас койко-места только увеличиваются. То есть, у нас, если можно сравнивать с годом назад, дополнительно, или ограничиваются. Да, смотрите, у нас сейчас в Украине такая ситуация, у нас сейчас рост заболеваемости, конкретно рост в трех областях. Это Ивано-Франковская, Черновецкая область, Житомирская. Вот. И там сейчас растянули вот эти мобильные госпитали, палатки, потому что там сейчас дополняемость коек 98%. Вот. Эти мобильные госпитали уже поставили, там еще никто не лежит, но они как бы готовы для приема заболевших. Сейчас у нас отмечают, что это идет третья волна. И был уже обнаружен в Ивано-Франковской области был обнаружен вот этот штамм английский, английского вируса, этого коронавируса, который у него процессы протекают быстрее. Вот, например, я когда болела... Извините, ради бога, но так в принципе очень долго можно рассказывать. Вкратце вот если подытожить, что бы вы хотели сказать? По поводу чего хотела сказать? По поводу того, как лечат или по поводу того, что вот я хотела бы сказать, у нас два дня назад умер тренер по легкой атлетике моей дочери. Завтра будут похороны. У них заболела семья из четырех человек. Два сына, жена и отец. он болел буквально неделю. У него было поражение 75%. То, что люди сейчас болеют тяжелее, вот эта третья волна, которая идет, она идет тяжелее, естественно, чем первая, и тяжелее второй волны. поэтому я за то, чтобы все люди прививались спутникам, не знаю, отфайзером, у кого что есть. Вот, потому что пока мы все не нагуляем этот иммунитет коллективный, ничего не будет. я для вас понял, спасибо большое. Пожалуйста. Ребят, кто нас слушает, вот скажите, у кого какое мнение, да, здесь добавились люди, да, снизу, и вообще, кто модераторами является, ребят, смотрите, кто там пишет вам, да, и вообще, кто хочет что-то сказать, да, вот, допустим, Влад, давайте снизу начнем, Влад, вот, пожалуйста, вам слово. Вы меня имели в виду, Илья? Да, да, все верно, именно вас. Да, добрый вечер. Слушайте, ну, такое бурное было обсуждение, как-то даже неудобно было вмешиваться. Я врач-стоматолог по образованию, несмотря на то, что прямого отношения к инфекционным заболеваниям не имею, но, безусловно, точка зрения на этот взгляд есть. Вирус существует, и отрицать это было более чем странно, но, на мой взгляд, здесь все-таки больше политики и передела, нежели чем медицины. Спасибо, Статистика по количеству смертей, она есть, и если мы будем обращаться к врачам и смотреть статистику, мы увидим, что смертность от вируса, она преувеличена, и, безусловно, эффект паники, он имеет место. Одновременно с тем, мое мнение, не претендую на эксклюзивность, активность вакцины, она ведь не доказана. Влад, извините, пожалуйста, просто, чтобы понимание было, вы сами вообще прививались и планируете прививаться, если нет? Нет, если говорить о прививках против ковида, не прививался ни я, ни кто из членов моей семьи. В ближайшее время делать этого никто не планирует. Вот я суждала, когда зайдет какой-нибудь врач и скажет, что, дорогие друзья, да, существует вирус, да, все это есть, без вопросов, нельзя этого отрицать, но в то же время закрывать целые страны, грубо говоря, ну, в общем, мне немножко откликнулось. Юль, извините, пожалуйста, а кто-то говорил, что вируса нет, я просто, может, не слышал? Совершенно нет. Я говорю лишь о том, о разных... Я говорила о том, что мнения врачей разделяются, вот даже по поводу меня, как онкобольного. Вот сейчас Таня мне сказала, что это нужно, сейчас Влад, как врач-стоматолог, говорит, что нет. До этого я говорила в этой комнате, что я задавала вопросы двум врачам в Нью-Йорке и двум врачам в Москве, и мнения также разделились, и это очень-очень странно. Татьяна, вот мне интересно, да, вот вопрос вам, вы говорите, общались и в Москве, и за границей, да, и, ну, то есть, там один врач за границей сказал, что вируса нет, и один врач в Москве, ну, условно говоря, да, и, ну, в противном соотношении то же самое, да, что один сказал, что есть, другой сказал, что нет. Так что это получается? Абсолютно так. Абсолютно так. Я ранее в комнате упоминала. Татьяна, Татьяна. Татьяна, а кто вам сказал, американский доктор, что не надо прививаться, или в России? Просто интересно. Самый удивительный момент, что разделилось так. Сначала я пошла, так как я живу в Нью-Йорке, сначала я пошла в обычный госпиталь, бесплатный в Нью-Йорке, задала вопрос гематологу, и гематолог очень сильно испугался того, что у меня было лечение, и вот такой диагноз, хотя, казалось бы, это был специальный. Татьяна, извините, ради бога, извините, ради бога, перебью вас. Вот когда, ну вот я просто слышал о том, что люди говорят, что они чего-то, к примеру, испугались, да, им, допустим, непонятно, ну, какая-то терминология, и так далее. Это же врач, который специализируется на крови. Татьяна, позвольте, можно я закончу свой вопрос? И вот просто, ну, чтобы понимание было. То есть, вот когда врач говорит определенные вещи, и, ну, пациент, либо другой человек, он не понимает, о чем идет речь, вот, то почему люди не задают конкретные вопросы? допустим, если же я, там, к примеру, не врач, но я очень много посвятил своего времени в силу своей работы, неонатологии, да, что такое, там, новорожденный ребенок, какие там бывают периоды беременности, да, что такое недоношенный новорожденный ребенок, там, что такое кислородная терапия, высокочастотная и так далее. Я этого раньше не знал, но в силу своей работы я, как бы, с этим познакомился, вот. Но суть просто получается в чем, что, когда люди говорят, какие-то определенные вещи, вот, ну, мне просто всегда интересно, на основании чего они основываются, говорят, те или иные слова и чем это подверждено. Я объясню, я объясню еще раз. Спасибо. Врач сказал, к которому я пришла и конкретно задала вопрос, что, описав мой анамнез и через какое лечение я прошла и когда, я сдав анализ крови и все подобные там анализы, которые нужны для того, чтобы прийти из Нью-Йорка, то есть вы ПЦР сдали на когид, правильно я понимаю? Я все сдала и пришла к врачу, он мне сказал, вы знаете, в вашем случае ремиссия еще не так долго, я бы повременела с этой вактиной. Я хочу ее, я очень хотела ее получить, потому что я планирую, как бы, навещать своих родителей, которые живут в Москве, а я живу здесь, учусь. И в итоге я пошла к платному врачу, также в Нью-Йорке, заплатила деньги, снова сделала все тесты и показала анамнез на английском языке. Другой врач мне сказал, да, конечно, обязательно делайте. И тут я, как бы, была в замешательстве, то есть верить в врачу, который был в бесплатной поликлинике или в платной. Это очень странно. И то же самое произошло, когда я прилетела все-таки в Москву, не сделав этот тест, будучи в замешательстве, и пришла к своему врачу, который меня влечил. Он мне сказал, я не уверен. Другой врач сказал, в платной клинике, его же коллега, тоже гематолог, сказал, да, я стопроцентно уверен, что вы в зоне риска. Точно так же, как Таня мне сейчас сказала, спасибо ей огромное, она сказала, вы в зоне риска, вам нужно. Это очень странно, что у врачей так расходится мнение. Татьяна, а у врачей может расходиться мнение, как и у любых других людей. Почему? Потому что они думают так, и он основывается на какие-то свои, условно говоря, проведенные кейсы больных, которые у него были. Другой основывается на других кейсах и так далее. Суть-то не в этом. Суть не в этом. На самом деле, вопрос по поводу вакцинации, например, я сегодня привился, я честно вам скажу, честно, я своих родителей где-то в конце того года отговаривал, говорю, мама, папа, вы, говорю, вакцину не делайте. Они мне говорят, что мы слушаем по неким телевизионным каналам, и те или иные люди говорят, что надо делать вакцинацию и так далее. И я, честно говоря, сомневался вообще в спутнике и так далее до тех пор, пока в ЛАЦЕ не вышла та самая публикация, после которой те самые врачи, с которыми я общаюсь, а я занимаюсь поставками аппаратом ИВЛ как раз в отделении анестезиологии и реанимации в разных больницах. Там есть и новорожденные, дети, и взрослые. То есть, ну, весь спектр охватывается. Вот. И люди, ну, с кем я близко общаюсь, да, вот, они мне говорили, слушай, ну, как можно ставить вакцину, которая не прошла первую, как минимум, и вторую фазу испытаний. Третья фаза, она довольно продолжительная, да, там, гораздо больше промежуток времени между первой и второй идет. Вот. Но пока этих исследований нет, то мы тебе не рекомендуем, и мы сами не прививаемся, как бы, вот так вот. После того, как прошел определенный промежуток времени, появились данные, да, условно говоря, я не знаю, какие это эти данные, и мне, ну, скорее всего, не положено знать, да, но так или иначе, журнал «Ланцетт» признал то, что наша вакцина, она является продуктивной и имеет место быть, как минимум. Это первая ступенька для того, чтобы вперед, ну, дальше двигаться. Дальше будет видно от политики. И, ребята, тут многие подключались, да, вот Влад разговаривал, Егор. Извините, Анна, давайте вот Игорь, Игорь Султанов в таком, скажите, что вы хотели. Добрый вечер, меня слышно, да? Добрый вечер, да. В общем, я пошла, и, к сожалению, не послушаю вас, но всем хорошего вечера и спокойной ночи. Мое мнение очень простое. Я за прививки, да, сейчас они, может быть, какие-то несовершенные, но они у нас есть. И это в текущей реальности чудо нашего времени. У меня просто простая история. У меня в октябре в Питере я похоронил тетю, 14 дней в больнице, 3 дня на ЭВЛе, в декабре похоронил отца, 66 лет, 21 день. Динамика такая была. Неделя в больнице, 40% поражения легких, потом неделя в реанимации и жесткая кислородная маска. 80% поражения легких, и 4 дня на ЭВЛе. Похоронили в закрытом гробу в пакете, обсыпанном известью. То есть опознание делается по фото из гроба. Влад, Влад, из Индия. У меня такой вопрос. Я просто, ну, не знаю, я не могу за всех говорить. Допустим, Михаил, да, мне было бы интересно мнение Михаила, который из Израиля. Я могу сказать примерно следующее, что примерно в июне того года Всемирная Ассоциация Анестезиологов и реаниматологов, она пришла к тому, что интубация пациентов, а интубация пациентов подразумевает под собой то, что не сам человек дышит, а за него дышит аппарат искусственной вентиляции легких. В связи с чем и было связано то, что массово везде, по всему миру все закупали аппараты ВЛ. Был жуткий дефицит в России. И, скорее всего, кто-то, если кто знаком с госзакупками, он примерно знает, как происходила эта ситуация и как это все выглядело, кто мог поставить, кто не мог и так далее. У меня просто вопрос такой. Те люди, которые переболели коронавирусом и не прививались, и те люди, которые привились и, соответственно, но, скорее всего, не заболеют коронавирусом, в чем разница? Объясню, почему такой вопрос. У меня, в частности, есть люди, кто категорически отрицает коронавирус, и те, кто реально переболел, и кто работает в медицинской сфере, и те, кто конкретно там все различные санитарные нормы для того, чтобы обезопасить себя от ковида, принимал, но так или иначе заболел. Так вот, все эти люди говорят о том, что вот, ну, просто у меня, я думаю, что гораздо больше, чем, ну, у кого, у некоторых людей, скажем так, больше знакомых. Почему? Потому что я работаю именно с анестезиологией, с реанимацией, да, с отделениями, с этими, вот, и больных очень много, и в Москве не закрыли практически ни один ковидный госпиталь, который был развернут на базе каких-то там, скажем так, ну, развлекательных учреждений, помимо всего прочего, в больницах, которые реально крупные, да, там взять 52-я, 40-я, взять там склиф и так далее, у них переоборудованы отделения, целые, там, пятиэтажные, условно говоря, отделения под ковид. Вот, как вы думаете? Можно я перебью? Да, да. А какой вопрос-то, собственно, мы, я боюсь, что мы потеряем всю аудиторию. Михаил, Михаил, вопрос в том, что вот сейчас в конце марта будет ли очередная волна ковида или как бы, вакцинация сделает свое дело? Спасибо. Будет волна и не одна, Илья, если вопрос ко мне, я услышал обращение. И не последнее, еще первое. Второе, вы сами отметили, что вакцина действует всего шесть месяцев. И третье, ну, вы же как разумный человек должны понимать, что та ситуация контроля, которая сейчас существует во всем мире, и те возможности, которые получают правящие структуры, я сейчас не о глобальном заговоре или о чем другом, а всего лишь о революции, которую описал Шваб в своей книге «Четвертая промышленная революция». Дает огромные возможности, от которых никто уже не откажется. Пройдет этот вирус, за ним придет следующее. Он будет либо мутацией этого или вируса, либо новой, не так суть важна. Но тоже, можно сказать, можно и отвечу. Во-первых, Игорь, примите мои соболезнования по поводу ваших утрат, это действительно тяжело. Во-вторых, я согласен совершенно с вами по поводу того, что государства получают экстренные полномочия, экстраполномочия, ну, собственно, так, как это происходило в любую войну. от которых они никогда уже не откажутся, Михаил Павлович. это не так, потому что, собственно, мир двигается в сторону от войны к миру. Мир сейчас выгоден. Извините, извините. И в сторону тотального контроля, Михаил Павлович. Я нахожусь в Санкт-Петербурге. Мои родители находятся в Соединенных Штатах. Мой сын живет в Англии. То есть ситуацию, связанную с тем, каким образом происходит контроль в цикленных странах, у меня есть возможность сопоставить из первых источников. И, на мой взгляд, сегодня Россия одна из самых безопасных стран, где можно находиться. Хотя возможность у меня вывести семью в любую страну мира сегодня. Извините, Влад, 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 простите. Вот просто сразу хочу спросить. Это банальный, простой вопрос. На основании чего вы делаете такие выводы? Мне просто очень интересно. Я думаю, не только мне. Спасибо. Ну, я думаю, что, Илья, любые выводы, которые делаются в сегодняшней беседе любым выступающим, делаются на основе субъективных личных данных. Так же, как и мои. Послушайте, Влад, давайте так, чтобы между нами было примерно одинаковое понимание, Вы какой должность или чем вы вообще занимаетесь? Кто вы? Просто понятно было. Если вы говорите про должность, я собственник бизнеса. У меня есть несколько разных направлений, в числе которых находится медицинский бизнес, медицинский... Влад, скажите, пожалуйста, сколько у вас человек, за которых вы платите заработную плату? которым я плачу или за которых я плачу, или... Мне кажется, мы так от темы отходим далеко, ладно. Я согласен. Татьяна, да, да. Если у вас есть что добавить, ну, просто секундочку, ну, можно я закончил этот вопрос? Вот Влад говорит, что так и так. Мне просто интересно, насколько заработная плата тех сотрудников, которые относятся к той или иной мере к ковиду, да? А вы относитесь вообще к ковиду? Нет, мы не относимся напрямую к ковиду. Ну, все, тогда извините, я... Я бы с удовольствием послушала больше Татьяну, как врача, который гематолог и занимается исследованием. Если позволите, я тоже присоединюсь, Татьяну было бы очень интересно послушать. Хорошо. Илья, ну, я отвечаю на ваш вопрос, я прошу прощения, Михаил. Я понял, что вы хотели спросить. Она зависит напрямую. На прямую вопрос. Извините, уважаемые слушатели, вот просто мне интересно с Владом последний вопрос можно задать, да? Вот когда говорят, что человек, к примеру, ну, там, получает тысячу долларов, да? А вы в Санкт-Петербурге, да, в России, ну, пускай будет 70 тысяч рублей. И когда люди говорят, что они там где-то в Америке получают гораздо больше, да, то тот вопрос, который начисляет, допустим, контура, да, из-за, ну, какой-то организации, и сколько человек конкретно получают на руки, это же ведь большая разница на самом-то деле. Спасибо. Я не понял сути вашего вопроса, Илья, если честно. суть вопроса заключается в том, что если человек получает тысячу долларов на руки, сколько организация платит за то, чтобы человек получил там тысячу, ну, долларов, там, или евро, или евро. Мне кажется, мы уходим от темы нашего разговора, я прошу прощения, что я... Да, это совсем не тема, может быть, послушаем Татьяну, действительно. А, подождите, ребят, я полностью согласен, я полностью согласен с тем, о чем вы говорите, но, тем не менее, мне было бы интересно, вот, если человек, да, тысячу долларов, или тысячу евро получает, сколько он платит налога, ну, точнее, за него платит, условно говоря, работодатель, либо он сам платит, вот, просто все говорят, что, ну, налоги там очень сильно разнятся, мне было бы интересно, если есть у кого-то информация, скажите, пожалуйста, спасибо. Если позволите, я начну. Могу начать с налогов и, в общем-то, рассказать, почему, наверное, Россия, так же, как и Украина, сейчас не самые безопасные страны для нахождения. В Италии налог составляет приблизительно 50%, у кого-то чуть больше, у кого-то чуть меньше. Касательно, почему не Россия... Извините, можно вопрос, 50% от чего? От заработной платы. Я не являюсь владельцем бизнеса, у меня нет веков, на меня работают, подождите, Илья, не перебивайте, вот, я работаю просто в клинике, получаю зарплату, да, и со своей зарплатой плачу определенный налог, который составляет плюс-минус столько, сколько я вам сказала. Сколько вы платите налог вот ежемесячно, сколько платите налог? Больше 50%. Но платя этот налог, больше 50%, я не скажу, сколько я зарабатываю, это конфиденциальная информация, платя этот налог, я совершенно спокойно нахожусь в Италии, не являясь гражданином этой страны, имея исключительно вид на жительство, и я совершенно не переживаю, что со мной произойдет, если я вдруг заболею ковидом, онкологическим заболеванием или любым другим хроническим заболеванием. Потому что данная страна мне предоставит всю эту медицинскую помощь и лечение самыми новыми инновационными методами лечения совершенно бесплатно. Поэтому, только исходя из этого, я бы поспорила с тем, что находиться в России сейчас безопаснее всего. Если вы говорите о безопасности как о методе передвижения... просто чтобы понимание было, безопасность в плане того, чтобы не заболеть, или если ты заболеешь, то тебя могли бы поставить на ноги. Вы знаете, и в том, и в другом. Я с самого начала пандемии нахожусь в Италии, я работаю в клинике, в госпитале онкологическом. Извините, скажите, пожалуйста, а вот в Италии в госпитале сколько коек у вас в реанимации? Ну, просто чтобы понимание было. У меня, допустим, есть понимание, что, допустим, в Склифе есть 148 коек, в реанимации это определенная. Есть еще другая реанимация, там еще 50 коек. У вас сколько коек в больнице, если не секрет? Ну, вы не путайте, у меня онкологическая клиника, поэтому... А она работает даже в статном режиме? Да, мы работаем в штатном режиме, более того, мы за время пандемии ни одному пациенту не затянули начало терапии, может быть, немножечко была затянута диагностика в связи с определенными ситуациями, которые возникали в локальных отделениях, например, там, МРТ, МРТ, ПЭТКТ и так далее, потому что локально выявляли случаи ковида, но я за год, имея даже своих сотрудников, своих коллег, с которыми я работаю, которые заболели ковид, только лишь из-за того, что были, мы придерживались всех мер безопасности, это и мытье рук, и ношение масок, и избегали контактов друг с другом, у нас полностью все пятиминутки, какие-то совещания, это все мы проводили онлайн, из 12 человек, из 12 докторов в отделении, где я работаю, заболел только один доктор, вплоть до того, у нас были диагностированы совсем недавно три пациента, которые лежали уже в стационаре, получая терапию, при поступлении у них тест на ковид был отрицательный, через пять дней развились симптомы, и тест был положительный, учитывая все меры безопасности, нам удалось избежать распространения по другим пациентам, медицинскому персоналу и так далее, вот, поэтому здесь, конечно же, меры безопасности, они являются, наверное, самой такой значимой частью всей этой ситуации, по поводу того, что будет третья волна, четвертая и пятая, они будут, и это очень просто объяснить, как или иначе, мы все равно передвигаемся из города в город, из региона в регион, например, на сегодняшний день в Италии началась вакцинация с 27 декабря, и вот сегодня, на 5 марта, вакцинировано всего 5% населения. Как вы думаете, здесь не надо обладать высоким уровнем IQ, либо какими-то аналитическими способностями для того, чтобы проанализировать, как долго вся эта ситуация, в общем-то, может продолжаться? Татьяна, Татьяна, вы поймите, дело не в том, какие статистические данные ведут та или иная страна и так далее, а гораздо более важный момент в том, насколько вакцина той, которой прививаются люди в тех или иных странах, кто-то Pfizer, кто-то спутником, кто-то еще чем-то, насколько она будет эффективна, и я, ну, это опять же мое остаточное осуждение, условно говоря, чтобы не вводить никого в заблуждение, я предполагаю, что до конца года плюс-минус будет смотреть, что как это выглядит, а со следующего года, ну, скажут, ребята, у кого есть та или иная вакцина, да, те могут ездить в те или иные страны, у кого нет, ну, извините, как бы. Но, Илья, мы, дело в том, что это можем только предполагать, как это все будет, поэтому, Михаил рассказал ситуацию в Израиле, давайте, поскольку у нас добавляются люди, и если у кого есть вопросы, да, вы задавайте модераторам, они вас будут поднимать, да, и вот Игорь, да, я смотрел лично его, он рассказывает о том, что он привился, грубо говоря, сегодня, там, вчера, да, и хотелось бы услышать его мнение. Спасибо. Здравствуйте. Спасибо большое. Можно, пожалуйста, ремарку? Я предлагаю удалить Илью из модератора, потому что он полностью рушит весь диалог, который здесь строится, просто перебивая каждого. Татьян, Татьян, Влад, Влад, Илья, Илья, Игорь, Игорь, уберите его из спикеров и дайте нормально послушать нужных людей, кого нужно слушать. Пожалуйста. Можно я... Продолжайте, пожалуйста. Смотрите, я, да, я привился вчера, то есть я рассказал, что я с ковидом столкнулся, то есть отец и тетя и куча родственников, кто переболел в очень тяжелой форме. То есть решать, конечно, все вам, прививаться или нет. Я вчера привился, да, утром, то есть через 12 часов, вот расскажу свои ощущения, озноб, ломота в теле, температура по 38. Сейчас тут уже отпускает. Парацетамол не пил, ничего не пил, то есть желаю, чтобы организм справился. Я вчера делал прививку в Москве, записался на самое раннее время, как возможно, на 8 часов. И вы не поверите, уже была очередь из людей, то есть человек 10 уже было, пришло прививаться пенсионеры, студенты, человек 5 там пенсионеров, кто пришел уже на вторую прививку. То есть Москва прививается очень активно. То есть люди все понимают, что это очень серьезное заболевание, очень тяжелое, и кто отскочил, кто не отскочил там, то, соответственно, дальше будет только хуже. То есть здесь хочу всем пожелать критическое мышление. Что это? Ну, сейчас люди в странные вещи верят, потому что какие-то паттерны в голове выстраивают, да? То есть заговоры, аденохром в прошлом году, какие-то чипирования и так далее. То есть люди верят в откровенную ерунду, там на фондовых рынках технический анализ, там график рисует левую ногу, значит там он оттолкнется от чего-то и пойдет вверх и так далее. То есть здесь решать людям самим, во что им верить, да? Как вот так мозг работает. Но нужно принять решение. Вы либо прививаетесь, либо вы изолируетесь. Других вариантов нету, да? Потому что карантин это самая непопулярная мера, но лучше ее пока не придумали за 400 лет. У меня в отделе 30 сотрудников. Как только всех удалось... Игорь, извините, пожалуйста, вы привились, а вакцины только сейчас, да, у вас есть какие-то тела? Нет, я сдавал. Я год ходил в офис, я всех сотрудников отправил на удаленку и ходил сам в офис в год. Там в офисе никого не было. То есть я за активный иммунитет. Но я был против того, чтобы сотрудники ходили в офис. 10,5, 30, и не болело. Игорь, извините, о, на сегодняшний... Да что ж такое? Я сдаю тест каждые две недели в Москве на работе и сдавал 3-4 раза тест на антитела. Никаких антител не было. Я вчера пошел, привился. То есть у всех все по-разному. То есть вот есть сотрудники, которые так же, как я, привились. У них все отлично. Температура, а дно все прошло. У кого-то, у кого есть хронические аллергии, танзелиты, у тех появляется сыпь. Возможно, даже красная волчанка у одного человека. То есть у всех все по-разному. Напутник, здесь я не могу вам говорить, хорошая вакцина или плохая. Тут каждый решает для себя. Но вы должны просто четко понимать, что в ближайшие 50 лет, да, эта вещь будет сезонная, она будет с нами. То есть вот как вот... Вы знаете, есть такие диссиденты, которые боятся делать вакцину из-за того, что они переболели. Вот как вы думаете, давайте поговорим об этих людях. У меня коллега болел год назад, поехал в Израиль и заболел там. Прилетел, еще никто ничего не знал про то, что это ковид. И только-только все начиналось в Китае. Прилетел, слег две недели, жесточайшая пневмония. На эти выходные, январские праздники, он уже заболел повторно. Дал тесты, все подтвердилось. То есть это вещь такая, которым вы будете болеть многократно, как гриппом. То есть если от гриппа мы делаем прививку ежегодно, да, там осенью, сезонно, то здесь придется делать прививку постоянно. Сложность в том, что если вы сейчас не успеете сделать как бы прививку, да, вот если у вас нет противопоказаний против нее, то в июле месяца до сентября ее просто летом не будут делать, да. То есть вы будете на лето не защищены. Вот и все. То есть следующий этап, это будет с осени прививаться. Летом никто вас уже не привьет. А есть здесь врачи, которые могут объяснить, почему некоторые люди говорят о том, что если ты переболел, опасно делать прививку? Объясните вот этот момент. Да, я вам объясню этот момент. Давайте немножечко уберем этот балаган. Я на правах модератора, который меня сделал или сделал, не знаю кто, мы дальше передадим слово Евгению. Я вам объясню почему. Значит, во-первых, давайте не будем забывать о том, что владеть информацией, это не значит владеть знаниями, да. Это две колоссально разных вещи. Это первое. Второе. Мы все люди здесь, я надеюсь, образованные, интеллектуально подкованные. Как минимум, знаем немножечко английский язык и можем на официальных всех данных тех же прививок увидеть такую информацию, что тем людям, кто перевалили уже ковидом, может быть рекомендовано отложить вакцинацию на 90 дней после заболевания. Откуда идет эта информация? Эта информация идет из тех исследований, из тех данных, которые на сегодняшний день существуют, что были зафиксированы очень и очень редкие случаи повторного заражения ковид ранее, чем 90 дней. А те, кто говорят, что мы там боимся прививаться или еще что-то, или еще что-то, это люди, которые просто имеют какую-то информацию, которая была вырвана из контекста непонятно где, но которые совершенно не обладают знаниями. Я думаю, что я в принципе это объяснила. И Евгений, поделитесь вашим опытом. Спасибо. Татьяна, я прошу прощения. Я добавлю, просто перед тем, как Евгений будет говорить, в Израиле действительно начали прививать с 1 марта, начали прививать тех, кто переболел, у кого прошло 3 месяца после болезни, и их прививают одной прививкой. То есть это полностью подтверждает ваш тезис? Если позвольте, если позвольте, после Евгения я задам вопрос Владу, потому что уйдет та тема, которую он затронул. А можно мне потом, я эпидемиолог, хотел тоже порадовать некоторую тему. Хорошо, тогда я после вас задам вопрос Владу. Спасибо. Всем привет. Я так понимаю, мне слово дали, правильно? Да, говорите, Евгений. Спасибо за слово. Я не считаю себя ковид-диссидентом, и, честно говоря, название комнаты, оно немножечко неуважительно относится к людям, которые себя противопоставляют прививкам и вообще всей ситуации с ковидом. Но у меня есть множество знакомых, которые просто не хотят об этой теме знать, не хотят об этом говорить, и просто вычеркнули из своей жизни всю эту тему, потому что, ну, достало. Хотя поначалу все вот в... Я просто из Нидерландов, и у нас в марте начался карантин, и все очень серьезно к этому отнеслись, но постепенно к лету вся вера людей в это поугасла, постепенно. Я сам наблюдал, я сам ходил в респираторе, в магазин, а потом все это как-то стухло, и все это перешло в режим просто новостей и информационного шума, и у людей больше нету, ну, у моих знакомых больше нет страха, больше нет желания вообще об эту тему поднимать, и люди просто между собой ходят, общаются. Но прививку в Нидерландах поставить сейчас невозможно, в очередь там не подходит, они завалили эту программу, и она растянется еще годы на четыре, наверное. Я приехал в Россию, и в России все открыто, все живет нормальной жизнью, в Краснодаре никто не носит маски, и как-то, ну, нормальная жизнь. Если не смотреть новости, если не читать статистику, то как будто бы ничего нету. А спрашиваешь людей, все переболели. И у меня родители тоже переболели, делали тест на антитела, все есть, но, как говорят, в легкой форме было. Вот. Я не эпидемиолог, я тут советы не буду давать, просто это мой опыт, связанный с этой всей ситуацией. Спасибо. Разрешите вот так, я же, как профессиональный. эпидемиолога. Андрей, да, пожалуйста. Да, вы знаете, я сам заканчивал Ленинградский санитарно-генический институт, служил в армии, был военным эпидемиологом, я привил, я не знаю, тысяч 10, наверное, человек, ни одного смертельного случая не было, разными прививками, да, и участвовал в эпидемиях тогда, еще в 80-х годах гепатита, все, все я уже прошел, да. Я сделал, на самом деле, сейчас две прививки. Я поучаствовал в эксперименте вакцину от новосибирского вектора, вот, и сейчас сделал, учитывая то, что на нее, кстати, негативные отзывы есть даже сообщество, людей, которые поучаствовали в эксперименте, очень низкие титры, там, антител, и я решил привиться еще и спутникам. Я сделал первую, и 9 марта будет вторая прививка спутникам. По поводу ковид-диссидента, если говорить по теме нашей, вот, команды, в которой мы сейчас участвуем. Мне очень странно, здесь позиция, здесь стоматолог выступал, Илья, по-моему, да, и говорил, что вот я не прививался и прививаться не буду. Не знаю, вообще, вот, господа медики, вы вообще-то как бы, во-первых, вас учили, да, что такое, что такое прививка, какая прививочная работа и так далее, да, вы должны это знать. Во-вторых, вы принимали, я не знаю, все время там присягу врача, да, там, советского я принимал, дальше там, клятву Геопократову условно, вы обязаны, так сказать, по своей специальной, по врачебной, любой специальности, медицинские знания, вот, в обществе распространять. Вот заявления такие, вот, мне лично, вот, как профессионального, да, специалисту, мне это вообще непонятно и вызывает глубокое, глубокое отторжение. Поэтому я вот считаю, сейчас, вот, смотря на все, вот, это безобразие, которое творится, да, с санитарным просвещением в стране, да, вот эти, передачи там, где там говорят о чипировании, и все это ерунду, вот это угонят, какое-то волно, Путин сам не прививается и не хочет. То есть это фактически саботаж натуральный. С моей точки зрения, надо было, и у нас есть закон о санитарном благополучии в Российской Федерации, где четко написано, что нужно вводить карантин, карантин. И там написано, что такое карантин. И тогда уже вот эти вот в части гражданских прав, да, они ограничиваются. Вводятся определенные по закону карантинные мероприятия. И в первую очередь, в первую очередь, раз есть прививка, надо ее делать. Я говорю, хорошая, плохая прививка, она лучше, чем хорошая смерть. И мы прививаем детей. То, что касается вот по поводу заболеваний, насколько я вот эту тему, да, изучил, посчитал там литературу, особых противопоказаний для больных диабетом, там, различными заболеваниями, включая там онкологию, их нет. То же самое и по детям. Я не нашел никаких ограничений в части прививок для детей. Прививки надо делать обязательно. Но единственное, что я вам скажу, что у нас прививок не хватает. Сейчас привито где-то в районе там 2%. Да, если такими темпами будет, мы в этом году не закроем эти, ни коллективный иммунитет 70% не будет. Поэтому вот те, кто интересуется, я полагаю, что эти люди, которые сейчас в комнате, они интересуются. Я призываю всех, если у вас вот, ну просто разум свой включайте и прививайте. второе, нужно обязательно рассказывать людей, агитировать за то, чтобы они все-таки противоэпидемические мероприятия все эти сделали. То есть я понимаю, что даже если я привился, это не факт, что я не являюсь переносчиком этого заболевания. Понимаете, вот это как раз не изучено. Насколько привиты, или это нужно годы, чтобы это изучать, статистику и так далее. Это все нужно, необходимо, необходимо будет изучать. Поэтому, соответственно, вот эти меры противоэпидемические, ну, соответственно, безопасное расстояние, ношение масок и все остальное, соблюдение дистанции, это все как бы обязательно, обязательно и необходимо. Что касается смертности, что типа нет, это все и есть. Ребята, вы почитайте, посмотрите, избыточная смертность есть, плюс 15% смертности, общей смертности по России за прошлый год. Это не полный, так сказать, год там, календарный, потому что эпидемия началась где-то в феврале, там, в конце февраля, начале марта, да. То есть, мы получили там где-то от 350 до 450 дополнительных смертей. Это, извините, город большой умер у нас. Вы что? Мы, Россия, занимает третье место по смертности в мире по вот этой избыточной смертности во всем мире, да. Поэтому, нет, господа мои хорошие, у нас очень высокое заболевание. То, что говорят, Россия, там, чисто, типа, оазис для, ну, для людей, что вот здесь вот, как бы, никто не дозаражает. Просто статистику бесконечное вранье. Бесконечное вранье. У нас не совпадает статистика Роспотребнадзора, не совпадает статистика Минздрава, не совпадает статистика там государства. Но единственная статистика, которая нас достоверна, это по смертности. Потому что там выписывают, соответственно, свидетельство о смерти, ты никуда ее не денешься. То есть она, она, как бы, в открытом доступе мы можем, мы оцениваем, понятно. Ну, плюс 15% к общей смертности добавили, вот так, за один год, и все. И следующий год, это 21-й, так же, я понимаю, ну, как бы, мое, так сказать, выступление эмоционально, но у меня вот это вот рассуждение поплавло, вот я вот, я не прививаюсь, из моей семьи никто не будет прививаться. Ну, ты врач, ну, ты почитай. У тебя-то все инструменты есть. Андрей, Андрей, простите, пожалуйста, можно вам вопрос задать? Скажите, вот прививка и зеленый паспорт, по вашему мнению, это будет заменой карантина и самоизоляцией, и сработают ли ковид-фри рейсы, то есть, вот сейчас есть запущенные рейсы, в частности, в Италии, а в Италии делают, летают самолеты, называется ковид-фри, то есть, авиакомпания отвечает за то, что все привиты. Я думаю, да, противопедемические мероприятия, я считаю, да, мало того, вы знаете, ну, в древности, там всякие эти карантинные заболевания, людей метили, да, о том, что вот они, как бы, да, определенные метки, колокольчики там вешали, да, и так далее. Ну, вот я считаю, что ковид-десят лет, там нам такие колокольчики вешали, да, но я не говорю, что там это, ну, как бы не фашизм, но, понимаете, вот, ну, все-таки какую-то звезду я бы им все-таки привешивал, понимаете, чтобы этот человек, вот, да, я буду знать, что вот этот человек не опасен, понимаете, он опасен. Так это же видно, а не без масок, их и так видно. Нет, вот я, без масок их в магазин у нас не пускают, понимаете, но я знаю, что он, он как бы опасен, понимаете, сам по себе человек, вот этих людей нужно, как бы, подвергать социальному астракизму, да, их нужно, их нужно выставлять. В первую очередь, конечно, Путина, в первую очередь Путина, ну, это что такое? Он его по всем, по всем этим ящикам показывает, и он без масок, и все, вот там встречается, обнимается, целуется, это что такое? Ребята, вы чего? Андрей, на самом деле, все-таки политикам без масок. Поскольку все-таки Андрей обращался ко мне, да, непосредственно, ну, с точки зрения нашить звезду, немножко все-таки попахивает. Я говорю условно. Гитлер-Юген, да, и тем, каким образом вы метили евреев, поэтому, ну, не совсем корректное сравнение. Нет, я не про евреев говорю. Я апеллирую не к евреям, а именно к звезде, которую вы упомянули, которую нужно нашивать на ковид-диссидентов. Но все-таки мы в интеллигентной комнате ведем беседу. Я понимаю, но, понимаете, дело в том, что... Андрей, я... Друзья, меня тоже немножко смутила формулировка. Андрей, да, формулировка, здорово, если бы они были корректными, тем более, что я вижу, увижу вас в билетах, Я понимаю, извиняюсь, если я кого-то обидел. Вопрос по поводу смертей. не, нет, Андрей, позвольте, здесь речи нет про обиду, да, просто вы упомянули количество, на которое увеличился рост смертей. Тогда здесь сразу два вопроса. Первый, каким образом рост этой смертей связан с ковидом? Связь, безусловно, с ним есть, но вы пытаетесь... Это не очень просто. Вы пытаетесь обосновать рост только лишь ковидом? Тогда как на самом деле, если мы будем смотреть статистику, хотя ее действительно можно повернуть в ту сторону, в которую удобно, рост вызван в первую очередь тем, что не получали должного лечения люди с сопутствующими заболеваниями под предлогом оказания помощи тем, кто заболел ковидом. И перепрофилирование больниц, а также закрытие достаточно большого количества больниц на прием ковид-пациентов позволило поставить практически невозможную преграду на пути получения медицинской помощи у лиц с сопутствующими заболеваниями. И если говорить о том, каким образом финансово стимулировались врачи за постановку диагноза ковид в России в первую очередь, да, и я думаю, что вы об этом прекрасно знаете. Конечно. Тогда давайте мы поговорим о том, каким образом подогнаны цифры смертей под то, чтобы увеличить финансирование и получить в первую очередь финансовую выгоду врачами. Но, к сожалению, мы здесь финансами не распоряжаемся. Нет, это напрямую. А давайте вот Игорь мигает, мне интересно. Андрей, это напрямую связано с цифрами, которые вы апеллируете. Нет, это не напрямую. Это косвенно связано. Не напрямую. Если вы позволите, я немножечко всю эту абсурдность ситуации хотела бы прекратить, потому что восприятие проблемы по уровню смертей – это абсурд. Мы сейчас говорим о человеческих жизнях в первую очередь. Поэтому мне совершенно непонятно понимать. Проблема есть, когда много смертей, проблемы нету, потому что смертей мало. Ну, это немножечко нелогично. К тому же мы здесь не просто среди людей, которые… Не так, я забыла как-то по-русски правильно сказать. Среди нас есть и доктора, понимаете? И мне слышать все такие вот перипетии немножечко странно, потому что все-таки мы боремся с… Вот. Если позволите, Игорь очень долго и Давид мигали микрофонами. Я не знаю, кто в каком порядке разбил. Ну, Игорь, Игорь, я уступлю. Игорь постарше будет, я подожду. Хорошо. Спасибо большое. Можно говорить, да? Алло, алло? Да, да. У меня слышно, да? Добрый день. Неужели так видно, что я постарше по фотографии? Не в обиду, не в обиду. Не, ну что вы, наоборот. Я тоже представлюсь, я врач, я профессор, я руковожу отделом, в котором есть детская и взрослая гематология, онкология и трансплантация костного мозга. А вы на будущее заполните себе профиль? Да, да, да. Ну, когда-нибудь. Вот. И трансплантация костного мозга, и в лаборатории сейчас занимаюсь с генетикой людей по ответу на ковид. То есть, почему, например, люди без разных, с разными, скажем, с отсутствующими факторами риска вдруг резко умирают в молодом возрасте. И есть некоторые пожилые люди, которым 80 лет переносят легкие формы. И здесь очень интересно, есть генетический такой бэкграунд по этому поводу. Но на самом деле, несмотря на прежних модераторов, которые были, по-моему, немного пьяны и навязчивы, я дождался своей очереди ради одной таргет-персоны. Это Татьяна, которая не получила до сих пор, я понимаю, сбалансированного какого-то ответа. И в этом отношении я хочу поддержать Татьяну, ой, извините, Татьяну, которая спрашивала о прививках, а не Татьяну, которая отвечала. И я поддерживаю Татьяну, которая отвечала в том отношении, что, безусловно, если есть в анамнезе онкологическое заболевание в ремиссии, надо прививаться, и прививаться срочно. И в этом есть, на самом деле, простая логика, потому что, если подавлен иммунитет, то его нужно подстимулировать в том направлении, с которым у него есть потенциальные опасности и потенциальные столкновения. И действительно нет абсолютно никаких данных по поводу того, что это плохо в каком-то отношении, или что это есть противопоказания онкологические и так далее. Наоборот, чем интенсивнее прививаться, тем лучше. Если бы можно было вместо двух прививок сделать три, чтобы вызвать хороший ответ, может быть, в этом был бы какой-то розум тоже. Это первое. Что касается общего такого вот, я не знаю, правильно ли я применю новое слово, дискурс в этой беседе, конечно, здесь есть две полярные точки зрения, и как ни странно, они среди профессионалов. Это Андрей и Влад. И, безусловно, я здесь двумя руками на стороне Андрея, потому что в настоящее время быть медиком и не знать результатов столь доказательной медицины, которые существуют, которые опубликованы, которые приняты всем миром и всем медицинским сообществом, и отстаивать точку зрения, исходя из какой-то другой логики, мне кажется, это не только неправильно, это непрофессионально и вредно. Я прошу прощения, я знаю, что нападать одному на другого не положено в нашем сообществе, но тем не менее, я бы хотел это подчеркнуть, потому что это очень-очень-очень важная позиция. Это вторая вещь. И третья вещь, это... Да, собственно, у меня нет третьей вещи, если будут какие-то... У меня вот звездочка появилась, если будут какие-то вопросы, я очень серьезно вовлечен в эту тему, и постараюсь правильно на них ответить, если смогу. То есть правильно в такой степени, в какой я это знаю, а не в какой моя внутренняя логика и ощущения могут меня вести. Да, может быть, одна деталь, поддерживающая мою точку зрения. У меня есть анамнезеонкологическое заболевание, мне больше 65 лет, есть все рисковые факторы, и я перенес ковид. Перенес ковид после первой вакцины и не успел сделать вторую. Но я думаю, что при наличии всех рисковых факторов риска, именно первая вакцина, которая была за 2-3 месяца, в какой-то степени спасла мне жизнь, я сравнительно легко это перенес, только с коротким курсом стероидов и отделался. И сейчас собираюсь делать вторую вакцину через месяц примерно после окончания моего ковида. Как дополнительная информация для Татьяны Вопрощающей. Мне бы очень хотелось увеличить нашу чашку весов против тех, кто советовал ей не прививаться. Спасибо большое за ваш ответ. Давид может что-то добавит, и потом ей будем вопросы задавать тогда. Да, я хотел сказать пару слов. Я не доктор, это самый обычный человек. Хотел просто сказать свое мнение. Хорошо, что Андрей добавился, как эпидемиолог. Хорошо было бы, если еще добавились бы врачи, эпидемиологи, гиперосологи и так далее. Но вот смотрите, что касается, на самом деле, то, что сказал Андрей по поводу колокольчиков. Смотрите, если мы пойдем по этому пути, окажется, что 95% страны будут ходить в колокольчиках. Это огромная беда. Что такое ковид-диссиденты? Как мы это понимаем? Люди, которые отрицают вообще ковид, или люди, которые не прививаются? Нам это надо понять. Почему-то никто об этом не задумывается. Понимаете? Те люди, которые говорят, что нету ковида, это одна группа. Те, которые не прививаются, надо с ними работать. Понять причину, почему. Мы работаем, начинаем работать симптомами. Вы как? Врачи должны понимать, что доктор ищет причину, а не симптомы. Понимаете, в чем дело? Так давайте найдем, в чем причина, почему эти люди боятся этой прививки. Это огромный процент населения. И сказать, что они дураки, они бараны и так далее, это очень-очень неграмотно, мне кажется. Можно я вот тут дополнить, как раз отвечу на этот вопрос? Дело в том, что вот, когда я учился в институте, нас учили различным формам противоэпидемических мероприятий. Одним из форм является санитарно-просветительная работа. Вот Игорь Неданидасовре, санпросвет работы. Она включает в себе массу, соответственно, если на сегодняшний язык это пиар, который должен проводиться и со всех утюгов. И людям нужно доводить. Вместо этого, и вы знаете, про какие-то чипирования, про непонятные, что с вакцины, какие-то совершенно ненаучные теории продвигаются и так далее. Чуть ли рептилоиды, там эти вирусы искусственного происхождения и так далее. Просто людям надо элементарно, грамотно доводить. Второй момент, и это я уже повторяю, это личный пример, в первую очередь, медицинских работников. Я вот с этим согласна. И публичных людей. И публичных людей обязательно. Президенты, премьер-министры и так далее. Все депутаты. Вот в очередь всех депутатов построят, и чтобы они там вместе и ходили, и призывали, что мы, ребят, вот мы привились, и вы должны тоже прививаться. Все. Но вместо этого мы какие-то разговоры разговариваем. Есть, к сожалению, очень, простите, есть очень большая отрицательная репутация вакцины «Спутник-5». Огромная отрицательная репутация. Да, да, да. Вот я хотел прокомментировать. И с этим связано наличие... В каком смысле отрицательная? Отрицательная репутация. По всем параметрам очень много вещей. А каким конкретно параметрам? Отсутствует лицензия в Европе на эту вакцину, отсутствует другая вакцина, какая-либо, типа с... А у нас другой нету вакцины. Нет, у нас есть другие вакцины. Есть Pfizer, есть Moderna. У нас нет Pfizer. Pfizer требует 70 градусов, минус 70 градусов. У нас ни в одной больнице нет таких холодильников. Нет, Андрей, я не про то. Я слышала, что в Москве Pfizer можно платно сделать в частной клинике. Нет, нельзя. Это запрещено. Запрещено законом, и в этом проблема. Из-за этого возникает отрицательная репутация как раз вот спутника. То есть есть некоторые вещи, которые работают против нее. Я сейчас не говорю про эффективность этой вакцины, а про то, как возникают люди, которые не хотят вакцинироваться. То есть... Ну, я не слышал ни одного факта по спутнику ВИ. Вот по поводу векторовского новосибирского вакцины. Да, действительно. Там нет информации, они эту информацию скрывают, хотя у нас изобретателям Попова главный санитарный врач. Россия, она там как бы списки изобретателей этой вакцины, но реально там информации по ней нету. Хотя я вот этой привью за первой вакциной. Но по спутнику ВИ у нас есть. Почему? У нас в Ланцете опубликовано... Вот это все, что у вас есть. Это не у нас. Андрей, Андрей, я прошу прощения, Андрей, я прошу прощения, вы говорите о разных вещах. Андрей, вы говорите про спутник ВИ с медицинской точки зрения, и действительно сейчас к нему претензий нет. И действительно сейчас прошли все три этапа испытаний. Но пиар, почему не прививаются, отвечает Давиду, потому что люди не верят государству. Если вы вспомните, как развивалась эпидемия в России, сначала сказали, что у нас не будет, потому что мы вовремя китайские границы закрыли. Потом сказали, что у нас не будет, давайте дома посидим. В июле объявили о том, что мы со всем справились. После этого объявили о том, что первая в мире вакцина, понимаете, 72-й этап испытаний, это 78 человек. После 78 человек, когда мы все ахнули, как вы можете, Россия, говорить о том, что у вас готова вакцина, испытав ее на 78 человеках, и там, по-моему, какие-то были, ну там 6 человек были, 8 человек были с побочками, с небольшими. И было сказано, что это готовая вакцина. И тогда весь мир сказал, что слушайте, ну если в России так готовят вакцину, конечно, ей не надо прививаться. И вот этот вот пиар этой вакцины, он был совершенно провален. Отличная вакцина, я с вами совершенно согласен, нормальная, хорошая вакцина, но из-за того, что хотели устроить День Победы, хотели как лучше, получилось как всегда. Да, да, ее провалили просто. Ну, насколько я помню, там 40 тысяч они говорили, о том, что они 40 тысяч проявили, ну то есть в третий этап. Это на втором этапе, но объявили это после 78 человек, вы понимаете, они сделали 78 человек и объявили о том, что у нас есть готовая, что в России есть готовая вакцина. И после этого люди сказали, слушайте, вот смотрите, там же есть графики, как кто выходил, как проходила первая стадия, вторая, третья. Три компании на тот момент вышли на третью, самую сложную стадию, когда надо от 40 до 100 тысяч человек привить, да, то есть нужно найти этих людей. И Россия с 78, говорит, что все, у нас все готово, все, мы готовы прививать людей. А последствия бюджетников заставляли... Да, это понятно. Все, вот. Я, знаете, если возможно, я все-таки задам свой вопрос Андрею, может быть, мы немножко уйдем в другую сторону, не только в сторону чистой медицины. Я жму руку врачам, которые здесь присутствуют. Действительно, вы, Андрей, ответили на большинство тех вопросов, которые у меня стучали в голове. А я вот вопрос вот антипрививочникам, а ваше-то решение какое? Вот ваша стратегия, она какая? Как мы будем с этим вирусом справляться? То есть одну сторону я вижу, я понимаю, то есть вот есть там карантин. Хороший вопрос, я согласна. Чтобы снизить количество, да, потом будет вакцина. Мы эту вакцину будем пользоваться. Я, кстати, скажу, что ни один из тех, кто на первом этапе был Pfizer-ом привит, ни один из них так и не заболел. И антитела у них сохраняются. Никто не знает, сколько будет действовать вакцина. Мы только знаем о том, что почти год у той первой партии она действует. Ну, то есть по первой стратегии мы все понимаем, что нам нужно делать. Вот привиться, вот снизить этот индекс там и так далее. А, Влад, а вы-то что предлагаете? Вот не прививаться и дальше что? Все переболели? Ну, вы просто объясните, вот какой вот, скажите, прям первое мы делаем вот так. Ну, Давид, вот мне, да, я тебя тоже услышал. У тебя коротко, Влад, да, простите, я вот коротко, на самом деле. Понимаете, в чем дело? Ну, вот смотрите, опять-таки мы начинаем все вмешивать, да, вмешаем этих людей с этими людьми. Те люди, которые, понимаете, верят в 5G, верят в чипирование, и те люди, которые отрицают COVID, и те люди, которые не вакцинируются, не доверяют вакцине, это три разных группы, поймите. Вот смотрите, я не верю в 3G, я верю в COVID, понимаете, в чем дело, да, но, допустим, не вакцинируюсь, понимаете, да, потому что, да, у этой вакцины нету какой-то, понимаете, ее настолько все плохо, вот этот пиар провели, что у людей сидит в голове, это огромное, огромное количество людей, это не 10 тысяч человек, понимаете, и вот когда этот процент уже огромный, нужно работать с этими людьми, делать что-то, по какой причине у этих людей сидит это в голове? Страх, который зацепился за извилины у людей, и не хочет никуда уйти, хотя они и не отрицают COVID, и в 5G не верят, понимаете, вот в этом проблема, надо работать с этим. Вит, а у меня к вам вопрос, а у вас какой страх вакцинироваться, исключительно негативный пиар, просто вы так сказали, извините, может быть, я не так поняла. Никакого страха абсолютно нету, у меня вот отец привился, вот только-только вот спутник появился, только появился, вся страна говорила, что это фуфло, вся страна, просто из каждого утюга, у меня отец пошел привился, этой вакцинной, и он говорит, ну а что ты не прививаешься, мне говорит, я говорю, ну как, смотри, везде, по всей стране говорят, что вот, да говорит, ладно, что ты кого слушаешь, да, это опять-таки, да, характер человека, по сути дела, да, но я вот сейчас на днях записался, я тоже пойду и буду прививаться, вот в этом, понимаете, прикол, то, что вот какая-то информация, понимаете, появилась, да, какая-то информация, какие-то авторитетные журналы, кто-то сказал, понимаете, что это нормально, и у людей начинает это появляться, а вот обвинять людей, говорить, что все дураки, кто-то не берет в вакцину, и так, ну это, слушайте, ну так же нельзя, по сути дела, мы же все люди. Простите, пожалуйста. У меня мама 90 лет привилась, мама 90 лет. Нет, я просто хотел... Одно из показаний прививаться. Когда вы прививаетесь после третьего этапа испытаний, когда вакцина прошла все этапы, тогда это нормально. То есть ненормально прививаться спутником в октябре и нормально прививаться в феврале. И так же и с Модерной, и с Пфайзером, и так далее. Ненормально летом прививаться Пфайзером и нормально в декабре. То есть нужно вот этот момент, нужно понимать, что вакцина должна пройти определенные этапы испытаний, должна быть одобрена, и после этого мы все начинаем прививаться. Это ради бога. Я просто всем хотел напомнить, что вакцина вакциной, паспорт паспортом, но это для врачей. Вакцинировался ты, не вакцинировался, есть у тебя паспорт, нет у тебя паспорта, в другую страну вас не пустят. Вам нужно пройти тест, что самое главное, и изоляцию. Если вы хотите в какую-то определенную страну пролететь, вы может быть, вас заставят пройти карантин в стране прокладки. То есть это вот вакцина, это для здоровья. Но по сути, если так разобраться и посмотреть на общую ситуацию, это нигде не принято, это никому не нужно, это не является никакой гарантией. Только тест, только изоляция. Поэтому и вся проблема. Никто не верит в это. Я не согласен с этим. Я не согласен, понимаете, я повторяю, в Израиле выдают зеленые паспорта, и мы, Израиль, Греция и Кипр, можем летать без карантина, без ограничений и так далее. И количество стран, присоединившихся к такой системе, будет просто расширяться. Не нужно сидеть в карантине, не нужно носить браслеты, не нужно делать тесты, если у тебя есть зеленый паспорт. Михаил, дело в том, что не доказано, не доказано то, что если у тебя есть антитела, что ты не можешь быть переносчиком. Да, совершенно согласен. Понимаете, вот в этот, почему мы говорим, почему ограничения не нужно снимать, я говорил об этом, что не доказано. Ты можешь не заболеть, но ты в этом самолете, да, привезешь в другую страну этот вирус, сам того не подозревай. И, кстати, бессимптомные носители, они более опасны, чем те, которые с симптомами, вы понимаете, да, потому что они, ну, как бы они не ограничивают себя в поведении. Поэтому нет, здесь как раз все эти, пока эпидемия не закончится, все противопедемические мероприятия должны соблюдаться всеми, и привитыми, и непривитыми. Так вот, отсюда вытекает следствие, что есть люди, которые говорят, я не буду прививаться, но я буду соблюдать карантин и буду делать тесты, и этого достаточно, и, собственно, в этом они и правы. Они не правы, потому что они умрут, и, соответственно... А это их личное дело. Нет, это не личное дело, это дело общества. Нет, если они соблюдают карантин и тесты. Это не личное дело. Понимаете, вот как война, да? Вот мы, вы говорите, кстати, здесь спорили по поводу того, что избыточная смертность это следствие, не следствие, да, следствие. Вот когда у нас война, да, у нас люди есть безвозвратные потери на поле боя, а есть и потери в тылу, когда бомбят там, да, и так далее, или умирают от голода, и все это мы проходили. Все это следствие эпидемии, пандемии, да, которая сейчас идет по миру. Значит, что нужно сделать? Это максимально ввести все доступные меры для профилактики этого заболевания. Вот и все. Но правительство стран так не считает. Ну, потому что правительство хреново, извините за непарламентское выражение. Ну, плохое правительство. Если вы позволите, я хотела бы передать слово Игорю, потому что он мигает уже очень долго, а потом, пользуясь тем, что скоро Международный женский день, передать слово Марии и Рената, у нас две женщины, подключилась. Да, я поддерживаю. Мы здесь разбавим мужские дискурсы. Спасибо. Спасибо, Татьяна. Я просто хотел маленькую ремарку сказать, что у нас сейчас смертность по статистике за январь утроилась и побила рекорд во время Второй мировой войны. Более 270 тысяч человек умерло в России. То есть что-то отрицать там, это, ну, бессмысленно. И только будет все расти. И когда она будет расти, так же, как испанка, когда люди там погибали за 4 года, 50 миллионов умерло, то все вот так или иначе побегут прививаться. Это вопрос просто времени и осознанности выбора. То есть, да, фон негативный. Если вспомнить, как это было в Советском Союзе, там была культура, там людям рассказывали. И когда была черная оспа в 1959-1960 год в Москве, то умерло 3 человека, 45 заболело, а привили 5,5 миллионов москвичей. Совершенно правильно вы говорите, это очень хороший пример, да, я это помню. За один год. И никого не спрашивали. То есть, государство имеет право вводить эти меры и ограничения, потому что... Именно про это я и говорил, да. Вы правы, совершенно правильно. Только так. Здесь, как бы, это прерогатива государства, не человека. То есть, каждый, конечно, может решать для себя, потому что мы в очень странном времени живем, да, то есть верим непонятно во что. Но, когда год назад ровно я запомнил слова директора ВОЗ, да, Гутерреша, он сказал очень важную вещь. Мы, говорит, стоим на пороге пандемии, и я, говорит, прошу государства платить. Говорит, платите сейчас, или мы заплатим в будущем намного больше. Он так сказал, pay now or pay more later. Pay more later. Эти слова пророческие, то есть все эти локдауны, карантины, потери денег и так далее, это только-только начало. Мы не знаем, как поведет себя данная пандемия. Она либо пойдет на спад, да, либо, наоборот, будет набирать обороты, и вирус будет все жестче и жестче в организме, потому что ему надо адаптироваться к человеку. И, собственно, мы сейчас знаем что-то об иммунитете, но не знаем полностью, как он работает. Да, есть всякие усиленные автоиммунные ответы, еще что-то. Но иммунитет это просто рендом, да, условно говоря, вирус, если примитивно рассматривать, это шарик, который просто попадает в ваш организм, это не живое ничего, да, и он просто катается в вашем организме. И вот эти вот белки, белки, это просто присоски, как ключи. Если они нашли клетку, куда можно присосаться, да, все, что происходит дальше, это из этого шарика в эту клетку попадает фабрика, которая делает эти же вирусы, да, реплицирует их, и потом клетку разрывает. Так, например, размножаются там бактериофаги, вот. Основная задача иммунитета – это взять и сделать Т-клетки. Что такое Т-клетка? Словно говоря, если примитивно говорить, вот этот шарик с шипами катается у вас по организму, и катается, да, ищет, куда бы ему пристроиться, да, и где начать себя репродуцировать. Дальше происходит что? Клеточка к нему подходит и говорит, это вот инородный вирус в моем организме, его надо удалить каким-то образом. Разные есть клетки, разный иммунитет, у меня коллеги вот поправят. Игорь, простите, я вас перебью, но звучит все это не очень хорошо. Я думаю, Татьяна лучше объяснит, как работают вирусы, и усиливаются они со временем. То есть иммунитет – это, я считаю, это просто рендом, который просто перебирает всякие вот запасы. У вас есть там 20 клеток в организме каких-то, и он на базе их строит защитные клетки. То есть если вы привились, то у вас есть шанс, что ваш организм эти клетки научится репродуцировать. Не привились, соответственно, не факт, что вы выжидите после вируса. И это уже доказывается столетиями, потому что каждые 100 лет у нас какая-то пандемия. Это чума, это холера, это та же свиной грипп из панка, где миллионы умирали 100 лет назад. Но тогда была война, никто не считал эти жертвы. Игорь, простите, но это не означает, что все должны прививаться спутником ВИИ, понимаете? Чем угодно, чем угодно прививаться. Нет, нет, понимаете, это вот совершенно одно из другого не вытекает, к сожалению. Чем угодно. Есть возможность привиться спутником? Конечно. Я аллерголог, у меня аллергик, да, я аллергик, извините. И я бы хотел привиться вектором, потому что он чисто синтетический. Но, видите, отзывы говорят, пока еще она не дошла до такой степени, чтобы вырабатывался клеточный иммунитет. Отличная вакцина была бы от Чумакова, чисто которую варят, реально варят, да. И, собственно, она содержит убитый коронавирус. Но тоже понятно, что при варении С-белок переваривается и, видимо, видоизменяется, да. И поэтому там проблемы с ним какие-то могут быть, и он не даст хороший иммунный ответ. Но это все, мы только-только на заре встали и только пытаемся с этим совсем разобраться. В любом случае, государства, они тоже работают так, что они идут вместе с нами, да. То есть вот никто не знает, что будет завтра и послезавтра, да. Спасибо, Игорь. Да, Игорь, давайте дадим слово женщинам, хочется женских девушек услышать правду. Да, хотелось бы узнать вот, Мария, Мария. Да, здравствуйте. Я терпеливо слушала всех вас. Сразу скажу, что я не диссидент, и я не верю в чипирование. Но все-таки я очень боюсь вакцинации. Это как бы мой такой, да, личный страх. Это очень интересно, потому что вы психолог, как я вижу. Ну, то, что я психолог, это не гарантирует отсутствие страхов. Я такой же человек живой. Почему я боюсь? Потому что не было все-таки длительного, да, этапа испытаний. Да, были какие-то испытания, но если сравнить с предыдущими вакцинами, которые существуют на рынке, я считаю, что этого недостаточно. Потому что иммунитет – это достаточно сложная система. Опять же, я не медик. И как это будет отражаться на здоровье людей в долгосрочной перспективе, непонятно. И если будут какие-то последствия для здоровья людей, то потом как бы концов не сыщешь. Это 100%. Вот второй момент, когда началась вот эта вся пандемия, есть, ну, вот эти все фармацевтические компании почему-то начали… Ну, так немножко это было похоже, как, знаете, на какую-то гонку вооружений. Кто быстрее сделает вакцину? То есть нельзя отрицать здесь какого-то экономического интереса. Вот. Вот. И третий момент, если говорить об вот этих мерах, которые, карантинные меры соблюдались, мне, например, непонятен немного феномен Таиланда в этом смысле. Потому что у них, например, когда у нас здесь в США были зашкаливающие цифры, у них там было ноль человек больных, хотя они близко с Китаем. Вот. Это, пожалуй, все, что я хотела сказать. Я так понимаю, это были вопросы. Это абсолютно точно. Про Таиланд абсолютно точно, потому что у меня там застрял друг, и они путешествовали свободно по этому маленькому острову. И это странно. Если позволите, я хотела бы на ваш первый вопрос ответить, потому что на самом деле он волнует очень многих. И это, наверное, один из самых главных страхов. И на самом деле и мифов, в общем-то, что вакцина не прошла длительных исследований и все остальное. Я бы хотела озвучить, учитывая очень много неправдивой информации, как и в средствах массовой информации, и в социальных сетях такой термин, как экстренное использование. О нем мало кто вообще говорит. И действительно, вакцины от COVID, они не прошли тех сроков наблюдения, как, например, уже давно существующие вакцины от гриппа и так далее. Но выдача экстренного разрешения на применение той или иной вакцины в условиях чрезвычайной ситуации, в которой мы сейчас находимся, она отличается от традиционного утверждения. Это по данным и по терминологии FDA. Вы в Америке живете, вам эта организация знакома. Это управление по контролю за качеством пищевых продуктов и различных медикаментов. Так вот, данная процедура экстренного разрешения на использование вакцины, она предусмотрена тогда, когда у нас нет терапии, то есть для того, чтобы предотвратить распространение того или иного заболевания. И что означает выдача данного разрешения? Что уже получено достаточно доказательств, что применение того или иного препарата в данном случае вакцины, а также в том числе нет данных, что эта вакцина способна нанести серьезный вред здоровью пациента, человека и так далее. Эти рекомендации выносит группа совершенно независимых экспертов по вакцинам, которые, ни один из них не работает в фармацевтических компаниях. И эти эксперты, ну я не побоюсь такого слова, они являются как бы такой крепостью для того, чтобы не было никакого неправомерного использования вакцины, либо же нарушения процедуры по выдаче разрешения на использование этой вакцины. И как раз сегодня, в период COVID, мы наблюдаем, что вот эта дискуссия по использованию вакцины, она в первый раз вообще в жизни, это заявляет FDA, происходит настолько публично. На что влияют эти независимые эксперты? На что они обращают внимание? В первую очередь это на безопасность препарата, на его эффективность, на его производство и на дистрибьюцию. То есть то, как эта вакцина будет распространяться по миру. Вакцины, которые на сегодняшний день существуют от COVID, не являются экспериментальными вакцинами. Потому что как вакцины на основе МРНК, так вакцины и векторные, как в спутник Вэй, либо же Oxford, AstraZeneca. Методы разработки этих вакцин применяются уже очень-очень много лет. Сам по себе механизм производства этих вакцин, это не какой-то там эксперимент над человечеством. Все, что является новым, это исключительно вирус. Да, действительно, мы не знаем, насколько мы получим иммунитет от вакцины от COVID. Да, мы действительно не знаем, не можем на 100% сказать, можем ли мы ее сейчас водить детям. Касательно каких-либо побочных эффектов, то, о чем говорят, самым страшным побочным эффектом является анафилактический шок. Все остальное – это эффекты, которые могут вызвать любые медицинские препараты. Но по данным, я не знаю данные спутника, скажу вам честно, по данным Pfizer и Moderna, на миллион введенных вакцин наблюдалось всего 10-11 серьезных, сильных аллергических реакций до анафилактического шока. И, как правило, в 10 случаях из этого миллиона практически все люди уже имели в анамнезе анафилактическую реакцию. И эти цифры считаются минимальными, мизерными. Понимаете? В принципе, наверное, это все, что я хотела сказать. Если есть вопросы, я добавлю, потому что мыслей очень много по этому поводу. Да, у меня вопрос, а что будет, вот привьются, например, какой-то больше процент населения, что будет в случае мутирования вируса? Ну, у нас уже сейчас есть мутирование вируса. И, как мы видим, те штаммы, которые появляются новые, они имеют, во-первых, совершенно другую клиническую картину. Поражают другие слои населения. Да, у кого-то протекают достаточно тяжело. Если мы не будем прививаться, мы об этом говорили в начале, наверное, не в начале дискуссии, тогда, когда я присоединилась и Андрей, мы говорили о, и Михаил об этом говорил, о коллективном иммунитете. Да, то есть, что такое коллективный иммунитет? Когда привито, не знаю, 70-80-90% населения, и этот вирус, он просто останавливается, грубо говоря. Это очень простыми словами. Ему некуда дальше мутировать, ему некуда дальше распространяться. Спасибо, Татьяна. Ринат, а у вас есть вопросы? Игорь, что-то хочет добавить? Вы обо мне? Я просто хотел сказать, что вирус на самом деле мутирует все время, и многие мутации вируса незначительные, никто не знает, какая из них будет серьезной. Но есть, видимо, серьезные мутации, и тогда встает вопрос, если поставлять это с вакцинами, насколько эти мутации касаются тех фрагментов белков, против которых направлены эти вакцины. И вот, например, как будто бы по предварительным данным, насколько я знаю, а может быть, даже уже и не предварительных, вакцины, имеющиеся достаточно эффективны в отношении вируса, варианта вируса, который британским называется. Но есть какие-то сомнения бразильский, но есть какие-то сомнения, по-моему, по поводу южноафриканского. И сейчас даже Pfizer как будто бы говорит о введении новых компонентов вакцин. На самом деле, вакцины, если есть технология, устроены так, особенно те вакцины, которые на основе ДНК или РНК в данном случае, что добавить дополнительные фрагменты, кодирующие дополнительные, несколько измененные фрагменты белка. Я не знаю, понятно я говорю или нет. Это технологически довольно просто. И я думаю, что они будут модифицироваться, эти вакцины, по мере модификации вируса. Мы с этим сталкиваемся на примере гриппа, что каждый раз немножко другой грипп. И очень часто предыдущие вакцинации не работают в отношении нового гриппа. Но так, просто это более тяжелая болезнь на самом деле. Отличается от гриппа большей смертностью, большим количеством осложнений. Так что я думаю, что в принципе с этим справляться будут, но какие-то волны дополнительные будут, и они будут глушиться модифицированными, по-видимому, вакцинами, как я себе представляю в долгосрочном прогнозе. Скажите, пожалуйста, как так получается, если это просто разновидность гриппа, что человек теряет осязание, вкус, и получается так, что это поражение центральной нервной системы? Это не грипп. Отличный вопрос. Это не вариант гриппа, но он на самом деле с центральной нервной системой, с сердцем, с легкими и так далее. Все в людях более-менее ясно, потому что вирус всегда имеет тропность, он размножается и поражает определенные ткани, определенные клетки, и клетки эндотелия сосудов, они являются клетками-мишенями для этого вируса. Отсюда вот болезни типа Кавасаки, артелиты с поражением сердца появляются, отсюда появляются неврологические осложнения. По-видимому, это является и причиной фиброза легких, и поэтому применяются в терапии антикоагулянты для того, чтобы вторичные тромбозы каким-то образом профилактизировать. Про вкус я просто не знаю, не готов ответить, боюсь соврать. Дело в том, что хочу дополнить, Игорь, еще по поводу вот этих новых форумов. Но это та же, да, эта схема та же. Мы же вот, когда прививаемся от гриппа, мы же не от одного вируса прививаемся, мы прививаемся цело ряда вирусов, которые по прогнозам, там, ВОЗ, ВОЗ дает прогноз, что будет, допустим, вот грипп А, Б, там, и так далее. Да, и, соответственно, производители начинают производить эти вакцины и вводят туда вот эти новые антигены. И, собственно говоря, та же история будет и с этой. То есть эти, если, так сказать, вот эти существующие вакцины не будут действовать, к примеру, на британский вирус, то, соответственно, будет введен антиген туда и будет дополнительно как бы комплексная вакцина из, там, одного, двух, трех вирусов одновременно. Поэтому здесь проблем нет, все вопрос технологии. Да, вообще, с вакциной это чудо, потому что обычно на разработку вакцины уходит много лет, порядка десяти лет, я думаю, на разработку новой вакцины. Тут мы всего год от начала, от появления этого вируса, мы уже знаем, какой он, мы знаем его генетику, мы знаем генетику организмов наших, как они отвечают многие вещи, мы знаем, какой иммунный ответ, и разработана вакцина, и внедрена для массового употребления. По-моему, это фантастика. Я думаю, что если есть какие-то дефекты, то они вполне простительны, потому что медицина в данном случае демонстрирует чудеса. Ну, мы не знаем про смертность от... Нет, 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 у нас нет, в отличие от смертности от болезни. Болезнь ужасная, а не говоря уже о всех этих виброзах необратимых, которые развиваются инвалидизирующие, поражение СНС, поражение сердца, воспалительный синдром детей, который сейчас стал появляться у взрослых, этот мисс мальтипл инфламатур синдром, Си, это Чилг, а теперь мисс Эй существует, то есть так как он появился у взрослых. То есть вирус жутковатый, конечно, плохой. Если позволите, к нам подключаются люди Илья, Евгений мигали, Илью увидела первого, давайте Илья, Евгений, а Сергея мы забыли, Алексей и хотели передать слово Ренате. Я очень путаюсь, кому давать слово, если позволите, давайте все-таки Илья, он больше мигал, Илья, пожалуйста. Здравствуйте, спасибо за такую интересную дискуссию. У меня вот такой вопрос, значит, со многими людьми, кто довольно-таки скептически относится вообще ко всей этой ситуации, с эпидемией, с вирусом. Вот один из аргументов заключается в том, что, скажем так, 90% людей переносят вирус очень легко, там заложат нос на три недели, и все, как обычно, простуда, а по кому-то вирус бьет очень сильно, да, то есть бывают даже люди, скажем, в молодом возрасте, 30-40 лет, есть даже моложе люди, которые очень тяжело переносят вирус на ИВЛ, вот, или даже заканчиваются это все летальным исходом, и действительно люди не могут понять, почему это происходит, а почему вирус так сильно по-разному бьет. Вот такой вопрос. Спасибо большое за вопрос. Мне кажется, это вопрос к Игорю, если позволите, вы как раз занимаетесь генетикой в плане ковида. Расскажите, если есть что добавить. Я подбежал, я услышал, что ко мне вопрос, я на минуточку покидал, что-то по генетике вы спросили, еще раз можно в одном коротком предложении. Илья спросил, почему настолько по-разному люди переносят ковид. Кто-то легко, кто-то очень тяжело, и говорят, что 90% все-таки легко. Тогда зачем беспокоиться о других десяти? Да, я думаю, что просто это диссидентство, оно тоже отсюда исходит, что люди реально не понимают, как можно какой-то просто простуды тут с ума сходить, условно, и я думаю, что просто где-то государство может или врачи плохо объяснили это людям. Зачем прививаться, что такое эпидемия, поэтому такая реакция в обществе есть. Спасибо. Что на самом деле, давайте сравним с гриппом. Грипп дает существенно меньшее, я думаю, на два порядка, или на порядок меньшей смертности, меньшее количество тяжелых осложнений. Тем не менее, мы совершенно адаптированы к прививкам сезонным в отношении гриппа, и большая часть населения это принимает, прививается, те же пожилые люди прививаются, в первую очередь, те же иммунодефицитные люди прививаются, и так далее. Поэтому прививка, безусловно, показана, если болезнь более опасная. Что касается... Второе, тяжесть заболевания, я думаю, зависит от нескольких факторов. Первый фактор связан, безусловно, с вирусом и вирусной нагрузкой, потому что, если много вируса поступает одномоментно, с иммунной системой, которая не знакома с ним, конечно, с ним тяжелее справиться, чем если вирусная нагрузка меньше. И вы знаете прекрасно, что по этому поводу говорят, что хорошо носить маски, даже из-за этого, потому что, если ты дочихаешь до своего соседа какое-то количество вирусов, оно будет намного меньше, и шансы тяжело и остро заболеть у него отличаются. Вторая вещь, зависит... И это то, что является предметом моего интереса, это генетические особенности людей. Если говорить о классических генетических иммунодефицитах, они к этому не имеют отношения. Но оказывается, что кроме классических иммунодефицитов есть масса мелких молекулярных дефектов, разбросанных где-то по иммунной системе, по всяким сигнальным путям, по которым передаются сигналы, как отвечает наш организм на различные инфекционные агенты. В этих сигнальных путях один из белков может как-то неправильно функционировать. И те вещи, которые установлены, например, в отношении ковида уже, на самом деле можно часть из них перечислить. Первое, это... Даже не первое, а первое и второе. Это особенности и мутации в некоторых генах, которые передают информацию в системе интерферона, выработки интерферонов. И примерно у 3-4% тяжелых больных выявляются эти мутации, которые ответственны, по-видимому, за тяжесть заболевания. Вторая категория людей составляет около 10%, как ни странно. И у них выявляются ауто-антитела против тех же интерферонов. Около 10% не людей, прошу прощения, а выявляются среди больных с тяжелыми кислородозависимыми обычно пневмониями или клиентами реанимационных отделений. Это вторая категория людей. Есть еще несколько кластеров, то есть каких-то мест в нашем ДНКовом коде, где собраны несколько генов. Явно с этим местом связана тяжесть заболевания. Или есть такие же кластеры по резистентности к заболеванию, почему некоторые совершенно не переносят. Это, например, для HIV известно, что есть мутации, которые отвечают за резистентность к HIV. Ты можешь быть, я не знаю, гомосексуалисткой или проституткой и бесконечно контактировать с этими больными и не заболевать. То же самое, по-видимому, есть в отношении ковида. И вот эта комбинация нескольких факторов дает тот спектр тяжести, с которым мы сталкиваемся. Он явно склоняется к большей части менее тяжелых заболеваний, но какая-то большая часть есть тяжелых заболеваний. И надо иметь в виду, что вирусу невыгодно быть крайне тяжелым. И есть два фактора. Первое, он может очень быть токсичным, очень убивать. И второй фактор, он может очень легко передаваться. Все эти, оба эти фактора играют в пользу вируса. Но обычно между ними существует какой-то баланс, который дает вирусу возможность не истребить весь вид, на котором он живет, в данном случае людей. Ему это невыгодно. И если у него повышается, например, избыточная инфекциозность и способность к передаче от одного к другому, то обычно отбираются менее токсичные и менее опасные штаммы этого вируса. И наоборот, если это слишком опасные штаммы, обычно отбираются те, которые имеют меньшую способность к передаче. То есть здесь такая вот волнистая система взаимодействия существует, внутри которой мы живем, и мы видим ее, как она проявляется. Не знаю, ответил ли я на вопрос или запутал только. Да, спасибо. Игорь, скажите, пожалуйста, вопрос, если выяснится все-таки, откуда этот вирус появился, что поможет это каким-то образом? Или нет? Я не думаю, вдруг его вывели искусственно, и там может быть. Я, вы знаете, я на самом деле совершенно не склонен к различным всяким этим военным и заговорным теориям. Конечно, врачебная специальность не позволяет все исключать на 100%. Но если есть абсолютно ясная и закономерная инфекция, то нет оснований придумывать какие-то экзотические варианты. Конечно, если мне завтра скажут, что его где-то искусственно создали, я пожму плечами, скажу, ух ты, не может быть, класс какой вообще такое случается. Это как женщина с бородой. Да, я обращу на это внимание. Но в целом я думаю, что это маловероятно. И сейчас, наверное, Андрей подтвердит, все закономерности эпидемиологические настолько соблюдается и распространение инфекциозности, и реакция на вакцинацию, и реакция на маски, на изоляцию, на разные эпидемиологические мероприятия, что нет оснований думать, что это что-то такое сверх-сверх. Абсолютно согласен, да, подтверждаю абсолютно. Тут вопрос только в том, как работает санитарно-геническая, противопедемическая служба сама. Но вот насколько я давно, так сказать, не работаю гражданской, не работал, а был военным эпидемиологом. И просто тут несколько лет назад столкнулся вместо санитарной станции, которая раньше была. Там один эпидемиолог на огромный район, и он ничего сделать не может, у него ни сил, ни средств, ничего нет. А этого их и не видно. Кстати, обратите внимание, что за весь период вот этой эпидемии вы не увидели ни одного, я, по крайней мере, не увидел, реального полевого эпидемиолога, который работает в поле. Они вот не эпидемиологов из Америки, которые там переехали, называют себя эпидемиологом, а реально, которые там в санитарной станции работают каждый день. Я их ни по телевизору, ни по радио, нигде не слышал и не видел. У нас, между прочим, я обратил внимание, что в России нет штатного главного эпидемиолога. У нас есть нештатный профессор, я не помню сейчас фамилии, вот в первом меде, да, в Москве нештатный главный эпидемиолог, где он возглавляет кафедру инфекционных болезней и эпидемиологии. У нас в институтах раньше мы сдавали экзамен и по эпидемиологии, и по инфекционным заболеваниям. Сейчас объединили, соответственно, две специальности. И инфекционные заболевания, и эпидемиология в одну кафедру, и, соответственно, они сдают экзамен. Современные студенты по инфекционным заболеваниям, где один из вопросов по эпидемиологии. То есть эту науку постепенно, в связи с тем, что действительно опасность эпидемии, как бы условно, мы говорим, виновала, мы снизили уровень, так сказать, осторожности, да, какой-то, вот, и, пожалуйста, получили эпидемию, с которой мы сейчас справиться толком не можем, потому что организовать, некому организовывать, вот в чем проблема. Конечно, эпидемиология, это, безусловно, военно-медицинская специальность, и в данном случае, я думаю, что вы как раз из этого русла и вышли, и поэтому столь четко и представляете себе... Ну нет, я заканчивал гражданские институты, Я военный эпидемиолог, поэтому мне понятно, как схема должна быть. Да, это должно быть, Арганжа. Давайте пойдем дальше. Кто у нас на очереди? Я уже запуталась, если честно. Рината. Рината. Добрый вечер всем. Спасибо большое за много разных мнений. Я сразу скажу, что я не медик, и могу только, исходя из личного своего опыта, что-то рассказать о своих ощущениях. Я из Бельгии, у нас достаточно строгие меры, и последние шесть месяцев я практически не следила за новостями, так как очень сложно будущее не как не связанным с медициной, либо... А где конкретно в Бельгии вы живете, простите? Антверпен. Город Антверпен. Когда ты никак не связан с наукой, очень точно только приходится доверять. То есть я вас слушаю, и когда вы говорите, вот, например, Игорь, да, кажется, все так логично, и хочется верить в лучшее намерение, но это очень сложно, мне кажется, людям, которые никак к этому... Просто... Которые до конца не могут проверить как бы эти знания, потому что ты не можешь наверстать каких-то 40 лет экспертиз, и поэтому есть какое-то опасение, я так думаю. Я считаю, единственное, что люди, в принципе, вправе выбирать сами, что делать со своим телом. Здесь по европейскому праву, по идее, даже есть такое право, что ману-милитари, то есть силком тебя не могут заставить даже взять волос твоей головы, чтобы проверить ДНК, например. Но сейчас тоже рассматриваются какие-то новые правила с введением паспортов, и Бельгия выступает против, и я тоже считаю, что это все-таки нарушение личных границ. Спасибо за ваше мнение. Я вот согласна, на самом деле, по поводу нарушения границ, мне кажется, да, права человека здесь должна быть все-таки в первую очередь. и право выбора это такое же базовое право. Как право слова? Конечно, это дискриминация. Есть права человека и права человечества. На самом деле, мы в более мелких ситуациях очень часто с этим сталкиваемся. Я не знаю, где правильный баланс на самом деле, но я вам приведу, например, медицинский пример. Мы имеем дело с больными после химиотерапии, где там ноль иммунитета, ноль лейкоцитов и так далее, и так далее, и они развивают температуру. Мукозиты у них через рот, через все слизистые, слезшие от химиотерапии легко входят. Да, стоматит. Микробы, например. Конечно. И поэтому появляется температура, часто не знают даже, от чего эта температура, там 60-70 максимум процентов дают положительные результаты микробиологические исследования крови. И нужно проводить эмпирически с закрытыми глазами, не зная микроботерапии. И всегда есть возможность назначить очень широкого спектра антибиотики и с большими шансами подарить эту инфекцию быстро. Но сейчас... Говорите, пожалуйста, ближе к микрофону. Да, да. Сейчас все знают о резистентности микробов. И когда речь идет об отделении, о больнице, о каком-то большом сообществе людей, то ты понимаешь, что чем больше ты будешь назначать очень тяжелых, очень широкого спектра антибиотиков, может быть, ты справишься с пневмонией этого больного, но ты навредишь себя на следующие несколько лет за счет того, что может выскочить какой-то резистентный новый штамм. И поэтому все гайдлайн, все подходы на сегодняшний момент учитывают необходимость идти часто снизу вверх и немножечко рисковать одним пациентом ради того, чтобы сохранять других. И это стандарт, с которым, например, мы сталкиваемся в каждодневной жизни. То же самое здесь с эпидемиологической ситуацией. Конечно, права это очень ценно, но нельзя доводить это до парадокса. И некоторые вещи, в некоторых вещах приходится дискриминировать. А если у нас берут 50% налогов, я тоже живу не в России, у меня не 13% в налог, в налог, или если нас заставляют служить в армии, или если еще что-то происходит, конечно, мы имеем какую-то общественную нагрузку. Насколько она справедлива, мы сейчас в политику не будем уходить, здесь начнется новый совершенно разговор. Но, безусловно, мы приносим дань обществу какими-то своими действиями. И здесь в критической ситуации, или в достаточно серьезной и острой ситуации, может быть, все не вымрут, но умирают уже на миллион и пошел счет. В этой ситуации я думаю, что каждый человек должен заплатить свои налоги, в частности, одним из этих налогов. Даже моральное требование это необходимость сделать менее опасным то место, в котором ты живешь. Таких примеров можно приводить много, даже из медицины, эпидемиологии, да и не только. Это мое мнение. Васильев, вакцинация? Дополните, допустим, уже паспорта у нас имеются. Собственно говоря, прививочные карты для детей, когда вы ребенка отдаете в детский сад, ясли и так далее, без впечатления, соответственно, требуют, чтобы были все прививки сделаны, после этого только будут принимать. Это тоже дискриминация, это тоже ограничение личного пространства, прав и так далее. И сколько можно, он у тебя просто не примут, и все, детский сад, если у твоего ребенка не будет прививки, это правильно, потому что создавать опасность, а я, допустим, не хочу, чтобы моего ребенка кто-то заразил менингитом, мне совершенно это неинтересно, поэтому, извините, но у нас такие ограничения есть, существуют. я думаю, что тут речь идет именно о прививке спутника В. А в чем разница, в чем разница от прививаться от спутника В или от любой другой инфекции, от того же менингита, или в разницу от лестницы. Макс, что же вам за спутник В не угодил? Давайте перед этим слово Сергей, он уже бегает. Я все-таки повторюсь, что со спутником В есть большие, большие репутационные проблемы. Я вам расскажу чуть позже, давайте Сергея послушаем. Раз, 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 слышно? Да, говорите. Да, говорите. Здравствуйте. В общем, хотелось бы добавить в последнюю дискуссию простую фразу, которая, в общем-то, и руководит демократическим обществом. Твоя свобода заканчивается там, где начинается свобода другого человека. И почему ты распоряжаешь своей свободой, ставишь под угрозу жизнь другого человека? Это неправильно. Там вы, конечно, можете говорить про свободу выбора, свободу чего угодно, но это по факту является опасным поведением для общества. Человек опасен в таком, с таким выбором. Поэтому, в принципе, вот если говорить про это, да, то я считаю, что это, ну, так нельзя делать. То есть вы за насильственное привитие всех? Да, вот вы считаете, что нужно насильно спутником В именно пребывать, потому что другой нет. Нет, смотрите, вот я вам скажу, у меня отец, ему 70 лет, ему 50-го года рождения, он привился спутником. Две недели назад сделал прививку, вторую. У него нет никаких проблем. Я лично переболел сам короной, переболел достаточно сложно. У меня был цитокиновый шторм. Для тех, кто не знает, что это, это когда, насколько я знаю, это когда иммунитет начинает, поэтому он офигевает от того, что происходит и начинает сам себя убивать организм. вот, мне тогда врачи, это я лежал в больнице Наземцево, точнее, не больнице, а госпиталь, который был развернут, я вам сейчас метро не скажу, но в общем, я просто в центре живу, и там она прямо рядом была. Да, мы знаем. Вот, и мне вкололи артлегию. Это какой-то препарат, мне там про сумму сказали, мне про него тоже интересно услышать, кстати говоря, от врачей, если кто-то что знает. Он вроде как дорогой, но я за него ничего не платил, и меня вылечили, хотя я болел достаточно долго, температура у меня держалась под 40, ну, несколько дней, то есть достаточно много, у меня такого никогда не было. Вот, и в общем, у меня нет претензий к российской медицине. Да, у меня были случаи, когда мне в детстве позвонила участковый врач и говорила, мне, не маме, а мне звонила и говорила, что, вы знаете, у вас гепатит С, ну, там маме скажешь, что бы передашь. Такие были тоже ситуации, но в целом, если человек здравомыслящий, где бы он ни жил, в Америке, в Израиле, где там вроде как, да, в Германии, где хорошая медицина, либо в России, у человека есть голова, и он, получив одну точку зрения, всегда может обратиться к другой, к третьему, как делает Татьяна, да, она спрашивает, там, в Нью-Йорке спросила, в Москве спросила, тут у вас спрашивает. и она как бы собирает полную картину, потому что, ну, на самом деле, где бы ты ни лечился, и каким препаратом ты бы ни лечился, и бесплатно бы ты лечился, или не бесплатно, твое здоровье, оно не гарантирует тебе, точнее, деньги не гарантируют тебе хорошее лечение, или что-то еще, потому что сколько примеров, когда люди за большие деньги едут лечиться за границу, там, вон, я не помню, какой-то известный человек достаточно пошел зубы себе просто сделать и умр, там, то ли в Германии, где-то в Европе, в хорошей стране за большие деньги. В Москве те же самые примеры, когда люди едут в платные, там, отдают, вот у меня тоже у знакомых был случай, отдали родителей в платный, дорогущий дом престарелых, так вы представляете, там человек заразился и умер, прям, ну, то есть, деньги, лекарства, оно, ну, не влияет на ваше благополучие, у вас есть обязанность перед обществом сделать эту прививку, потому что иначе мы будем сидеть дома вот так вот все, кто-то кому-то нравится, кому-то нет, мы будем сидеть полжизни здесь, а потом, кстати, тоже вот вопрос хотел задать врачам, я слышал, что Билл Гейтс достаточно давно уже предсказывал, что будет какая-то пандемия, я не знаю, как он делал, очевидно, общаясь с умными людьми, и он также говорил, когда уже было корона, он также говорил, что это все, конечно, хорошо, сейчас все закончится, но ждите 20 лет, будет новое, и, насколько я знаю, это сейчас тоже, возможно, я ошибаюсь, что она будет еще более, как бы, так сказать, сложная для человека, то есть, более опасная, точнее говоря. вот, но при этом, сейчас, последний момент, при этом есть у меня, поскольку я переболел, да, у меня достаточно сложная была форма, при этом у меня мать переболела короной, вообще, бессимптомно, но с воспалением легких, КТ-2, не, КТ-1 у меня, у меня было КТ-2, у нее КТ-1, и при этом брат переболел вообще без воспаления, А вы прививку-то сделали? Сейчас вот будете делать прививку? Я переболел вот-вот. А вы будете сейчас прививку делать? Ну, я все-таки еще не разбирался с вопросом про, как это, ну, про прививку после болезни, да, потому что прошло А здесь говорилось, что можно. Ну, можно, нужно. Вот я и слушаю, я собираю информацию, именно поэтому здесь и сижу. Спасибо большое. Вот Мария. Да, я просто хочу немножко прокомментировать то, что сказал Сергей по поводу того, сколько мы еще готовы терпеть, сидеть дома. Я хочу немножко другую сторону медали затронуть, поскольку я психолог, и я знаю, что люди страдают на самом деле не столько сейчас физически, сколько очень много проблем на самом деле с ментальным здоровьем возникло и продолжает как бы как снежный ком вот этот катиться. Очень много людей обращаются на самом деле за психологической помощью, они на самом деле страдают, вот как бы вот эта пандемия, она послужила триггером для многих людей вот этот стресс к образованию каких-то психических ментальных проблем, потому что возникают даже у подростков вот эти ОКР, абсциссивно-компульсивные расстройства, вот это мытье рук бесконечное, стирка одежды и прочее, прочее, прочее. Это только как бы верхушка айсберга, поэтому сколько мы еще как бы готовы терпеть, сидеть дома или люди готовы пойти там привиться, ну, то есть это такой риторический вопрос. Мария, еще такой вопрос вдогонку, а как вы думаете о том, как это может отразиться в дальнейшем будущем на детей, которые сейчас вот развиваются, это их такой самый чувствительный момент и в какой-то момент почему-то все люди стали носить маски, как они потом на их психику это скажут, им объясняют это родители, как дети переживают малого возраста? Ну, я не могу сказать конкретно за всех детей, это нужно брать опять же по возрастам, потому что есть психология развития каждого возраста определенно, будет большая разница, когда подросток сидит дома и когда маленький ребенок, которому не объяснишь, почему нужно носить маску, почему нельзя контактировать. Вот я о ней говорю, у них будет какое-то отложенное потом непонятно? Я думаю, что да, безусловно, это как-то повлияет, потому что есть такое понятие психологии, как трансгенерационная передача поколенческих травм и если брать войны, которые были у нас в истории, они безусловно сказались на последующих поколениях, то есть многие из нас отрабатывают долги за предыдущие поколения, я понимаю, что это может звучать как некая мистика, но это действительно так. И еще такой момент спросили про детей, отмечу очень серьезный момент, пример, младший брат, девятый класс, весь прошлый год провел на удаленке, и, ну, я понимаю, что есть дети, которые тянутся к учебе прям вот очень сильно, но в целом, в среднем, ребенок, который получил доступ к компьютеру, и ему, как бы, сказали, сиди, смотри в монитор, когда ты можешь выключить микрофон, свернуть приложение, в котором идет урок, открыть интернет, YouTube, игру, что угодно, в общем, результат очень сильно просеет по учебу. То дело даже еще не столько в результатах, сколько в обстановке в семье, потому что многие не ожидали той ситуации, что они окажутся запертыми все вместе, и все живут же в разных условиях, кто-то живет в замкнутом достаточно пространстве, если напряженная психологическая обстановка в семье, это все непременно отражается на детях. Безусловно. Я бы хотел прокомментировать по поводу детей. Вы знаете, на самом деле хорошая новость в том, что весь мир находится в одинаковых условиях, и поэтому, то есть понятно, что наши дети к 18 годам уровень их знаний будет меньше, чем у детей 18-летних, там, два года назад, он будет ниже, но это у всех, у всего мира, поэтому тут нет каких-то победителей, не будет. А я с этим не согласна. Я думаю, тоже, что это не так. Да, я как раз хотел сказать. Таня, наступаю. Просто у этих детей будет, ну, они попозже просто достигнут того же уровня знаний, который был. Если это происходит. Но сейчас же дети все равно находятся, опять, как мы и говорим, в разных условиях, и в разных странах идут по-разному, у кого-то были школы, у кого-то нет, в разных странах разные уровни образования и так далее. В Израиле, я могу сказать, что в Израиле действительно все очень в этом плане хорошо, то есть, себя-то либо учатся дома, либо есть такое понятие, как там boarding school, или пневея, да, здесь называется, ну, как Хогвартс, когда дети живут вот в закрытых, ну, прямо на территории школы. Очень много там детей, то есть, они уезжают на весь карантин, живут прям там, ничего для этих детей ничего не изменилось. Я хотел бы прокомментировать, вы знаете, когда-то здесь был вопрос, а что давайте заставлять, да, или там, а как, вот, вот, по поводу сознательности людей и долг людей, я в это не очень верю, там, может быть, меня поддержат, что это все попахивает, там, моральным кодексом строителя коммунизма, я... А в Израиле как? А в Израиле, вот, повторяю, да, это, я рассказывал уже про эту позитивную дискриминацию, которую будет делать государство для того, чтобы все мы, весной, мы все, все государства столкнулись с дилеммой, что спасать, экономику или людей. Слава Богу, что большинство государств пошло по пути, давайте спасем людей, а люди спасут экономику. Тем не менее, сейчас мы сталкиваемся с ситуацией, когда нужно из этой ситуации выходить, и государства будут вводить, государства будут поддавливать, и демократические государства будут поддавливать. То, что, то ситуация, которую я рассказывал про зелеными паспортами, это, например, некой позитивной дискриминации. Людей подталкивают, послушать, тебе легче сделать укол, чем постоянно ездить. Ты можешь не делать, ты можешь ездить, сдавать тесты, приходить, у тебя 48 часов на этот тест есть, и ты можешь просто с тестом туда приходить. Абсолютно точно, сейчас так и путешествовала. Но это ты замучаешься просто, понимаете, то есть давать постоянно этот тест, легче пойти и уколоться один раз. А вторая, например, вот у нас страховая медицина, да, и для нас все бесплатно, для тех, у кого есть страховка, а страховка здесь обязательно, и вы знаете, да, что вы можете приехать в Израиль и пойти в ту же поликлинику и заплатить там десятки тысяч долларов, да, а для нас все это совершенно бесплатно. Так вот, это очень хороший пример экономической дискриминации. То есть страховые компании, которые, собственно, являются конкурирующими объектами рынка, они повышают стоимость страховки для тех, кто не привит. Почему? Ну, потому что есть вероятность, что этот человек заболеет, ну, как с обычной страховкой, да, чем старее машина, тем она стоит дороже. И здесь та же самая история, что человек может заболеть и, соответственно, страховая компания потратит больше денег на его лечение, на компенсацию поликлиник, поэтому у него должна быть дороже страховка. Все. Человек совершенно свободен. Если ты хочешь платить, там, условно, 300 шекелей за страховку или там 3 тысячи или там 10 тысяч за страховку в месяц, ты свободен. Пожалуйста, не надо прививаться, ну, просто плати там, ну, не 300, а 3 тысячи. Я хотел бы попрощаться. И вот такой дискриминации будет все больше и больше. Там зеленый паспорт, ты спокойно летаешь, живешь прежней жизнью. Платишь дороже страховку, ну, без проблем. Вот такой дискриминации на стыке государства и бизнеса. То есть, например, еще один пример. Рестораны, почему они открывают только для обладателей зеленых паспортов? Это частные, это частные заведения. Они говорят, все наши официанты, они обладатели зеленых паспортов. Нам, мы больше не хотим стоять закрытыми. Поэтому к нам будут приходить только зеленые паспорта, и поэтому мы будем работать только для зеленых паспортов. Нам надоело сидеть закрытыми. Это пример, когда частный бизнес будет подталкивать к тому, чтобы люди шли и прививались. И вот на этом стыке государства и бизнеса и будет дальше движение. Как вы все-таки думаете, это в России такая ситуация может быть забровольная? Вы знаете, я за сегодняшний вечер, вот за те три часа, пока я в комнате, я пребываю в каком-то ужасе, потому что я столько людей, которые переболели этой болезнью за этот год, я столько... То есть у меня здесь в Израиле есть только один человек, который заболел. Это какой-то тотальный фатализм, знаете, что типа, ну да, вот у меня то, я там, я заболел, я заболел, тот заболел. И это, конечно, уже... И в России, конечно, Россия иррациональная страна. Во всех планах. Кстати, у нас тоже страховая медицина, но у нас все платно. Абсолютно. Абсолютно. Вы платите и страховку, которую с вас обязательно снимает работодатель. Не вы платите, а работодатель. Понятно, нет, да, у нас страховая медицина. И после этого вы идете в платную поликлинику, потому что вы хотите получить очередь там в обычной поликлинике. И тот же анализ, да, анализ на ковид или на антитела, мы за все платим. Да, здесь все бесплатно, абсолютно. Все тесты, хоть каждый день проходи эти тесты, здесь все бесплатно, вакцина бесплатна. У нас только в Москве, а в регионах все платно. Можно я как ковид-диссидент добавлю чуть оптимизма и попрощаюсь со всеми. И я, конечно, понимаю, что оптимизма мало, но тем не менее, вот лично для меня больше плюсов во всей этой ситуации, как ни странно, чем минусов. Мне нравится то, что люди соблюдают дистанцию полтора метра, мне нравится то, что стало чище, то, что поручни дезинфицируют. И лично я вот, ну, путешествую на яхте, и для меня никаких ограничений как таковых, в общем-то, и нет. 14 дней я провожу на воде, цены на марины и на дизель снизились, туристов вокруг стало меньше, так что вот есть и плюсы, простите, конечно. А зима-то какая? Вы что, посмотрите, люди дома сидели? Красота. Да, Михаил, а можете вот сказать по поводу, вот сказали по поводу сознательности людей? В Израиле люди сознательно шли и самостоятельно делали себе прививку, или это насильно прививали люди в Израиле именно? В Израиле было соревнование, кто первый выложит фоточку, что он привился. То есть в Израиле открывалось сначала, когда там, Нитаньяху сделал прививку и открыли 65+. Ну, то есть сознательно. Не то, что сознательно, я повторяю, это были очереди. Люди правы, тут нет ни одного человека среди моего окружения, но есть одна пара, которая дома сидит, абсолютно привиты все. Абсолютно. Вот именно, вот об этом идет речь, то, что, понимаете, вот сознательно, а вот как сделать так, чтобы здесь, в России тоже было это сознательно? Это сломанный пиар. Это в первую очередь Путин должен сделать. Да, да. Как Нитаньяху. Я себе позволю тебя? Андрей, я с вами полностью согласен, Татьяна, вот буквально секунду, я вот полностью согласен с врачей, я понимаю боль врачей, правда, людей, которые придумали, вложили свои знания в эту вакцину, сделали, и такое отношение со стороны людей, понимаю полностью эту боль, да, но обвинять тоже, знаете, вот людей, там, знаете, вот, по-моему, Сергей сказал, что без головы, понимаете, если это было бы 10 человек, можно было сказать без головы, это огромное количество людей, и что касается паспортов, да, не делаешь вакцину, сделай паспорт, чтобы от тебя защитить других людей, но есть другая беда, хватит ли бумаги в России, чтобы сделать этих паспортов, это огромное количество. Я вам скажу, кстати, извините, еще раз, значит, у меня мама сделала вакцину, и, соответственно, сделала приивку, точнее, и я говорю, ты спроси мы их, чтобы они сертификаты, я знаю, в Москве сертификаты дают, и у нас вот в городе сертификат, а они говорят, нет, мы сертификатов не выдаем, потом я звонил, разговаривал, почему не выдают, а вот ей нужно, значит, 90 лет, ей нужно на госуслуги зарегистрироваться, соответственно, там тогда присылают в PDF-формате, значит, вот сертификат, я говорю, подождите, как, извините, человек в 90 лет, она кнопочным телефоном еле-еле пользуется, как она вам будет там зарегистрировать, а вы ведь сами зарегистрируетесь, подождите, закон же есть о персональных данных, я не могу за нее зарегистрироваться, она должна сама зарегистрироваться, ну, в общем, короче, никто мне не ответил, вот, вот, ответ по поводу этих паспортов, что раздельно. Ну, вот, пожалуйста. Давид, я, может быть, прокомментирую вас, ваш вопрос, как изменить ситуацию, может быть, как раз цель этой комнаты в том, чтобы изменить вот отношение к этой вакцинации, я рассказывал, что у меня сын, он жил в Китае, он 2015 года жил в Китае, работал, в связи с этой всей ситуацией ему пришлось выехать, он вернулся в Россию. Он, ну, до этого жил там на Бали и так далее и был совершенно приучен, они все время ходили в масках, они, ну, приучены вот к этому отношению, к, скажем, ну, к серьезному отношению. И через две недели после приезда в Россию мы с ним разговариваем, он говорит, ну, слушай, тут какая-то вот просто такую расслабовую, никто не говорит, никто ничего не делает, никто, вот никому ничего не надо, все, все как-то... Прошу прощения, у человека там без картинки очень много фоновых звуков, прям, микрофон не выключен, ага, спасибо. Извините, и все. Да, и вот он говорит о том, что, ты понимаешь, я как-то вот начал, я говорю, Артем, не нужно, подожди, ты знаешь, как нужно себя вести, иди и делай прививку, потому что ты знаешь это. И он тут же на следующий день пошел и сделал прививку. То есть вот это вот отношение, ну, видимо, вот отношение такое, не наплевательское отношение, не фатальное отношение к собственной жизни, оно вот прививается, а в России, вот, ну, там, бабу еще нарожают, вот это вот, лишь бы не было войны, да, вот какое-то такое отношение, ну, в общем, не, люди не верят собственную там, жизнь, судьбу, и как-то наплевать, если к ней относятся. Поэтому, может быть, эта комната как раз, хотя бы пару человек сподвигнет на то, чтобы пойти, тем более, что, повторяю, я об этом думал, спутник, спутник, это не хуже прививка, чем Pfizer. Она совершенно прошла те же самые испытания, и если бы не провальная совершенно политика властей и недоверие населения к действиям властей, то спутник был бы нормальной прививкой и Россия была бы впереди планеты всей по вакцинации. И, кстати, добавлю еще один маленький момент. Да, один одно слово, спутник, скорее всего, не хуже, но нет достаточно данных, чтобы утверждать это с той же уверенностью, что и в отношении Pfizer. Хотя, я думаю, что спутник неплохая вакцина, это мое персональное мнение, но оснований меньше, чем для Pfizer. Хотя, в общем, безусловно, я бы, если бы жил в России, я бы привился спутник, а тут вопросов нет. Прививаться нужно при любых обстоятельствах. Вы знаете, мы пропустили Алексея совершенно. Это единственный человек, который ничего не сказал. Нечестно. Да, нечестно. Нечестно. Алексей, вы же с нами. Просто моменты, что у меня звучили, что спрашивают, почему там так, а здесь, тут. Вы не забывайте, что у нас все бесплатно. Люди думают, что они сейчас ничего не будут делать, а потом, когда запопу укусят, они придут, и им все бесплатно, красиво, наблюдите с каемочкой. А в Израиле, в Америке все стоит денег. Поэтому никто не хочет свою страховку тратить просто так. Поэтому, конечно, лучше пойти привиться и не иметь проблем никаких. Не всегда здесь, понимаете, Сергей. никак не сказывается. Потому что, на самом деле, я израильтянин, уже 25 лет, и страховка никак не ущемляется в другие части страховки, привился ты или не привился, например. совершенно нет. Да, я имею в виду. совершенно нет. Да, да, да. Если речь о сознательности... что на дороже будет стоить страховка-то. Нет, это гипотетически... Да, это гипотетически возможности... но это один из механизмов, который может сподвигнуть тех людей, которые сомневаются все-таки сделать прививки. Я думаю, что везде есть немножко сомневающиеся. Но, конечно, в России недоверие зашкаливает, потому что я смотрю там Израиль, европейские страны, Италия, вот Таня рассказывала, и так далее. Все-таки в основном доверяют люди происходящему. Доверяют лечению, доверяют рекомендациям, потому что это основано на каких-то общих знаниях, которые приемлются всеми. Если ты пойдешь от одного врача к другому, в общем, он примерно такие же рекомендации тебе даст, независимо от того, прививка это или ты заболел лимфомой. И это все примерно одинаково. К сожалению, в России я, может быть, сейчас не очень в курсе. Не так. Очень много я знаю, да, и индивидуализация какая-то непонятная, псевдо. Не-не, Игорь, я могу прокомментировать, в этом я заразбирался. Дело в том, что там везде, это правильно, в тех странах, где работают очень сильно защита прав пациента, да, все методы лечения, они стандартизованы, потому что, ну, ты не можешь придумать, ну, грубо говоря, да, выдумать свой метод лечения, а потом вдруг у тебя кто-то умрет, и, собственно, ты понимаешь, что страховая компания не заплатит за убыток, да, по этому делу. вот там куча всяких проблем, но в России до конца вот эта стандартизация, стандартных методов лечения, да, их до конца они не, как вы скажете, они вроде бы есть, но это все так эфемерно, будем так говорить, они никак не влияют на деятельность медицинских работников, они не формализованы до конца. поэтому недоверие, недоверие же идет выше, потому что мы не знаем, кто создает эти стандарты, и когда слушаешь, слушаешь отчеты, там вот показывали недавно, я, к сожалению, до сих пор вовлечен во всю русскую повестку там Путина, который с кем-то, с бывшим министром здравоохранения, она вся в пятнах что-то такое говорит, какую-то ерунду несет, они утверждают, они что-то говорят, Путин недавно выступил, что от Файзера умирают люди, а у нас вакцина... Не, ну это понятно, ну старик уже вообще... Дело не в этом, дело не в том, что он говорит глупости, дело в том, что поэтому не доверяют никому и ничему. В Израиле абсолютно... Возьмите не вакцинацию, возьмите армию, отношения, скажем, в израильской армии или в армии в России. Конечно, есть отклонения везде, и в Израиле косят от армии, и в России есть люди, которые считают нужным детей там, или идти в армию, или отдавать детей. Но процент не сопоставим. Статистически достоверное развитие. Я извиняюсь, а комфорт в армии в Израиле армии и армия сьём разве не отличается? Комфорт? Война идёт, как комфортно. Думаю, что да, но в Израиле армия некомфортная. У меня оба детей, мальчик и девочка, были в армии. Я не хотел вас перебивать, извините, всем добрый, времени суток, у кого сколько времени и так далее, но... Я не согласен, но получилось так, что вы так параллельно перебили. Я не хотел перебивать, потому что мое замечание, оно было бы достаточно легким, таким царапающим, скажем так, оно бы не задело бы и вы продолжили бы. Ну, в данном случае мы с Сергеем параллельно вошли, скажем так, и это задело. Извините. Не, не, ничего, мы так и забыли об Алексее. Алексей, давайте, Алексей будет что-то говорить у нас или нет? Алексей, вы уснули? Или это у нас тайный агент? Вы тут так просто политику России обсуждаете. Из разведки, да? Засланный казачок. Засланный казачок. Вы знаете, если позволите... можно тогда ответ услышать на мой вопрос, который я ранее задал? Какой вопрос? Два вопроса было. Когда закончится и что... Как будет все обстоят дела, когда появится новая эпидемия, о которой говорил белгийцы? Да, слушайте, сначала надо справиться с этой, на самом деле. Вы понимаете, у меня все-таки... Я магистр в менеджменте, я в будущем постараюсь думать, что это очень сильно узнает. Может быть, надо маски закупать и будет через... Ну, так о настоящем сначала надо подумать, чтобы будущее наступило. Нет, но... Он же говорит, а он... То, что... Типа... Для него это целая жизнь. То есть, если он сейчас закупит маски и так далее, он... Я грубо говоря, я пошутил. Я пошутил про маски. Мне просто интересно, что будет. Правильно, Сергей, я вас понимаю? Да. Для вас это целая жизнь. Сергей, через 20 лет мы будем снова приспосабливаться к чему-то новому. Поэтому об этом сейчас не думайте. 20 лет назад я не думала, что я буду жить в Италии и будет коронавирус. Поэтому... Ну, как бы, это все очень непредсказуемо. А когда закончится, никто вам ответ на этот вопрос, к сожалению, пока что не даст. Ни мы, ни в Америке, ни в Израиле и ни в России. Никто еще ничего не знает. Только предполагают. Но пару лет еще будет. Да, можно еще добавить? Вот Сергей говорил по поводу американских страховок. У нас американская... Ну, я живу в Америке, у нас американская страховка. Ну, в контексте того, что спутник доступен и бесплатен. Здесь, на самом деле, Pfizer за деньги недоступен в данный момент. Здесь прививали только медиков и вот старшее поколение. И поэтому, даже если ты сейчас захочешь привиться, ты не сможешь привиться даже по страховке, даже за деньги. Вы знаете, по поводу, кстати, осознанности населения. Я вот хотела вступить в дискуссию, но не хотела перебивать Михаила и Игоря. Мне вообще очень интересно вас слушать. Игорь, я имела предположение, что вы уже не живете в России. В принципе, оно подтвердилось. По поводу осознательности населения. У меня каждый день на приеме в амбулатории порядка 20 пациентов. и 18 из них первый вопрос, который задают Доктореса по-итальянски. Скажите, пожалуйста, когда нам можно будет наконец-то привиться? Да, потому что сейчас в Италии первая волна это была, в принципе, практически как в Америке. Доктора, дома престарелых и потихоньку начали вакцинировать старше 80-ти сейчас уже будут переходить на 65 плюс и уязвимые группы населения. Это там онкологические пациенты и так далее. В то же время я сама из Украины и, конечно же, слежу за тем, что происходит в моей стране. У меня там родители живут, которые, кстати, переболели, они тоже доктора. Мой отец, он руководит отделением с ковидными пациентами, а моя мама, она онкогематолог. И, кстати, заразила... В каком городе? В Киеве. В Киеве. Да. И, кстати, заразил не папа, маму, который работает в ковидном отделении, а мама папу, которая работает в онкогематологии. А почему? Потому что на самом деле не по ее вине, а в клинике совершенно не были соблюдены какие-либо меры безопасности, там, госпитализация пациентов с тестами и так далее и тому подобное. Ко всему прочему, ну, это такой мой личный опыт, у меня есть тоже младший брат, которому 14 лет, и когда болели родители, он не заболел. А сейчас у него 13-й день ковида, который он подхватил в школе. Вот. Поэтому, конечно же, дети, за ними следить надо. И снова онлайн-обучение. Так вот, по поводу осознанности. Не на примере ковида, и по поводу прав выбора, свободы выбора. Это все прекрасно говорить о правах человека и так далее и тому подобное. Мне кажется, несмотря ни на что, даже несмотря на ковид, мы вообще живем в сладкое время, когда нам доступно намного больше, чем было доступно еще даже 20 лет назад. И я думаю, вы все знаете, кто такие свидетели иеговы. У меня было несколько пациентов в практике вот таких свидетелей иеговы. Я гематолог, Игорь меня поймет, я провожу... Переливание крови. Да, я провожу курсы химиотерапии, которые влияют на кроветворение, и пациенты, скажем так, их показатели крови могут опускаться до критических показателей. И вот бывает такое, что пациентам необходимо делать переливание крови. И вот эти свидетели иеговы, они как бы против переливания крови. И я не могла ничего сделать, у меня было два смертельных случая, когда у пациента было в принципе очень благоприятное онкогематологическое заболевание, мы бы его полечили, и все было бы у него прекрасно, но учитывая достаточно токсичный курс химиотерапии, упали показатели крови, необходимо было переливание ретроцитарной массы и тромбоконцентрата. И пациент отказался. Вы знаете, я вам хочу сказать, что это очень сложно терять пациента просто по глупости, причем не по глупости врачебной, а по глупости самого пациента. И я не боюсь сейчас об этом говорить, мне совершенно не стыдно, и я не то, что даже кого-то не хочу обидеть или хочу обидеть, это просто так и есть. Вот. Это первая такая ремарка. А вторая ремарка, это то, в принципе, о чем мы уже говорили, у нас у всех есть родственники, у нас у всех есть друзья, знакомые и так далее. И вот мне бы очень не хотелось, чтобы из-за кого-то, кому-то из моих друзей и родственников было плохо. Я сознательный достаточно гражданин как своей страны, так и человек, который живет сейчас в другой стране. Вот Мария еще говорила о психологических моментах. Датьяна, извините, Нет, не извиню, не перебивайте меня, я договорю. Вот. О психологических моментах. А вы знаете, какой уровень стресса у докторов? Это та категория, в принципе, населения, но я говорю со своей колокольной сейчас, потому что эти темы мы как бы не поднимали. Какой уровень стресса у докторов? Причем не только у тех, кто лечит ковидных пациентов, а и у медицинских сотрудников других специальностей. Это та группа населения, которая играет неотъемлемую и не самую маловажную роль в жизни всего населения, и которой в принципе уже сейчас и в будущем понадобится точно такая же психологическая, психотерапевтическая, а кому-то и помощь психиатра. Вот. Поэтому, когда мы говорим о свободе права выбора, о каких-то нарушениях и так далее, мы в первую очередь должны думать не только о себе, а еще и иметь какую-то социальную ответственность за других людей и принимать решения по максимуму логично и сознательно и адекватно. Вот. Это то, что я хотела сказать. Татья, я поддерживаю полностью. Ну, я просто чуть потерял нить, я чуть раньше был, а сейчас не совсем понятно, о чем суть-то? Ну, вкратце, в трех словах кто-то может объяснить повестку? Есть такой вопрос, а как быть с людьми, которым противопоказана вакцина? То есть, вот если зашла речь о зеленых паспортах, как с такими быть людьми? И есть ли вообще такие люди? Это небольшой процент людей, поэтому в принципе противопоказана вакцина, это тем, у кого в анамнезе были какие-либо анафилактический шок, и то им также проводили. Таких строгих прямых противопоказаний, ну, беременны, видите, где-то сейчас водят беременным, где-то не водят, кому-то на грудном скан. То есть, ну, дети до 16 лет, опять же, это совершенно небольшой процент населения. Если я что-то упустила, поправьте. Тут просто вот уже есть собеседники, которые живут в Израиле, я слышал, что там даже магазины не пускают без этих паспортов зеленых, то есть, просто интересно, как это будет регулироваться вообще. А никто это не знает, как это будет курироваться. В Израиле это так, в Италии у нас никаких паспортов нет, нам просто выдали на листике А4 фамилии, имя, отчество, дата рождения и даты, когда была введена первая-вторая доза вакцины и плюс антитела мы вписываем после, через месяц после последней вакцинации. Да, сейчас будут европейские, по-моему, в марте-апреле должны быть какие-то решения по европейским паспортам, сейчас вырабатываются стандарты, вводятся, я не знаю, с чем это будет, откуда считываться, может быть, это не физический паспорт, а как-то связан с ID, с персональным номером, но будут европейские, такие, по-видимому, введены в ближайшие месяцы. Ну да, какая разница, это паспорт или на бумаге А4, самое главное, чтобы у вас эта бумага рядом была, которая подтверждена врачами, и вы показали, чтобы стало понятно, что вы привиты, что вы не опасны для общества. Наверное, я думаю, что это, во-первых, для аэропорта будет играть для пересечения границ и так далее, даже внутри Европы, а будет ли это контролироваться в магазинах, не знаю, просто я в новостях слышал о том, что сейчас занимаются разработкой, это требует времени, потому что это вводится в какую-то общую электронную систему, и когда будет считываться твой паспорт, будет выходить все данные «переболел», «привит», «таким-то типом вакцины», «такие-то титры антител». В общем, вся информация, которая есть по этому поводу. «Нужно понимать, что в Израиль здесь ID используется везде, повсеместно, то есть ты его помнишь всегда, ты даже машину когда отправляешь, там ты можешь… Конечно, а ты уже отзываться. Да-да-да-да, ну то есть ты ID можешь назвать, и тебе там это в магазинах везде используется, то есть тебе, условно говоря, звонят какой-нибудь там оператор связи, называешь там свой ID, он тебе тут же обращается по имени-отчеству. Здесь это нормально принято, что ты показываешь не на бумажке, а показал бумажку, и тут же любой там человек это может проверить. То есть это не означает, что это есть, но к этому готовность населения есть, потому что это вот абсолютно прозрачная система, ну а тем более там в медицинских кассах там абсолютно вся твоя история, когда ты по какому рецепту покупал, какие твои анализы, проверки, врачи, обращения и так далее, там абсолютно все понятно, что когда ты сдавал тесты, какие тесты результатов тестов. К этому общество готово, и все здесь заточено на то, что если у этого ID есть зеленый паспорт, то об этом знают все соответствующие органы и организации. И второй момент, то, что сокращается постоянно количество, то есть разрешили прививать беременных, я там слышал о том, что вот сейчас Pfizer нельзя до 16 лет прививать детей, но везут AstraZeneca, который можно с 4 лет тоже прививать, возможно, на уровне слухов, но все время будет сокращаться количество тех людей, которые не имеют этих паспортов. к нам присоединился Слава. Я вижу, что он из Украины, и я... Ой, а можно я быстро скажу? Я просто хотела попрощаться, да, то, что Михаил говорил про ID, в Америке тоже самое, там есть вся история, и вот хотелось тоже вас поддержать, Татьяна, по поводу стресса, который испытывают врачи, действительно так, и я правда очень сочувствую вам, я знаю, что это действительно тяжело, потому что даже сами психологи страдали от эмоционального выгорания, потому что они работали вот в этих горячих линиях помощи, вот, поэтому хочу всем сказать пока, я просто тоже пошла гулять с сыном, вот, и пожелать нам всем терпения и надеяться, что скоро все это закончится. Пока. Спасибо, до свидания. Я тоже хотел всем сказать пока, до свидания, было очень интересно с вами быть, и это очень была полезная комната, но, к сожалению, уже теперь за ночью выезжаем, и пора уже слава, вам слово, Михаил, вам спасибо. Я тоже, спасибо, до свидания, пока. Пока. Да, удачи. Всем здравствуйте, очень рад, Татьяна, вы очень хорошо ведете эту комнату, я заходил сюда пару часов назад и уходил, потому что это был базар такой, и невозможно было слушать. Я хотел поделиться, я живу в Америке, мне 48 лет, и я уже получил обе вакцины, я получил Модерну, последняя вакцина была в начале, вторая вакцина была в начале февраля, хотя я переболел в прошлом году в конце августа в средней форме, и мне просто повезло, я работаю в доме престарелых, и мне позвонили, сказали, что в полиции остались лишние вакцины, ты не хочешь поехать сделать, и так я, в общем-то, один из первых у нас в Орегоне получил вакцину. Хотел сказать по поводу, вот, как по мне, так здесь 50% примерно в моем окружении людей, которые не хотят делать вакцину, и вот все эти конспирологические теории и так далее и тому подобное, мои родители, моему отцу 71 год, он сердечник, мать после рака, и я не могу их заставить, хотя они могут прямо сегодня пойти и сделать, я с ними разговариваю практически каждую неделю, они, вот, мы посмотрим, мы подумаем, мы посмотрим, мы подумаем, хотя я вижу их активность на Фейсбуке, что там просто какие-то доктора в форме, в белых халатах что-то говорят абсолютно, поэтому мне кажется, что нужно как-то обучать людей, нужны какие-то лидеры в нашей комьюнити, которые будут прививаться, потому что если лидер отказывается делать вакцину, то я имею ввиду лидер нашего здесь русскоязычного населения, украиноязычного населения, так все на него смотрят как-то, и вот это, мне кажется, большая проблема, что очень много неверной информации, и основной в ответ, они не говорят, нет, мы не против, но мы подождем, а сколько ждать, год ждать, два ждать, и вот, а где ваши родители живут, Слава, простите, в Украине, они живут здесь, в Америке, они живут в Америке, здесь, со мной вместе, они живут пару улиц от меня, но, они вначале очень серьезно относились к этому, мы с ними встречались на большом расстоянии, я им привозил продукты домой, просто никуда не ходить, даже одно время ключи от машины забрал, говорю, сидите дома, но потом, как бы, постепенно немножко начали снижать, ну, летом было меньше заболевших, они начали немножко встречаться там на природе с друзьями, все, но теперь, сейчас, когда уже есть вакцина, говорю, возьмите вакцину, через два месяца можно будет более свободнее, легче встречаться, мы посмотрим и подумаем, как бы, в моем понимании, ну, я вижу, что для них влияет вот эта негативная информация, которая непроверенная, которая абсолютно неверная, нечестная, и я не думаю, я даже не знаю, как с этим бороться, то есть, вот, такие мои наблюдения. Я не знаю, по-моему, они англоязычные, или они больше смотрят русские каналы, русские газеты, русские приятели у них, русскоговорящие? Да, в основном, это русскоязычные зрения. это специфическая такое комьюнити, как вы говорите, может быть, оно в большей степени в таком негативном ключе мыслит, думает и советуется. Надо убеждать, ничего не сделаешь, мне кажется, что трудно сказать. Наша самая большая проблема нашего общества это отсутствие какой-либо коммуникации. И на самом деле, что в Украине, что в России, что на всем постсоветском пространстве, мы как-то вокруг да около этой темы ходили, говорили, но никто так и не сказал. У нас очень низкий уровень доверия медицинским сотрудникам. Вот я это хотел сказать, уже два часа хочу это сказать. Давид, я вас сделала модератором, потому что наши ряды редеют, как говорится, масло масляное. очень большая такая глобальная проблема. Я когда опубликовала в своем инстаграм, я его так время от времени веду, пост, когда я сделала первую дозу вакцины. Ну, если интересно, зайдите, почитайте, у меня есть ссылка на инстаграм в описании Клабхауса. Этот пост, он недалеко находится. Ну, честно, это был просто кошмар. Конечно же, это был негатив, начиная от того, что вы там себе просто водичку ввели, заканчивая тем, что мне заплатили деньги, что я сделала эту вакцину и так далее и тому подобное. Конечно же, здесь говорить о человеческой глупости я бы не хотела. Хотя этот контекст тоже можно обсудить, но это, наверное, уже другая дискуссия. Не хочу показаться как это, надменной, да. Но я вначале говорила, что владение информацией, информацией, это не владение знаниями. И мы забываем об этом всегда. потому что сейчас на просторах интернета, социальных сетей, миллион разных блогеров, миллион разных экспертов. Понимаете, тут сантехника с горем пополам нормального не сыщешь, но зато все эксперты стали. Вот. Поэтому, конечно, с этой ложной информацией бороться надо. Это нелегко, это очень сложно. И классно, что появился Clubhouse, классно, что есть другие платформы. По чуть-чуть, по чуть-чуть. Я думаю, что даже, несмотря на то, что нас здесь уже чуть больше 50 человек, когда я зашла, было больше 200, но уже время позднее. все равно, даже, знаете, маленькими шажками потихонечку правдивую, доказательную, достоверную информацию мы сможем доносить до людей. Спасибо. Да, вот, правда, все в точку сказали, на самом деле. Мы, конечно, кто-то более-менее адекватный. Извините, конечно. Ну, в плане доказательства. Да нет, да тут все нормальные, на самом деле, у каждого своего мнения. Нет, нет, нет. Ваня доказательными цены, я... СНК съездил. Спасибо вам, Тань. Да, 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 очень классно сказали вы. Вот, Слава, вот вы сказали, что лидер не прививается. Понимаете, неужели вам или кому-то нужен прививающийся лидер, чтобы пойти делать прививку? Поймите, лидер, да, на самом деле, это человек. Мы не знаем, вдруг ему противопоказано это. Правильно? Можно я это не знаю? Почему нам нужен обязательно кто-то, да, чтобы сделать эту прививку? Я хочу объяснить, лидер, здесь как бы... У меня есть аргументы, да, я вас слушаю всех, да, пожалуйста. Я хочу сказать, что здесь как бы есть свое комьюнити, свое укра... своих бывших, кто приехал из Украины, в Америке, в Америке. и есть определенный лидер, определенный лидер, который... встречается вместе. И когда он начинает говорить, но, но, зачем это прививать, как он говорит, смотрите, у нас 98% мы не можем умереть от коронавируса, а вакцина дает 95%. Зачем? То есть дезинформация изначально ставит всех, говорит, ну как, ну вон, смотрите, тот человек сказал, зачем мне прививаться, но я подожду. То есть я понимаю, что это не аргумент, для меня это не аргумент, я не слушаюсь лидеров, я слушаюсь сайенс, как говорится, и смотрю правдивую информацию, читаю, я понимаю и русский, и английский, и все. Но я говорю о другом, о том, что... Вот это парадокс. Я же работаю в доме престарелых, у нас 150 жителей, привилось 95% стариков, 95% сотрудников, привилось 50%, молодых людей 35-50 лет, 50%, остальные 50% отказались. Вот, и все умные, все грамотные, но просто не хотят, просто боятся, я не знаю, это очень сложно. А статистика какая смертность? Странно. Извините, пожалуйста, Слава, Слава, это вопрос к вам. В доме, но у нас умерло два человека. Два человека из какой категории? Ну, 75-90 лет. У нас один умер в 92 года, в самом-самом начале, как только начали, один умер уже вот в конце осени, когда было все закрыто. А констатация смерти и так далее, это как у нас в России, после вскрытия это делалось? Я не в курсе, я не профессионал. Это очень важная вещь. это очень важная вещь. что он болел, потому что констатация смерти, ну, скажем, констатация это одно, но причина смерти, устанавливаясь, патологоанатомия, это немного другое. Это очень профессиональная вещь. Он очень значимый важный. я не говорю, я не говорю, что он умер от COVID-а, да, как у нас в Америке. Это, скажем, если даже нет, специфика, да, образование, ну, это очень возрастные люди, да, они, ну, скажем так, им свойственно умирать как от естественных причин, так и, соответственно, просто от обычной инфекции. Она провоцирует, скажем так, ну, потенциирует те вещи, которые уже были, проблемы с здоровьем, скажем так. Ну, я очень гуманно, очень, так сказал, очень обширно. На самом деле, в медицине это, есть такая наука под физиология, там все от одной ступени к другой, то есть, поэтому и, как бы, из шока вы не можете вывести человека, ну, как бы, не применяя ничего извне. Если вы ничего не примените, человек от шока так и умрет, то есть, ну, так медицин устроен, так организм устроен, как мироздание такое, скажем так. Вот из этой серии, то есть, если, скажем так, эти смерти, связаны ли они с ковидом, вот, из этой серии. Или они, это люди умерли, и из-за того, то, что это попало в хронологический период, скажем так, и они так записались. Это очень важный момент, потому что иногда так вот записывают, ну, зачастую это политики и так далее, они это используют. То есть, наука и создана, чтобы найти объективные причины, именно разграничить вот эти вещи. я думаю, чуть-чуть меня поняли. Я вас понял, ваш вопрос. расползался, но... Я понял, ваш вопрос, но... и немного, я... Да, мы вас поняли. Сейчас слова ответят. Да, у них был проведен тест, они заболели, у них был проведен тест, и у них он был положительный. После этого у них прошли осложнения, они попали в реанимацию, и там умерли оба человека. Поэтому умерли они because of COVID, вот так вот я могу сказать. Я не профессионал, я не знаю никаких пределов вскрытия и так далее, но у них до того, как они умерли, у них был проведен тест, если он был положительный на COVID. Да тут даже, знаете, дело не в том, что они умерли от COVID или не от COVID, или от каких-то естественных болезней, но неужели кто-то до сих пор сомневается, что от COVID умирают люди? Реально? Слушайте, ну у меня... Кого я знаю, большинство людей заболели, я не знаю, вот я хочу вспомнить, кого кто не заболел, понимаете? То есть это реальная болезнь, от которого реально люди умирают. Статистика, не статистика, кто-то превышает, кто-то уменьшает, но слушайте, ну это дело других людей, ну давайте думать своей головой на самом деле. Вы знаете, кстати, у меня тоже вопрос еще к Игорю. Вот я в Италии реально практически не знаю из своего окружения тех людей, кто заболел, имею в виду из близкого, да, там пациенты есть, их родственники и так далее, но в Украине все мое близкое окружение, там друзья, родственники, все перенесли COVID. вот и в России такая же ситуация. Игорь, как там в Израиле? Это интересно. Я сейчас на самом деле не в Израиле живу, я живу в Болгарии, где я открыл большой центр трансплантологический, как я рассказывал уже пару раз на каких-то сайтах, и я в основном здесь пребываю, и уже год не был в Израиле, так как все закрыто. поэтому про Израиль я не могу сказать. То есть я могу сказать, так как я тесно с ним, с израильтянами контактирую, болеют, все-таки болеют люди, и даже, я знаю, к сожалению, одного 40-летнего умершего человека. Но в Болгарии в Болгарии тоже, в общем, это не редкость. С этим встречаешься, хотя некоторые говорят, что не видели таких больных. В Нью-Йорке у меня дочка живет. В Нью-Йорке не очень. Я не знаю, она не говорила о ком-то заболевшем. Насколько я знаю, в Москве тоже есть единичные заболевшие, и тоже есть... Нет, в Москве довольно... Я не знаю, честно говоря, с чем это связано. Но есть же статистика. Она на самом деле очень доступна и каждый день пополняется по всем странам и регионам. Ее чуть ли не в Википедии, можно где-то найти, и все, пишешь. ковид в странах, я не знаю, по дням, по суткам, по всему. Да, есть Worldmetrics, самый простой сайт. выскакивает молниеносно. Так что, есть какие-то объективные цифры, конечно, с поправками на статистику, особенно, я думаю, в постсоветском пространстве. Думаю, что... Не знаю, трудно сказать. Думаю, что эпидемиологически вот нас покинул Алексей или Александр, я думаю, что эпидемиологически нет резонов, чтобы в Украине или в России было что-то другое. Все-таки большие страны, большие города активно контактируют с другими европейскими и неевропейскими странами. Почему должно быть иначе? Ну, вряд ли. Нет, я не о том. Я понимаю, да, статистика, я верю официальной статистике. Я о том, что вот люди делятся тем, что вот в России у меня, знаете, все родственники переболели или там в Украине. А вот, например, я здесь в Италии... понятное дело, что процентное соотношение друзей, знакомых у меня, например, в Украине больше, чем в Италии. Да, что и там есть пациенты, которые болеют, их родственники, я их сейчас не беру в этот учет, только как бы близкое окружение. И такие статистические, скажем так, как это, байос, да, я не знаю, как это по-русски. Отклонение. Отклонение, да. Я понимаю, что мы сейчас не можем это говорить в научном плане, да, но так чисто теоретически они все равно, знаете, среди людей, да, проскакивают. Вот, я как бы об этом. Я не об официальной статистике. Конечно, официальная статистика, она плюс-минус сопоставима. Евгений. Евгений. Да, я хочу подтвердить ваше наблюдение, Татьяна. Среди всех моих коллег и знакомых в Нидерландах никто не переболел. Есть только одна там бабушка, друга, 95-летняя, которая погибла, к сожалению. Это... И никто, никто из них не болел. Но в России у меня семья и друзья тоже есть, и все из них практически болели. Но никто из них не попал в статистику, потому что они не могли сдать тест на сам коронавирус, когда они болели. Уже после выяснили, ну, сдав тест на антитела, что у них положительные оказания болели плюс симптомы. Я думаю, что статистика по России, опять же, судя по Worldometer, которая снижается уже месяца два, она не совсем достоверна в этом плане. Пожалуй, да, наверняка, учитывая другие статистические феномены, которые видны, которые можно объяснить в какой-то степени ковидом. Друзья, я думаю, что вообще ночь поздняя, может быть... Закрыть комнату и пойти спать. Дедлайн какой-то, потому что все наши беседы напоминают нашего при первом модераторе Илью, по-моему, все больше заплетающимся языком. Поэтому, если у кого-то давайте три минуты, у кого-то что-то такое very hot, скажем и будем прощаться, если вы не возражаете. Послушайте, я вот пару слов хотел сказать, хотел поблагодарить Таня, вас хотел поблагодарить Игорь и вас тоже, всех вообще людей. Таня, вы отличный модератор, просто прекрасный. Это, наверное, заметили здесь, наверное, многое, да. И, знаете, что хотел сказать, что на самом деле люди, как в Израиле, вот Михаил, по-моему, он был, он сказал, что они самостоятельно в очереди стояли. Я уверен, что люди на самом деле везде одинаковые, самое главное, правильно информируют людей и правильно работать с этими людьми, да. Что касается доверия к врачам, да, вот есть такое, что вот там где-то лучше, чем где-то здесь, да. Тоже должны определенные люди заниматься этим, чтобы доверие повысить, да, к своим врачам, потому что я убежден, что в России есть очень хорошие специалисты во всех сферах, да, только вот почему-то очень плохо пиар работает, вот, и по этой причине все эти проблемы, люди, которые не прививаются, отсюда другие проблемы и так далее, и так далее, и так далее. Спасибо всем за эту ночь, да, за этот вечер, за это общение. Спасибо, Татьяна. Вы дали слово мне, но у меня лично совсем другое мнение. Дело не в пиаре, я знаю, как делается современный мир. Люди делают деньги, скажем так, там, из рекламы и так далее, но медицина есть медицина. Я все-таки сторонник классической, ну, банальной, классической, скажем так, истории, да, когда доктор просто, ну, ну, слово работает, мне уже, на самом деле, немного неприятно. Скажем так, я бы сказал, он служит, ну, доктор должен служить. Ну, сама концепция, то, что, когда мы учимся и когда мы заканчиваем медуниверситет и так далее, мы должны помогать людям. и когда это в этом и так далее, то есть, мы должны разгоничивать. В современном мире немного все достаточно, ну, иначе выходит, то, что мы должны, мы должны, мы доктора, мы доктора, мы. А вы доктор, извините, пожалуйста, и я просто хотел спросить. Игорь, простите, но я на правах модератора, я знаю, что делать, я удалила, потому что вы хороший модератор. Во-первых, не очень трезвый и как бы это слушать. У нас Игорь подключился, давайте на перед сном доделить последнюю заключительную речь. Да, пожалуйста. Спасибо большое, моя речь будет очень короткая. Большое спасибо Таня, большое спасибо все выступающие, те, кто трезвы, очень много серьезной информации и за время прослушивания я принял свое решение и не знаю, будет это положительный факт или нет, но записался, зашел через услуги государственные и, в общем, 12 числа пойду акцинироваться. Это все. Еще раз спасибо. Вот видите, я считаю, это успех. Даже один человек, да, и я хочу сказать, мне очень приятно слышать, что я хороший модератор, я в эту комнату зашла совершенно случайно и не была модератором, но хочу поблагодарить всех, кто нас слушал и, Давид, вам большое спасибо, Слава, Евгений, Игорь, я в вас влюбилась, я вам честно хочу сказать, у нас большая разница в возрасте, но мне так приятно с вами поговорить. Мы должны сделать какую-то совместную комнату, я вам предлагаю, и я должен сказать, что я полтора года прожил и проработал в Италии, и даже немножко помню итальянский с тех пор, так что... Это слово, кстати, все знают, не только итальянцы. Да-да-да, это совершенно... Кстати, по поводу комнаты, Игорь, да, вы правильно сказали, и Таня вот подняла очень такую тему, на самом деле, да, как поднять доверие к врачам, это очень серьезная тема, да, потому что там служат доктор или работает доктор, неважно, есть доктора, которые прям дарят себя, да, профессию, да, и как бы и в итоге получают вот это недоверие, понимаете, да, поэтому мне кажется, что тема, вот как поднять доверие к врачам, это очень хорошая тема, на самом деле, для обсуждения, там, врачи поднимутся, специалисты, и пускай высказываются, вот если Таня такую комнату сделает, как модератор... Я хочу на правах рекламы, я вижу, здесь есть мой коллега из России, Кирилл Куликов, доктор-кардиолог, и у него такая прекрасная эмблема Клабмед, я эту эмблему себе не делала, так как я и состою в этом сообществе русских докторов, доказательных, там больше 50 человек, мы в Клабхаус тоже устраиваем различные комнаты, если вы видите Кирилла, подпишитесь, и на меня тоже можно подписаться, как бы будет выходить уведомление, вот, те, кто из Украины, есть сообщество, которое называется Свидок, оно пока в Клабхаус не очень развито, оно набирает свою популярность очень в Инстаграме, вот, аудитория очень разношерстная, и я могу говорить только за грамотных, умных, международных, развивающихся докторов, вот, поэтому такая небольшая реклама, если у меня есть такая возможность, она у меня есть, я модератор, вот. Да это не реклама, это рекомендация. Да, 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 ну, рекомендация, я не сильна в этих терминах, я же доктор, я не маркетолог, простите. Вот, поэтому хочу вас в спокойной ночи, приятно было, можно очень пообщаться. Спокойной ночи, всем, буона ноте, спасибо. Игорь, Игорь, ну говорите, вы моргаете так микрофоном. я просто, это буквально 15 секунд, я, Таня, написал, вот, именно то, о чем говорил Давид, вам, в инстаграм, там кое-какие идеи интересные, и присоединяюсь ко всем, кто, кому понравилась эта комната сегодня, и прошу, чтобы это было не последняя тема, потому что она, на самом деле, очень насущная, и сейчас очень-очень многим будет полезна. Спасибо. Рекомендации, посмотрю, предложения, но уже завтра, уже глаза слипаются. Еще раз всем спокойной ночи. Да, спокойной ночи, Спокойной ночи. Пока. 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 С闹ни кейстону,